«Хотя нижняя часть этого конвейера мимо стены торцовой проходит, то есть рядом с нашим цехом, если бы перепрыгнуть на нее и по конвейеру к артефактам этим подобраться... Пять штук, эх!» Я лег, положил голову на парапет и хмуро уставился в ясное утреннее небо. «Че-то ты не рад, Андрюха, — сказал пригоршня. — Что случилось? — Ничего. — Да нет, я вижу. Это же артефакты, брат. Ты ж всегда их любил, химичил с ними всякое, потому тебя химиком и прозвали. А теперь я больше тебя им радуюсь. Что случилось? Че рожа унылая такая? «Не знаю, — сказал я. — Как-то невесело мне. Надоело. Артефакты, аномалии. Бродим туда-сюда. А потом мы ж до сих пор не знаем, как все после этой катастрофы изменилось. Может, вся система посыпалась. Нет теперь ни скупщиков, ни кланов сталкерских, ни самих сталкеров. Мы как в чулане все это время просидели, Никит, в подвале глухом, закрытом. А тут еще шатуны эти прямо под нами. А я не люблю их больше, чем кровососов с контролерами вместе взятых». Усевшись спиной к бордюру, я посмотрел на северо-запад. Там выселись холмы, в дымке за ними проступал городской центр, поблескивал в лучах солнца облупленный купол церквушки. Пригоршня пошел вдоль бордюра, иногда перегибаясь, выглядывая за стену. Пара минут у него ушла на то, чтобы медленным шагом обойти крышу по периметру. И все это время я сидел не шевелясь, прикрыв глаза, подставив лицо солнцу. «А я не понимаю, за что ты шатунов не любишь?» — донесся голос напарника. «Они же как роботы. Какие-то эти рефлексы с умениями остались, а остальное... Ну, не опасны они, короче, если к ним не лезть. Вот именно остальное. Что у них в голове в этом... в остальном? Пустота? Или что-то другое?» «Он, пожал плечами. Кто ж знает. Ноосфера разве что. Попробуй, спроси у нее». «Никита, шатуны — главная опасность, которая человечеству угрожает», — сказал я. «Нет, главная опасность — зона. Видишь, как она изменилась? И разрослась наверняка. А если еще станет увеличиваться, то вообще всю планету, может, накроет. Или вдруг уже накрыла? Мы ведь не знаем, что вокруг происходит в остальном мире. Ни связи теперь нормальные, ни черта. Короче, залепит, если всю землю... Ой, тогда вообще никакой жизни не останется. Правильно, но шатуны где, по-твоему, живут? В зоне. И если она действительно разрастется на всю планету, то они ее целиком и заселят вместо нормальных людей. Короче, нельзя к шатунам соваться». «А что будет?» — спросил он, встав надо мной. «Они набросятся на меня и изнасилуют». «О, я поднял указательный палец. Молодец, опять пошутил. Да изящно так, обзавидуешься». Напарник упрямо мотнул головой. «А все равно не опасные они, не агрессивные, если их не задевать, конечно. Пошли и глянем, что там с этим конвейером». Шатуны все так же бродили внизу, занятые своими делами. Насколько я знал, они никогда не разговаривали между собой, да и вообще не разговаривали. Хотя какая-то связь у отдельных особей гнезда должна существовать. Как иначе они координируют действия? Кроме телепатии на ум ничего не приходило, но тогда возникал вопрос. Шатуны ментально слышат только друг друга или находящихся поблизости людей тоже. Если последнее верно, то это делало их куда более зловещими. К примеру, они могли уже знать про двух чужаков на крыше, потенциально опасных для гнезда. «Вон, гляди!» Мы встали на крыше спиной к городу. Наклонная часть конвейера тянулась мимо, заканчивалась она далеко внизу, в стене небольшого цеха. За ним темнели развалы глиняного карьера, где стоял покосившийся эскаватор. Под ногами полоскалась на ветру воздушная паутина, сплошная белесая поверхность, затянувшая пространство между двумя зданиями. Я спросил, ну и что? «Перепрыгнуть бы отсюда на конвейер», — неуверенно сказал напарник. «Ты кенгуру, что ли? Он же далеко». «Ну, если разбежаться...» Я прикинул расстояние, отошел к углу крыши, залез на бордюр и пригляделся еще раз. «Метра на три ближе можно было бы попробовать, а так, во-первых, не допрыгнешь, во-вторых, даже если допрыгнешь, не сможешь уцепиться, свалишься с этой трубы квадратной. К тому же крыша высокая, падать далеко. Если бы наш цех пониже немного был, тогда еще туда-сюда, а так далеко слишком лететь». «Так что ж делать?» Никита волновался все сильнее. «Химик, ты какой-то спокойный слишком, заторможенный. Ты, кажется, ситуацию до сих пор не просекаешь. У нас жратвы почти не осталось, воды полфляги. За сегодня допьем да едим. А дальше что?» «Все я понимаю, пригоршня. Я спокоен, потому что бессмысленно из себя выходить». «Но мы умрем тут, Йо! Нет, ты сам посмотри! Если бы ты мог хоть ненадолго закрыть эту бездонную грохочущую пропасть, именуемую твоим ртом, я был бы тебе искренне благодарен, поморщившись, сказал я. Не шуми, мне все обдумать надо». Он сплюнул и пошел назад. «Давай тогда в будке еще глянем. Может, там все же как-то можно...» Возвращаясь, я опять посмотрел вниз. Шатуны бродили по двору между корпусами. Кто-то стоял неподвижно, кто-то копался в огороде. Из дверей кирпичного склада показались двое волочащие тушу. Я узнал обезглавленного кабана-мутанта. Шатуны тащили зверя с трудом. Вскоре к ним присоединилась еще одна сладкая парочка, и они втянули кабана в ворота банкировочного цеха. Когда я нашел в будку, Никита сидел на корточках возле пролома. «Ну что?» — я устроился рядом. Пол цеха, где огромоздилась гора обломков, был далеко. Напарник лег на живот и велел. «Придержи меня!» Я ухватил его ремень, он свесился по пояс, кряхтя, и загнулся. «Что ты видишь, сестрица Анна?» — спросил я. «Ни хрена не вижу. Ни лестницы пожарной, ни карниза». «Эй, что это? Вытаскивай меня!» Я потянул, и Никита выбрался обратно, громко сопя. «Что увидел?» «Ничего не увидел. Я услышал». «Ты что, не слышишь?» «Да ты сопишь, как паровоз!» «А-а, теперь слышу!» «Это вертушка!» Он бросился наружу, и я поспешил за ним. «Та же, что и ночью!» Когда с пистолетом в руках я вывалился из будки, вертолет был уже близко. Темный силуэт несся со стороны города. Черный крокодил — детище одного европейского консорциума. Я не слишком хорошо разбираюсь в военной технике, но напарник говорил, что эта машина напоминает К-50, черную акулу, и одновременно смахивает на АН-64Д, известный как Апач. Главное, что в этой модели от акулы — экипаж из одного человека. Длинная узкая машина казалась хищным мутантом, помесью ворона и птеродактиля. Фигуру пилота не разглядеть сквозь скошенный фонарь над носовым обтекателем. Лопасти рулевого винта асимметричные, вращаясь они напоминали размытую букву «Х». Никита как-то рассказывал, что знакомый всем громкий рокот создает в основном именно рулевой винт, и такая форма позволяет ослабить звук. К тому же, благодаря асимметричному винту, машину можно загружать в трюм транспортного самолета, не снимая лопасти. Из корпуса выступали тонкие штанги датчиков воздушных параметров. Над осью основного винта торчала металлическая тыква радиолокационной станции. «Должно быть, летчик заметил нас издалека. Вертолет не просто облетал территорию. Он несся к крыше, задрав хвостовую штангу». Мощные лопасти полосовали воздух, тускло поблескивали бронированные бока. Под каждым крылом висело по паре пилонов с штангами-направляющими. Между ними виднелись блоки «ПТУР» противотанковых ракет «Си-Игл-Модификат». А ближе к корпусу блестели на солнце толстенькие цилиндры пусковых установок неуправляемых ракет. Никита отпрыгнул в сторону, я упал на колено возле будки, вскинул «Файв-Севен» и выстрелил, хотя это было бессмысленно. Броня на кабине выдерживала попадание 20-мм снаряда. «Прячься!» — заорал напарник, позабыв уточнить, куда именно. В этот момент вертолет дал залп неуправляемыми ракетами. В вспышке, дробный грохот, мы метнулись в разные стороны от будки, свалились под парапетом. Я сощурился, чтобы не ослепило, и открыл рот, чтобы уменьшить нагрузку на барабанные перепонки. «Все, конец, сейчас нас по всей зоне разметает». Домовые шлейфы вспороли воздух. Одна ракета зацепила вершину будки, другие пронеслись низко над крышей, врезались в здание дальше. Цех содрогнулся, над ним вырос гриб бетонных осколков и дыма. Почему он пулемет не использует? Решил действовать наверняка ракетами. Так не вышло же. Я сжался, бросив пистолет, накрыл голову руками. Вокруг грохотали падающие обломки, мелкие камешки забарабанили по спине и затылку. Вертолет тенью мелькнул над нами. На мгновение скрыв солнце, хрустящий рокот прокатился тяжелой волной и схлынул. Черный крокодил пролетел дальше. Я вскочил, схватив файв-севен. Вместо будки зиял пролом. По другую сторону на ноги поднимался пригоршня. Он что-то прокричал, но я не расслышал. Сунув пистолет в кобуру, побежал вокруг дыры и вдруг увидел гранату. Напарник потерял, когда убегал от взрыва. На ходу подхватил ее и повесил на жилет. Никита был уже рядом. Разворачивается! Я и сам видел, вертушка описывала круглую дугу над карьером. Странно, что мы еще живы, ведь пилот явно на нас охотится. Маневренность у крокодилов отличная, но она снижается, если машина несет тяжелую боевую нагрузку. Полные контейнеры с нурсами, фугасную авиационную бомбу, блоки ПТУР и локационную станцию. Неужели пилот из-за этого не справился? Да нет, не может быть. Тогда почему он не попал? Вроде бы на крокодилах система наведения должна выдавать голографическую картинку прямо в шлем. Хотя летчик мог использовать обычный прицел. Или сетку не подсветил, или нарушились функции обеспечения наведения на цель. Или пилот лох. Это в высшей степени маловероятно. В пилоты военных вертолетов Олухов не берут. Но я не мог понять, почему он сразу не расстрелял нас из четырехствольного пулемета ГШГ-Ультра под обтекателем. Что бы там ни было, ему понадобилось несколько секунд, чтобы повернуть. Я в это время успел заглянуть в пролом. Спуститься было по-прежнему невозможно. И когда рокот усилился, побежал вслед за рванувшимся прочь напарникам. Когда до края крыши оставалось метров двадцать, Никита оглянулся и вдруг завопил, схватив меня за плечо. «Стоять!» Он дернул так, что я упал, и сам повалился рядом. «Ты что?» — заорал я, а он в ответ выкрикнул. «Не дергайся!» Мы оглянулись. Вертолет был уже над крышей. Должно быть, пилот не ожидал, что мы вдруг остановимся, и потому вновь не попал. Но во второй раз он воспользовался не ракетами в контейнерах, а иглой. Боевая мощность у нее такая, что ракета пробивает броню тяжелого танка. Если бы мы бежали дальше, она ударила бы в крышу у наших ног, и души двух отчаянных сталкеров воспарили бы к небесам, оставив бренные тела внизу. А так, с раздирающим уши ревом, игла пронеслась над нами. Ракета с кумулятивным зарядом и сверхтвердым сердечников, пробив в бетон, взорвалась. Сквозь грохот я не услышал крика напарника, но он вновь схватил меня, поднимая навстречу волне раскаленного воздуха. Игла долбанула крышу далеко впереди, метрах в пяти от края. Теперь фонтан осколков оказался не таким мощным, ведь там не было будки, лишь бетонная плоскость, в которую ракета вонзилась, как гвоздь в фанеру. Цех содрогнулся. Мы влетели в облако пыли и дыма, кашляя побежали сквозь него. Крыша накренилась, и я упал. Все зашаталось. Плохо понимая, что происходит, я попытался уползти назад, но провалился куда-то. Застучали, осыпаясь куски бетона, и часть здания обрушилась. Под нами образовалась наклонная крошащаяся поверхность. За краем ее, гораздо ближе, чем раньше, виднелась труба конвейера. Впереди крокодил разворачивался в опасной близости от соседнего цеха. У нас не было времени, чтобы толком разбежаться и оттолкнуться, поэтому важнее оказался вес, а не сила. Никита сильнее меня, но и куда тяжелее. Я прыгнул дальше. И упал грудью на трубу. Зубы лязгнули, выставленные вперед локти врезались в доски, из глаз посыпались искры. Мгновение я висел, потом стал соскальзывать, но успел забросить ногу и уселся верхом. Напарник, не долетев до конвейера какой-то метр, с ревом зашел на посадку по круглой глиссаде, хотя я бы назвал его траекторию не посадочной, а аварийной. Я начал съезжать, улегся, обхватив трубу руками и ногами, скосил глаза, ожидая, что увижу мертвое тело, распластанное на асфальте далеко внизу. Но там была паутина. Не знаю, из чего состоит эта странная аномалия. Волокна воздушной паутины прочные. Порвав верхние слои, Никита застрял. Забился, проваливаясь локтями и коленями, попытался встать, не смог и пополз. Вокруг качались слезы мрака, скользили по волокнам, будто десятки маленьких черных паучков, со всех сторон приближаясь к огромной жирной мухе. «Осторожно!» «Осторожно!» «Заорал я!» Вряд ли он расслышал. Вертолет как раз пронесся над нами. Пилот не мог предвидеть, что мы прыгнем, рассчитывал накрыть третьим залпом на крыше и не смог. Крокодил исчез за соседним цехом. Никита сумел встать и шел по паутине, как по хлипкому подвесному мостику, раскачиваясь, хватаясь за волокна, то и дело проваливаясь, лавируя между скользящими артефактами. Он задрал голову, увидел меня и тут же рванулся в сторону, когда одна из слез чуть не коснулась его. Впереди висела большая сфера, вроде той, что мы видели в башне. Она медленно ползла к напарнику. Я махнул ему, немного съехал и покрепче вцепился в доски. До верхнего конца конвейера недалеко, а до цеха, из которого он выходит, метров двадцать. Главное, там некуда спрятаться, даже если смогу съехать на заднице, упрусь в стену без окон. А вертолет сейчас разворачивается, чтобы вновь атаковать нас. И на этот раз пилот, если он не полный имбецил, поступит умнее, зависнет в стороне, нормально прицелится. Глубоко вздохнув, я вскочил и рванулся вверх по наклонной плоскости. Ребристые подошвы армейских ботинок почти не скользили по доскам, но квадратная труба шла под крутым углом, долго бежать невозможно. Сила земного тяготения вцепилась в меня и потянула вниз, с каждым мгновением все настойчивее. «Еще шаг, еще!» Рокот нарастал. «Еще, хоть немного, хоть пару метров, ну, давай же!» Я уже высоко, ветер свистит в ушах, вертолет налетает сбоку, но до конца конвейера осталось совсем немного. Скорострельный пулемет на носовой турели загрохотал, и в трубу ударили пули. Зазвенело стекло, затрещало дерево. Труба содрогнулась, и я упал и перевалился через край, взмахнув руками. Стенку возле плеча размолотил в труху. Оконная рама разлетелась щепками, пыльное стекло взорвалось. Повиснув, я отвернулся, чтобы осколки не попали в глаза. Очередь ушла вверх, и вертолет, ракочущий тенью, пронесся над головой. Пальцы заскользили. Я качнулся коленями, выбил остатки стекла и пролез внутрь, разорвав куртку. Узкое наклонное помещение, перекладины ступеней на дощатом полу, резиновая лента конвейера на валиках, местами порванная, лохматая. Пыльно, душно, тепло. Сквозь щели бьют косые желтые лучи. Равномерный хруст винтов звучал приглушенно. Стоя на четвереньках сбоку от конвейера, я поглядел вниз, потом вверх. До основания, то есть проема в стене цеха, куда погружался наклонный коридор, было далеко. К тому же там темно, не видно, есть ли выход или давно заколочен. До верхнего конца, метров десять, не больше. И все равно, зачем мне туда? Это же тупик. Куртка висела лохмотьями. Я снял ее и поднялся, горбись. Во весь рост не выпрямится, голова упрется в потолок. Рок от вертушки звучал на одной ноте, не стихал и не усиливался. Сквозь проломленное окно виднелась искореженная крыша цеха, где мы провели ночь, с дырой на месте будки. Под курткой на мне был жилет из крепкой черной кожи, с карманами и ремешками. Five-seven висел на своем месте, в кабуре на боку. Я завязал рукава куртки на поясе и повернулся, чтобы сбежать вниз, но тут рокот винтов усилился. Загрохотало, трассы очередей прошили трубу ниже меня. Полоса разрывов пошла вверх, взламывая стенку, и я рванулся прочь от нее. Одно за другим разлетались тусклые стекла, летели щепки, бронебойные пули на вылет пробивали дерево, за ними из дыр выстреливали пыльные столбики солнечного света. Я бежал, пригнувшись, а труба ходила ходуном, раскачивалась, меня бросало то на стенку, то на конвейер, полоса разрывов догоняла. Последняя пуля пронеслась у самой спины, и все смолкло. Вернее, смолк грохот ГШГ-Ультра и шипение быстро вращающегося четырехствольного пулеметного блока, но не рокот винтов. Он накатил волной, тень скользнула по трубе и вновь стало светлее. Я остановился у конца конвейера, посмотрел вниз, увидел дощетый колодец и далеко-далеко отверстие в крыше цеха. Рокот вновь стал громче, вертолет приближался. Растопырив руки и ноги, я спускался по душной трубе. Проникающие сквозь щели лучи расчертили ее тусклыми полосами. Несколько секунд назад крокодил пролетел надо мной без единого выстрела. Кажется, пилот не понимал, где я. Он мог подорвать всю постройку выстрелом ПТУР или залпом неуправляемых ракет, но почему-то не делал этого. То ли боезапас экономил, то ли тот вообще закончился. То ли был уверен, что промахнется. Какой-то бездарный пилот нам с Никитой попался. Создается впечатление, что не профессионал, и это единственное, что радовало в данной ситуации. Рокот почти смолк, вновь усилился и больше не менял тональности. Вертолет завис где-то неподалеку, но в трубе я не мог понять, где именно. Я цеплялся пальцами за щели, упирался каблуками в доски, соскальзывал, кряхтел и сопел, как забитый пылесос, кашлял от пыли. Когда преодолел половину расстояния, рокот стал тише. Неужели улетает? Посмотрел вниз. Труба немного шире темного отверстия в крыше. Там можно будет остановиться, приглядеться к тому, что внизу, и определить, стоит ли спускаться дальше, или лучше, выбив доски, пролезть на крышу цеха. Но действительность, как это часто бывает, быстро внесла коррективы в мои планы. Раздался громкий хлопок. Пилот запустил ПТУР. Взвыл реактивный двигатель, и я прыгнул вниз, скользя подошвами и ладонями по стенкам, всаживая занозы в кожу. Ракета врезалась в верхнюю часть трубы, где она соединялась с конвейером. Ко мне рванулся клуб огня. Я падал, едва касаясь стенок. Труба качнулась. Подошвы врезались в края квадратного отверстия. Я присел, расставив ноги, упираясь в бетон. Внизу было темное пространство, наверное, печка, куда падала глина с конвейера. Доски изгибались, лопались, стреляясь щепками. Труба кренилась. Огонь не добрался до меня, затух по дороге. Лишь волна жара лизнула голову. Подавшись вбок, я локтем врезал по остаткам фанеры, нырнул в отверстие и покатился по бетону. И вскочил, взмахнув руками, на краю тусклого свинцового озера, едва выделяющегося на сером бетоне. На краю аномалии под названием Зыбь. Я чуть не вступил в нее, а это не привело бы ни к чему хорошему. Отпрыгнул, развернулся. Труба наклонилась, как пизанская башня, которой надоело стоять, и она решила рухнуть на головы горожан. Так вот, что за аномалия создала светящиеся артефакты, мерцания которых мы разглядели ночью. Теперь я видел их вблизи. Мягкие влажные грибы, тонкие ножки, шляпки размером с кулак. Вертолет летел прямо на меня. Он мчался низко над крышей, носом вниз, почти цепляя бетон обтекателем. Винт полосовал воздух. Я рванул гранату с ремня, швырнул. Пролетев над краем размытого круга винта, она врезалась в радиолокационную станцию. Машинально подавшись назад, я провалился в зыбь. Взмахнул руками, схватился за что-то мягкое. Оно оторвалось, сморщилось под пальцами. Граната взорвалась, машину тряхнуло. Меня втянуло до пояса. Я пригнулся, вертолет пронесся над самой головой и врезался в аномалию. Мне дважды приходилось попадать в зыбь. Оба раза спасал напарник. Наверное, также чувствует себя лягушка, угодившая в банку сметаны. Молотишь руками и ногами повязкой субстанции, которой под действием аномалии стала обычная материя. Пытаешься выбраться, но зыбь не просто утягивает попавший в нее предмет в себя, она к тому же растет, и ты проваливаешься все глубже. Я погрузился в жидкий бетон по пояс, затем по грудь. Но вертолет опустился еще глубже. Кабина ушла в зыбь целиком, хвостовая штанга наклонно торчала в небо. Несущий винт тяжело вращался, взбалтывая аномалию все медленнее и медленнее. В любой миг зыбь могла застыть, вмуровав меня в бетон. Я рванулся к границе аномалии, понимая, что не успеваю. Она уже раскинулась чуть ли не на всю крышу. И тут ноги провалились. Они вынырнули из вязкой субстанции. Еще мгновение я колотил руками, не понимая, что происходит. Потом сообразил. Ну, конечно, ведь подо мной крыша, а не земля. Я нырнул. Кровосос, меня побери, никогда не думал, что доведется нырять в аномалию. Разжиженное вещество стало густеть, сдавливая тело. Вдохнув, я погрузился с головой и загнулся. Бетон твердел. Голова вырвалась из объятий зыби. Я увидел уходящую во все стороны серую плоскость и торчащий из нее нос вертолета. Внизу был железный мосток с низкими перилами. Дальше полотнище воздушной паутины. Еще ниже громады прессов и пол. Я разглядывал цех, высунувшись из потолка. Все правильно, ведь раньше эти аномалии попадались нам на поверхности земли, либо в подвалах. Какая у них средняя глубина? Метра полтора, иногда два. А толщина панелей, из которых сложена крыша? Я не знаю строительных спецификаций, но вряд ли они толще метра. Вот и получается, что глубина аномалии превысила толщину крыши. Зыбь почти застыла. Я двигался, как сквозь сливочное масло, слегка потаившее на солнце. В последнем рывке вывалился из аномалии, рухнул на мосток. Часть утопленных в потолок ржавых крепежных штанг сломалась от удара, и мосток накренился. Я упал на живот, в груди ёкнуло. Рукоять торчащего из кобуры пистолета, звякнуло прутья. В щелях между ними виднялась протянувшаяся по всему цеху воздушная паутина и пол под нею. Там бродили шатуны. Почему так сжёк левую руку, будто за крапиву схватился? Я скосил глаза, пальцы сжимали какую-то округлую белесую штуковину. Что это за... И тут же понял шляпка гриба, то есть верхушка артефакта зыби. Когда меня затянуло, я машинально ухватился за гриб, будто попавший в топ человек за растущий рядом куст, и сорвал энергетическое ядро артефакта. Бросив его, я оглядел ладонь, кожа покраснела. Не хватало ещё обжечься или подцепить какую-нибудь аномальную болячку. Впрочем, сжение сразу уменьшилось. Артефакт упал на краю мостка, закачался на покатой спинке. В центре разовела сморщенная выпуклость, похожая на большую бородавку. Вокруг лоснящейся поверхности были пупырчатые круги, будто мелкая сыпь. Другой бы, наверное, оставил эту штуку в покое, отполз от неё побыстрее, но я так не могу. Артефакты, аномалии, всякая мутировавшая растительность вроде волчьей лозы и зеленухи, моя страсть. Шляпка гриба притягивала взгляд как магнит. Сколько мы с напарником гадали, какие артефакты производит дзыпь, и почему они ни разу не попадались нам на глаза, а тут вот оно, рядом, только руку протяни. Хрустнула ещё одна из штанг, протянувшийся под потолком огромного цеха мосток, со скрипом просел. Гриб качнулся и застыл на самом краю между прутьями ограды. У меня внутри всё оборвалось. Пол тоже из арматуры, но там щели узкие, а вот сквозь ржавый заборчик артефакт может выпасть. Куртка всё ещё обматывала пояс. Сорвав её, я вытащил из заднего кармана свёрток, сорвал промасленную бумагу, отбросил, на ладони остался зеленоватый мягкий комок листьев зеленухи. Это одно из аномальных растений зоны, наподобие волчьей лозы, лохматой лианы или дерева кукловода. Мосток вновь просел, артефакт качнулся между прутьями, но я уже накрыл его ладонью, на которой лежали широкие круглые листья, как бабочку с очком. Прижал, потянул к себе, осторожно завернул в листья, потом отстегнул от ремня небольшой контейнер, открыл крышку. Фиксатор там был сломан, крышка болталась, но, хотя я и завернул артефакт в зеленуху, все равно лучше таскать его в контейнере, чем просто в кармане. Поднявшись на четвереньки, я огляделся. Корпус вертолета, торчащий из бетонного потолка, выглядел дико, нелепо, от такой картины могла закружиться голова. Висел он недалеко от мостка, я хорошо видел боковой обтекатель, выдвинутую до предела посадочную фару, турель с ГШГ-Ультра и тупоносую ФАП-100 на пилоне под крылом, стокилограммовую фугасную авиационную бомбу с длинным стабилизатором на конце. То, что она висела под крылом, а не на брюхе, означало, что таких бомб две. Под мостком колыхалась паутина, украшенная слезами мрака двух видов, большими синими и маленькими черными. Синие висели неподвижно, черные медленно перемещались. С одной стороны мост заканчивался квадратной площадкой, метрах в пяти под ней протянулся еще один мосток, ведущий к бетонному выступу у стены, от которого к полу шла лестница. Я лег на живот и поглядел между прутьями. Внизу находилось гнездо шатунов. Воздушная паутина обматывала два огромных пресса для штамповки кирпичей, в некоторых местах нитей было так много, что они напоминали мутно-белую пленку. Под стеной среди белесых лохмотьев висели в ряд лиловые вытянутые груши, они дышали, разбухая и опадая. Что-то было внутри них, какие-то изогнутые зародыши размером с пятилетнего ребенка. Может, или полтергейст или еще кто? Что, в конце концов, мы знаем о том, как размножаются те же контролеры или кровососы? Кажется, никто никогда не видел самку контролера. В дальнем углу цеха, возле приоткрытых ворот, в полу было круглое отверстие, из которого торчали изогнутые серые зубья длиною несколько метров каждый. Они почти сходились узкими зазубренными концами, образуя подобие конуса. Мне показалось, зубья едва заметно подергиваются. Из дыры снизу лился приглушенный свет. Сквозь самую широкую прореху между двумя зубьями туда один за другим уходили шатуны. Сверху мне казалось, что они бродят по залу беспорядочно, бесцельно, и все же в их перемещениях был какой-то непонятный ритм. Раздался скрип, и мосток просел сильнее. Пора валить отсюда, а то обрушусь вместе с ним в паутину. На моих глазах две штанги медленно выходили из креплений в потолке, струйки ржавчины сыпались с них. Я пилот жив. Мосток скрипел, кренился все сильнее. Пулемет качнулся, донесся натужный скрип, поврежденный при падении турели, и стволы завращались. Черт, черт, он направлен в ту сторону, куда я собрался бежать. Пилот начнет стрелять, как только я окажусь на линии огня. Я вгляделся в черное бронестекло фонаря. Показалось, что я смутно вижу за ним раскоряченную на ремнях в кресле фигуру, голову в шлеме и руки, хотя, скорее всего, это была лишь игра воображения. Протяжно заскрипев, мост рывком опустился на полметра. Я едва не полетел с него и вцепился в перила. Штанги медленно выходили из потолка, следом летел крошащийся бетон. Сейчас мосток упадет, а мне некуда деться с него, единственный путь к отступлению перекрыт пулеметом. Подняв Five-Seven, я выпустил две пули в середину фонаря, хотя понимал, что это бессмысленно. Они срикошетили, одна лязгнула о перила, другая взвизгнула над ухом. На броне даже царапин не осталось, а мост еще просел. Удерживаться на нем стало совсем трудно, подошвы скользили. Убрав пистолет в кобуру, я схватился за ограждение. Что делать? Сейчас он упадет, но я не повисну в паутине, как Никита. Этот помост, сплошное железо, наверняка порвет ее. С лязгом предпоследняя штанга выскочила из отверстия. Мой взгляд уперся в турель. Стволы больше не вращались. Что это значит? ГШГ не будет стрелять, если ствольный блок не крутится. Там что-то сломалось. Времени больше не было. Я рванулся по наклонной поверхности, съезжая, перебирая руками по ограждению, царапая ладони ржавый металл. Мосток содрогался, как в замедленной съемке я видел выходящую из потолка последнюю штангу. Дверца кабины раскрылась, показался пилот с кедром в руках и сразу открыл огонь. Пули врезались в мосток и это его добило. Отломившийся от последней штанги он полетел вниз. Перескочив через перила, я боком свалился на нижний помост. Правую руку пронзила боль, я выхватил пистолет левой. Странный какой-то пилот, из-под шлема торчат длинные волосы, одет в меха. Он уперся локтями в край проема, кедр, небольшой пистолет-пулемет со складным прикладом болтался на ремне с тянувшим запястье. Голова в шлеме свесилась. Мне даже показалось, что пилот мертв, но он вдруг рывком подался обратно в кабину. Я начал стрелять, он тоже. Но между нашими выстрелами была одна существенная разница. Я открыл огонь из пистолета, а пилот дал залп ракетами. Три домовых шлейфа прочертили воздух над площадкой, ракеты пробили слои паутины и врезались в дальнюю стену цеха возле приоткрытых ворот. Трещина зигзагами побежала вверх, расширяясь, повернула и замкнулась в кольцо. Наружу выпал здоровенный кусок бетона, в цех полился дневной свет, потолок просел. Я лежал оглушенный, корчась от боли в ушах, прижимая к ним ладони, из носа текла кровь. Пилота в кабине защищают броня и шлемофон, а я попал под мощнейший акустический удар. Находиться поблизости от стреляющего ракетами вратолета, да еще и в помещении, опасно для жизни. Из-за контузии я оглох, в голове пульсировала боль, сердце глухо стучало. Помотав головой, встал на четвереньки, рукавом вытер кровь с лица сплюнул. Увидел лежащий рядом пистолет, потянулся к нему, но тут все поплыло, и я упал. Зажмурился, открыл глаза, взяв пистолет, опять приподнялся. Пилот в кабине зашевелился, и я дважды выстрелил. Из проема раскрытой дверцы выскользнул и полетел вниз кедр. Провожая его взглядом, я увидел, как обвалившийся мосток порвал лишь верхние слои паутины и повис наискось, одним концом почти касаясь пола. Паутина ходила волнами, слезы мрака раскачивались, иногда отрывались от нитей, падали на далекий пол и лопались, пуская фонтанчики черного ничто. На моих глазах один артефакт свалился на голову шатуна, залил его кислотным мраком, фигура начала оплывать, как свеча, укорачиваться, ноги без торса стояли еще несколько секунд, потом упали. Пистолет-пулемет ударился о край мостка и отскочил в прореху между нитями. Краем глаза я заметил движение сбоку, повернул голову, из ворот смутно видимых на другом конце цеха появились люди. Двигались они совсем иначе, чем шатуны. Уши болели, из носа все еще бежала кровь, в голове гудела. Я встал, широко расставил ноги, шатаясь, сделал шаг к бетонной площадке у стены, поглядел вверх. Что он там делает опять? Я же его пристрелил. Эй, пилот, ты почему двигаешься? Неуверенно, медленно я поднял пистолет, дрожащий рукой. Люди внизу бежали, расталкивая неповоротливых шатунов. Совсем мало у меня патронов осталось. Возле кресла красный рычаг, пилот пытается за него потянуть. Что это за рычаг? В голове немного прояснилось, хотя глухота не прошла, и я по-прежнему ничего не слышал. Какой-то, наверное, тугой рычаг ему попался. Не может сдвинуть бедняга. Все потому, что я его ранил, причем смертельно. И все же, что за рычаг? Почему пилот так настойчиво тянет его? Я посмотрел ниже на крыло черного крокодила, и в этот миг, будто двумя ударами молотка из моих ушей выбили затычки, какими закрывают отверстия в бочках с вином. Множество звуков ворвалось в голову. Красный рычаг! Упав на колено, я выстрелил, промахнулся, еще раз, попал ему в грудь, но за эту секунду пилот таки сумел сдвинуть рычаг, и фугасная авиационная бомба калибром сто килограммов сорвалась с крыла вертолета. Лопнул кронштейн, и она полетела, разворачиваясь стабилизатором кверху, рухнула в паутину, как чугунная гиря в воду. Фаб проскользнула между нитями, едва потревожив их. Я вскочил и побежал, и почти достиг бетонной площадки, когда внизу рвануло. Грохоча, куски бетона посыпались вокруг. Площадка дрожала, как студень на вибростенде. Несколько секунд мне казалось, что здание не выдержит, развалится. По всему цеху паутина ходила волнами, что-то сыпалось с потолка, один из прессов вдруг с тяжелым скрипом накренился, лязгнув, уперся в бок другого, да так и застыл. Теперь они напоминали двух пьяниц, поддерживающих друг друга. Когда все закончилось, я встал на ноги. В центре цеха зиял пролом, из него лился тот же чужеродный свет, что и сквозь дыру между изогнутыми зубьями. Я зашагал к лестнице, покачивая Five-Seven'ом в правой руке. Патронов в магазине осталось пять, может, шесть, не больше. Вокруг пролома валялись тела шатунов, живые двойники бесцельно бродили вокруг. Я поднял голову. Вертолет все так же нелепо торчал из потолка далеко вверху. Из глаз текли слезы, следствие контузии. Я пока ничего не мог с этим поделать. Сколько ни вытирал их, они набегали вновь. Сквозь гул в голове донесся топот ног. Я только успел встать на верхнюю ступень лестницы, когда внизу появились четверо мужчин. У всех кедры, одеты в военные комбинезоны, увешаны связками трав, бородатые, поплатые, на одном поверх комбеза меховая жилетка, на втором вместо привычных черных ботинок унты. Это была гремучая помесь десантника, эскимоса и индейца. Почему-то при виде их в голове возникло слово лешие. Подняв оружие, они побежали по лестнице. Я присел на верхней ступеньке, сжимая 5-7 обеими руками, выстрелил. Бельгийская фабрик националь это вам не бобруйский макаронный завод имени Лукашенко третьего, это фирма. НП-90 здорово подсобили нам с напарником. 5-7 специально создан под особый боеприпас, чтобы добиться большой мощности от компактного оружия. К примеру, обычный бронежилет средней защиты от него не спасет. К тому же стрелял я не в грудь или живот. Пуля прошила голову на вылет и ушла куда-то дальше, прихватив для компании затылочную кость. Прежде чем человек свалился на ступени, я перевел пистолет левее, выстрелил еще раз, но второй леший успел немного отклониться, и ухо его взорвалось как помидор, по которому врезали молотком. Я упал на спину, пули кедров задолбили по ступеням. Перевернувшись, я выстрелил перед собой пистолет, выглянул. Трое леших бежали по лестнице, расходясь веером. Я поймал одну фигуру в прицел, вдавил спусковой крючок. Она опрокинулась, как мишень в тире. Через мгновение пули чуть не снесли мне верхушку черепа, пришлось распластаться на бетоне, прижавшись к нему щекой. Все же я успел заметить, что двое оставшихся в живых тоже залегли. Очередь смолкла, но я не пытался поднять голову, понимая, что они только этого и ждут. Лешие успели преодолеть примерно треть лестницы. Я лежал вверху. Вроде бы преимущество у меня, но на самом деле так только кажется. Сейчас они, прикрывая друг друга, начнут подниматься на корточках, готовые выстрелить, как только я покажусь. К тому же патронов у меня совсем мало. Я отполз на пару метров и только тогда рискнул приподнять голову. Куда теперь? Сзади глухая стена, по бокам ржавое ограждение, до пола метров пять. Если выскочить на мосток, по которому попал сюда, лешие расстреляют меня сквозь перила. Да и не ведет он никуда, обрывается над цехом, буду там как на ладони. Встав на одно колено, я поднял пистолет. Как только чья-нибудь голова появится над лестницей, сразу выстрелю. Это они понимают, как и то, что мне отсюда некуда деваться. С мягким стуком на площадку упала граната, и тут же на другом краю вторая. Я не сразу врубился, что это, очень уж необычным показался звук. Гранаты были обмотаны тряпками. Мгновение я опялился на ту, что прилетело первой, потом метнулся к краю площадки и нырнул головой вперед между штангами ограждения. Гранаты взорвались, а я повис на одной руке, сжимая перекладину арматуру. Взгляду открылся весь цех. От ворот в мою сторону бежал Никита, полуобернувшись на ходу короткими очередями стрелял из Калашникова. В воротах мелькали силуэты леших. Двое поднимались по лестнице, подняв кедры на высоту головы, чтобы как можно раньше открыть огонь, если я окажусь жив после взрыва гранат. Они заметили меня, когда я вскинул пистолет, два ствола дернулись. Остроконечная пуля пробила бок одного лешего, сбросила на нижние ступени, второй начал стрелять, но я уже разжал пальцы. Пули взвизгнули над головой, заколотили по ограждению. Падая, я выстрелил еще раз, сгруппировался, но это мало что дало, бетонный пол рванулся навстречу и врезался в меня. Все же я сумел не удариться головой и перекатиться, но на большее меня не хватило. Ребра хрустнули, екнуло сердце, я растянулся на бетоне, выпустив пистолет. Толчок выбил воздух из груди. Цех закачался, пошел волнами, я разинул рот, пытаясь вдохнуть, ко мне кто-то бежал. Скрипя зубами, я потянулся к пистолету, приподнялся и упал, так и не сумев взять его. Леший встал надо мной, поднял оружие с разложенным прикладом к плечу. За ним возник другой, но тут же исчез. Мои пальцы нашли прохладную рукоять Five-Seven'а. Почему-то он оказался очень тяжелым, будто весил целый пуд. Позади Лешего выросло что-то большое, раздался выстрел. Мир на мгновение померк и возник вновь. Теперь я видел окружающие четче. Рядом лежало тело в мехах, дальше ехал большой желтый электрокар с торчащими вперед острыми погрузочными лапами, в кабине сидел пригоршня. Перед каром бежал лохматый длинноволосый мужик, Никита уже почти нагнал его. Беглец глянулся, поднял пистолет-пулемет одной рукой, собираясь почти в упор расстрелять напарника. Тот крутанул баранку, погрузчик вильнул, и лапа ударила Лешего в поясницу. Лохматый упал, взмахнув руками. Кедр взлетел по дуге через панель управления прямо в открытую кабину. Электрокар качнулся, переехав тело, напарник повернул руль, тормозя. Садись! На ходу я заскочил в кар и повалился на жесткое сидение. Пошарив руками по полу, схватил кедр. Мы оглянулись. Шатуны шли к нам со всех сторон через развороченный взрывами цех. Со стороны ворот в обход пролома оставшегося после взрыва фугасной бомбы бежали лешие. На панели перед прыгышней было три коротких рычага, овальный руль, внизу пара педалей. Напарник выжил одну, погрузчик стал набирать ход, дребезжая лязгая. «Очухался!» крикнул Никита мне в ухо. «Стреляй по ним!» Морщись от боли в затылке, я встал коленями на сиденье, поднял кедр. И только теперь увидел, что машина работает от артефакта. Мысль о том, с чего эта электрокар до сих пор ездит, посетила меня несколько секунд назад. На такие погрузчики обычно вешают тяговые аккумуляторные батареи. Электролит должен был давным-давно прийти в негодность. Теперь я увидел, на месте батареи лежал буро-зеленый бублик, состоящий из гниющих остатков растительности, листьев и мелких стеблей, сжатых какой-то силой. От изломанных клемм тянулись провода и погружались в незнакомый артефакт. Погрузчик дергался, прицелиться было невозможно, поэтому я дал длинную очередь, пустив пули горизонтальным веером. Двое преследователей упали. Никита крикнул «Осторожно!» Я повернулся. Впереди была задняя стена цеха, в ней проем, заколоченный досками и фанерой. Перед каром выскочил леший с гранатометом на плече. Навалившись на руль, пригоршня локтем врезал по одному из рычагов. Кар качнулся, мои колени соскользнули с сидения. Я чуть не вывалился наружу, выпустил кедр, он упал куда-то на заднюю часть машины. Погрузочная вилка поползла вверх по длинным вертикальным направляющим и конец одной лапы врезался в живот лешего. Не пробил тело насквозь, но разворотил брюхо. Гранатометчик повис, согнувшись, обхватив лапу руками. Оружие улетело в сторону, ноги оторвались от земли, выпученные глаза уставились на нас. Пальцы заскребли по ржавому металлу, вилка все еще поднималась, и я увидел рукоять ТТ, торчащую из-за поясного ремня. Сжимая лапу одной рукой, леший схватился за пистолет. Погрузчик врезался в закрывающий проем доски, проломил их и выкатился из цеха. Напарник крикнул «Руль держи!» Карр понесся по двору, петляя между поддонами и кирпичом. Вокруг бродили шатуны, справа высела стена цеха, впереди была сеточная града, в ней пролом. «Руль!» Я подался вбок, вцепился в баранку. Леший все еще висел на лапе, закрывая обзор, дергался, пытался достать пистолет из-за пояса. Я крутанул руль влево, потом вправо, лавируя между поддонами. Мимо замелькали фигуры. Леший наконец достал оружие. Никита перелез через панель, ухватившись за штангу, перескочил на вилку. Выпрямился, балансируя, опустил руку с зиганом, сверху вниз трижды выстрелил Лешему в голову. Широко расставил руки, шагнул в грудь, сбросил труп под колеса. Развернулся, чтобы прыгнуть обратно, но не успел. Увидев пролом в ограде прямо перед нами, я заорал «Берегись!» Колесо наехало на упавшего шатуна, погрузчик качнулся, напарник провалился между лапами, но сумел схватиться и повис. Но с машины приподнялся, мы вкатились на земляной горб, по которому шла ограда. Вилка качнулась вверх, потом вниз. Я уперся руками в панель, чтобы не вылететь из кабины. За оградой был крутой склон, дальше улицы, крыши домов, асфальт и земля, дворики, гаражи. И нигде ни одного человека, никаких признаков жизни, лишь поблескивают пятна электр и жарок, крутятся полевые вихри каруселей, да в стороне на другом конце города плещется на высоком флагштоке рваный флаг. Перевалив через бугор, электрокар проехал сквозь пролом и понесся по склону. Глава восьмая Встреча После контузии ломило виски, тошнило, тряслись руки. Голос напарника едва доносился сквозь гул в голове. А ты говорил автомат оставить, он нам жизнь спас. Если б ты его из-под той башни не полез доставать, мы б на крыше не застряли, и с вертолета бы нас не засекли, и все равно могли бы заметить, возразил пригоршня, поворачивая руль. На шатунов бы натолкнулись в конце концов. А ты понял вообще, что это за красавцы были? Эти, мохнатые, с кедрами. Мы ехали между домами-развалюхами. Кирпичный завод остался далеко позади, нас не преследовали, но на открытом месте все равно было неуютно, и Никита вел погрузчик по самому краю улицы, чтобы в случае чего спрыгнуть и нырнуть в ближайшее здание. Лучше бросить кар этот, сказал я. Тарахтит громко и вообще заметный. А те, лешие, не знаю, странные какие-то, но не военные точно, хотя и в одинаковых комбезах. Лешие, говоришь? О, да, похоже. Видел, они обвешаны какой-то ерундой, иглами всякими. Видел, наверное, они из группировки, обосновавшейся в этом городе. Только непонятная группировка. А может, из этих? Из порубежников? Ну, из последнего рубежа, слышал? Редкостные хмыри. Я сказал, когда мы по тому склону неслись, я далеко слева флаг приметил на краю города. Там здания одинаковые, были похожи на бараки. Короче, по-моему, военная база бывшая или училище. Так вот, эта группировка или кто они там, наверняка на той базе обосновались. И еще напарничек. Выходит, они шатунов защищают. Понимаешь? Никита кивнул и повернул баранку, объезжая ржавый остров Волги. Да, вертолет явно патрулировал, согласился он. То есть, будем говорить, совершал регулярные облеты завода. Что бы, значит, шатунов никто не обижал. Пилот, как заметил нас, атаковал, да к тому же подмогу вызвал. Странное дело, кому это надо и для чего шатунов защищать. И еще, химик, монолитовцев помнишь? Сообразил наконец, спросил я, морщась и массируя виски. Ну, говорил же, если ружье висит, значит, должно выстрелить. Если монолитовцы вдруг от нас отстали тогда, не захотели в город этот въезжать, значит, неспроста. И что получается? Получается, они из-за этой группировки сюда и не захотели въезжать. Побоялись. То-то и оно. Только все же не похожи эти лешие на обычную сталкерскую кодлу. Слишком уж одеты одинаково. Да и двигались так, я же видел. Профессионально слишком. Четко. Ну, пилот явно не профессионал был, возразил я. Иначе он бы нас с вертушки быстро на чебуреки покрошил, а не мотался туда-сюда. И потом, кто говорит про обычную? Явно она необычная. А сигнал тот сос, из-за которого мы сюда приехали. Может, его лешие и дают, чтобы честных сталкеров приманивать и мочить их тут почем зря. Хотя зачем? Тормози! Я схватился за руль. Вижу, вижу, не мельтеши. Впереди улица пересекалась с бульваром. Деревья, сломанные скамеечки, разросшиеся кусты. Никита остановил кар. Мы вышли, рассматривая аномалии перед перекрестком. «Че это они высыпали?» проворчал напарник. «Выборы скоро, что ли?» Морщись от головной боли, я распустил ремень, сложил приклад кедра и повесил его за спину. Аномалии расположились извилистой полосой, перекрывая улицу. Ближе к домам клубился голубоватый туман, там посверкивали молнии двух электр. Я удивленно прищурился. Иногда молния из одной аномалии перетекала в другую по широкой дуге. Они обменивались энергией. По высокой дуге, потому что на середине между электрами притаилась прозрачная пустота, область неестественно хрустально чистого воздуха. Мясоворот очень редкая аномалия. Давненько я их не видел, заметил Никита. Меня вдруг затошнило сильнее. Я отошел в сторону, уперевшись ладонями в стену возле окна с выбитым стеклом. Нагнулся. Ты чего? спросил напарник. Я не ответил. Постояв с минуту, отошел назад, вытер рот тыльной стороной ладони, поднял голову и спросил. Видишь? Ага, откликнулся Никита. На углу стоял трехэтажный дом без крыши и верхней части стены. На кирпичной кладке висели гроздья артефактов. У-у-у, бенгальские огни, обрадовался напарник. Вон, искрят. Из окна того можно достать. Их электры создали. Ни вспышки, ни лунного света нет, а бенгалы есть. Надо их взять, Андрюха. От них себя лучше чувствовать начинаешь. Тебе это сейчас не помешает. Бенгальские огни мышечный тонус повышают, проворчал я, не оборачиваясь. Причем совсем слабо. Зачем они мне? Ты лучше погляди, там улитки висят. Редкая штука. Ага, висят. Странно. Че странного? Это артефакты слизистого пузыря. А сам пузырь я что-то не вижу. Так он мог рассосаться, пояснил напарник. Электры с мясоворотом остались, а он исчез уже. Так бывает. Бывает, согласился я. Ладно, надо снять их, хотя бы часть. Зачем? Ты что, не видишь, что со мной? Ну, зеленый ты. Зеленый, меня контузило, Никита. Я ж тебе рассказывал, вертушка в крышу провалилась, взыбь то есть, а потом выстрелила, а я рядом был, меня оглушило. Хорошо перепонки не лопнули. Голова до сих пор вроде золой набита. А улитки знаешь, как действуют? Знаю, знаю, ты мне сам и показывал. Ну вот, значит, они мне нужны. Доставай трофеи, делиться будем. Постоянно оглядываясь, контролируя улицу и перекресток, мы встали с двух сторон от Каара, положили оружие на сидение и стали разбираться с ним. В магазине кедра осталось одиннадцать патронов, в зигане напарника три, в файв севене пять, АКМ был пуст. Вдвоем нельзя подниматься, надо кому-то за улицей следить, сказал Никита. Ясное дело, ты здесь стой, только нож еще мне дай. А твой басурманин где? На крыше оставил, когда от вертолета бегали. Напарник не без сожаления отдал мне стелец с рукоятью кастетом, которым гордился будто сыном отличником из литого аносовского буната с антибликовым покрытием и ножны к нему. Так, ладно, сказал он, попятился и задрал голову. Значит, я на первом этаже внутри встану и в окошко это буду осторожно выглядывать. Как раз погрузчик его сейчас прикрывает. Я все вижу, а меня трудно заметить. А ты наверх, только осторожно и быстро. Улитки возьмешь, на башку нацепишь, сразу назад. Ладно, не копти копченого, проворчал я. Сквозь пролом мы вошли в здание. Пол усеивала всякая дрянь, осколки и мусор хрустели под каблуками. На второй этаж вела широкая лестница, из оконных проемов лился свет. Светло, тепло, тихо. Напарник шагнул к окну, присел на колченогую тумбочку и положил оружие на подоконник. Быстро давай, повторил он, пока опять вертолет какой-нибудь не объявился. Сжимая в одной руке нож, в другой пистолет, я поднялся по лестнице. На втором этаже ничего интересного не оказалось, завалы мусора да лоскуты обоев на стенах. С площадки я увидел два коридора и часть кухни. Там на боку лежала газовая плита с вывороченными конфорками. Осколки стекла, деревяшки и всякие железяки хрустили подребристыми подошвами. Внутри разрушенного дома стояла ясная весенняя тишина, но я не расслаблялся и оружие не опускал. Когда стал подниматься на третий этаж, сверху донеслись ритмичные удары. Стало ясно, они звучали и раньше, но треск мусора под ногами мешал услышать их. Сделав несколько шагов, я остановился. Глухой, размеренный звук, будто кто-то выколачивает пыль. Причем занимались этим старушка или ребенок, удары были слабые. Вроде никакая аномалия такие звуки не порождает. Я присел, подняв пистолет, на корточках подобрался к перилам, глянул между пролетами. Серый потолок над лестницей был близко. Посмотрел вниз, собрался было окликнуть пригоршню, но передумал. Звук не смолкал. Ладно, хватит медлить, в любой момент могут опять эти лешие появиться. Выпрямившись, я взбежал на верхний этаж с пистолетом на изготовку. Здесь было еще светлее, потолок оставался только над лестницей, дальше половина крыши провалилась. Упавшая гипсовая перегородка, сломав трюмо, лежала на обломках как трамплин. Верхняя ее часть мешала мне увидеть весь этаж. Высоко над проломом плыли облака, в помещение задувал ветер, шелестел обрывками обоев. Глухой ритмичный звук стал громче. Рукоять ножа удобно лежала в руке, дуги кастета облегали пальцы. Если кто появится, так врежу, что зубы через затылок вылетят. Ну и про пистолет не забуду, конечно. Пригибаясь, я пошел вдоль нижнего края перегородки. Выяснилось, что обойти ее не удастся. С одной стороны она упиралась в несущую стену здания, с другой громоздилась куча искореженных паркетин. Залезть по ним можно, но скрипу и треску будет на весь квартал. Я шагнул на перегородку, присел и на корточках стал подбираться к верхнему краю. Постепенно все большая часть помещения открывалась взгляду. А потом я увидел голову. Волосы на ней частично вылезли, нос провалился, щеки запали, между серыми губами не было зубов, лишь синеватые десны. Облаченную в полуистлевшую военную форму, зомби сидел между окнами под дальней стеной. Он не заметил меня, и я уселся на краю трамплина, свесив ноги. И порадовался, что еще могу сделать это, свесить куда-нибудь ноги, поболтать ими, к примеру, в воздухе или постучать друг о друга. Потому что зомби ничего такого сделать больше не мог. Его нижние конечности были перебиты, раздроблены так, что и взглянуть страшно. Он медленно поднимал кулаки и с глухим стуком ударял ими о пол. Размеренно, неторопливо, с какой-то обреченностью, даже тоской. Рядом валялся сломанный кедр, не зная, что надо делать с оружием, чтобы у него согнулся ствол. Наверное, швырнуть обетонную стену с нечеловеческой силой. Я огляделся и понял, как это произошло. В углу притаился небольшой мясоворот. Не замечая меня, зомби вновь и вновь бил кулаками по полу. Я слез с перегородки, сделал несколько осторожных шагов. Встал так, чтобы видеть его и аномалию. Голова болела невероятно, каждый шаг отдавался острой пульсации в темени. А сильный зомбак. Мясоворот его, выходит, схватил, начал выжимать, как хозяйка мокрое белье. Ноги переломал, но в ядро свое, где самый центр гравитационной турбуленции, затянуть не смог, жертва вырвалась. Посматривая на зомби, я подступил к окну. Зомби стучал кулаками, иногда поскрипывали обломки под перегородкой, а больше ничего не слышно. Пригоршня тревоги не подымает, но это еще ничего не значит, внизу него обзор не такой большой. Я сунул стилет в ножны, сжал 5-7 обеими руками и резко повернулся, выставив ствол наружу, повел влево-вправо. От быстрого движения будто молотком стукнули по затылку, я даже негромко застонал, но и тряхнуло меня тогда в цехе, ни разу в жизни так башка не болела. На улице было пусто. Я высунулся дальше, оперевшийся подоконник, глянул вниз, гроздь улиток мерцала в метре под окном, ниже поблескивали молнии аномалий, левее стоял кар и виднелся ствол торчащего из окна автомата. Я шикнул, «Пригоршня!» «А?» донеслось снизу. «Тут зомбак, но не опасный. Скоро спущусь!» «Как это зомбак и не опасный?» спросил он после паузы. «Старайся меньше на солнце бывать, дружище. Перегреваешься быстро!» Ему мясоворот ноги сломал, пояснил я. Он в транс впал. «Знаешь ведь, иногда бывает с ними!» «Так там еще и мясоворот! Сейчас я к тебе поднимусь, обожди!» «Нет, там сиди!» повысил я голос. «Сторожи!» «Не нужен ты здесь!» Выпрямившись, я полез в кожаный чехольчик на ремне, а снизу донеслось. «Химик!» «Ну?» спросил я вновь, нагибаясь. Перед глазами поплыли сиреневые круги, и я выпрямился. Так голова меньше кружилась. «Этот дом угловой ведь, как раз на перекрестке стоит, правильно?» «Да. А в другой стене окна есть к той, что к бульвару обращена?» «Есть одно?» «Слушай, выгляни, а!» «Все там тихо!» «Ты услышал что-то?» «Да вроде!» «Толи почудилось, то ли и вправду что-то там происходит!» «Не могу понять!» «Мне отсюда не видно, потому что внизу та часть дома завалена, до окон не добраться!» «А наружу выходить не хочется, пока ты не спустился!» «Наружу не выходи!» «Согласился я!» «Стой на месте!» «Я сейчас!» Зомби по-прежнему не замечал меня, стучал, пялись в стену перед собой. Я прошел мимо, шаркая ногами, как старик. Казалось, сейчас голова свалится с плеч и потрескавшимся чугунным шаром тяжело покатиться по полу. Третье окно находилось метрах в семи от мясворота. Нормально, на таком расстоянии аномалия меня не зацепит, тем более это слабое, раз зомби сумел из нее вырваться. В окне был бульвар, за ним площадь. На краю ее стояло большое здание, одна стена которого была стеклянной. Рядом несколько ржавых автобусов, вверху здоровенные покосившиеся буквы «Слава УДУ». В центре площади выселся памятник Ленину, губы его кто-то вымазал красной краской, отчего вид у вождя мирового пролетриата был кокетливый и неприличный. И никого там не было, даже птиц. Стоило чуть наклонить голову, как мозги вскипали от боли. Прижав к колбу ладонь и стараясь двигаться плавно, без резких движений, я вернулся, сказал в окно. Там площадь с автовокзалом, на ней пусто. Слышишь? Ага, донеслось снизу. На этой стороне тоже тихо. Ладно, давай быстрее. Я огляделся в поисках подходящей тряпки, ничего не нашел и присел на корточке неподалеку от зомби. Он, наконец, перестал стучать, застыл, уставившись в стену. Паркет вокруг его кулаков потрескался. От зомби ощутимо несло гнилью и кислятиной. Патронов мало, а то бы я давно пару-тройку в башку ему засадил, и тогда это вонючее порождение зоны стало бы совсем не опасным. Но нельзя, надо экономить боеприпасы. Я положил 5-7 рядом, так, чтобы схватить и сходу выстрелить, если зомбак вдруг воспрянет духом. Достал из кармана зиппу и маленький плоский бензиновый баллончик к ней. Зажигалку, покрутив в пальцах, сунул обратно, баллончик положил возле пистолета, вытащил стилет и внимательно поглядел на монстра. Он меня не замечал. Надо бы тебя пристрелить, обаятельный мой, да сентиментальность не позволяет, а еще больше жадность, патронов мало. Быстро схватив его за рукав, я полоснул стилетом по ткани в районе плеча и отпрянул. Раздался треск, зомби качнулся и мягко завалился на бок. Внутри него что-то булькнуло. Я отскочил, сжимая рукав. Лежащий зомби дергал головой, но выпрямиться не пытался. Подхватив баллончик с пистолетом, я отодвинулся подальше от него, разрезая рукав, полил бензином и выпрямился. Пистолет сунул за ремень, обернув запястье влажной тканью, высунулся в окно. Голова закружилась так, что я чуть не выпал. Улегшись животом на подоконник, коснулся улиток, обхватил их, сжал, дернул, словно большой гриб вырвал из влажной земли. Если дотронуться до слипшихся в гроздь артефактов голыми руками, ощущения такие, будто за куст крапивы схватился. «Химик, ну что?» спросил пригоршня. «Тебя только на агропром за смертью посылать. Сколько можно?» «Сейчас, сейчас», сказал я и опять присел. Осторожно обернув тканью сорванные со стены улитки, стянул повязкой голову. Сильно запахло бензином, но это ничего, зато боль почти сразу уменьшилась. Теперь еще пару минут, и она совсем пройдет. С площади донесся треск автоматной очереди. Лежащий на полу зомби захныкал хриплым испитым голосом, заскреб гнилыми ногтями по полу. «Химик!» заорал Никита внизу. «На месте сиди!» крикнул я, бросаясь к окну. «Сейчас гляну, что там!» Очередь смолкла. Прозвучало несколько одиночных выстрелов. Я выглянул, сжимая пистолет обеими руками. По площади мимо памятника бежала рыжеволосая женщина с автоматом Калашникова. Ее преследовали трое леших. У одного был гранатомет. Донесся крик напарника. «Ну так что там?» «Катька!» ответил я, удивленно прищурившись. «Это же Катька Орлова!» «Какого хрена? Что она здесь делает?» Женщина на бегу оглянулась и дала короткую очередь. Один леший упал, остальные бросились в разные стороны. Раненый поднялся, побежал дальше, хромая. Хлопнуло несколько ответных выстрелов. Рыжая уже приближалась к зданию, где находились мы с Никитой, когда гранатометчик, опустившись на одно колено, поднял свое оружие. Я заорал, не то напарнику, не то Кате, а скорее им обоим одновременно. «Осторожно!» Не знаю, как насчет пригоршни, а девчонку я этим спас. Оглянувшись, она упала, накрыла голову руками, и граната, оставляя лохматый шлейф, пронеслась выше. «Никита!» заорал я, отскакивая. Развернулся, мельком увидел зомби, который пытался встать, упираясь кулаками в пол и подгибая раздробленные ноги. Прыгнул в сторону лежащей на трюмо перегородки, ощутил, как мясоворот, ухватив меня невидимыми руками, дернул к себе, и тут граната врезалась в стену дома. Здание содрогнулось, заскрипело, качнулся пол. С низким протяжным скрипом часть дома обвалилась. Я покатился по обломкам, обхватил торчащую из груды камней балку, лежа на боку скосил глаза, площадь была подо мной. В нижней части завала, прижавшись к нему спиной, наполовину стояла, наполовину лежала Катя, трое леших бежали к ней. Если отпущу балку, соскользну вниз вместе с пластом цементных обломков и битых кирпичей, тогда лешие точно меня заметят, а пока что они, кажется, не догадываются, что над девушкой есть кто-то еще. Она вскинула автомат. Сквозь шорох и поскрипывание сползающего строительного мусора донесся короткий ляск, и Катя Орлова выругалась сквозь зубы. Леший, выстреливший из гранатомета, перезаряжал оружие, остальные бежали, подняв кедры. Я достал Five-Seven, и это выдало меня. Две головы дернулись вверх, взгляды уставились на меня. Сняв пистолет с предохранителя, я разжал пальцы и вместе с кучей обломков заскользил вниз. Лешие были метрах в пяти от дома. Катя Орлова стояла неподвижно, ей некуда было деваться. Я скользил все быстрее, пули из кедров ударили над моей головой, я на ходу выстрелил трижды и даже исхитрился один раз попасть. Катя, вскинув голову, метнулась из-под моих ног, а гранатометчик, вместо того, чтобы выпустить в нас вторую гранату уже более прицельно, развернулся и побежал прочь. В последний момент я еще раз вдавил спусковой крючок, но так и не понял, попал или нет. Из-за угла с криком вылетел Никита, стреляяя на ходу, а я соскочил на асфальт, согнув колени, оттолкнулся, чтобы падающие сверху обломки не ударили по голове и прыгнул вбок, прямо в объятие девушки. Что ни говори, а это была горячая встреча. Мы чуть не столкнулись лбами, обхватили друг друга и на секунду крепко сжали. Выстрелы смолкли. Патроны закончились, пропыхтел Никита рядом. Оттолкнув девушку, я развернулся, подняв пистолет. В магазине остался единственный патрон. «Ты куда?» крикнул я. Никита метнулся к лежащим на асфальте телам. Гранатометчик бежал прочь, напарник схватил кедр, прицелился. Леший прыгнул в сторону и исчез за памятником. «Твою мать!» взревел пригоршня. Еще несколько секунд целился, потом плюнул и опустил оружие. «Теперь подмогу приведет!» «Химик, ты!» удивленно сказала Катя. Я отступил на шаг, разглядывая ее. Девчонка изменилась, сильно изменилась. Я толком не знал, сколько ей лет, хотя ясно было, что она младше меня. Но сейчас лицо ее осунулось, на лбу появились морщины, под глазами залегли круги. Катя удивленно смотрела на меня. «Да уж неожиданная встреча!» «Ты как сюда попала?» спросил я. Вопрос прозвучал глупо, но ничего другого в голову не пришло. Катя ведь сама в зону никогда не ходила. Глеб с Апанасом разве что до сундука ее пару раз доводили, а так она жила в доме за периметром, сбывала найденные ими артефакты, покупала оружие и припасы, в общем, занималась тем, что называют материально-техническим обеспечением. Ну и какого кровососа она здесь делает? На! Подошедший пригоршня сунул мне в руку кедр. Но только патронов там мало. Так и кто это тут у нас? Он навис над Катей с веселым недоумением разглядывая ее. Женщина в зоне непорядок! Глаза у Кати недобро поблескивали. Веселый тон напарника она не на это внимания. Никита привык, что женщины всегда положительно реагируют на его стать, смазливую морду, широкие плечи, высокий рост и светлые волосы. На рыбалку и в зону женщин нельзя брать. Ни рыбы, ни артефактов не будет. Тебя кто сюда привел, принцесса? Катя слегка повернула голову, глянула на него и сказала коротко «Иди в жопу!» Пригоршню растерянно приоткрыл рот, а рыжая вдруг отступила на шаг и даже присела слегка, будто увидела за моей спиной псевдогиганта трехметрового роста. «Ну, ты это!» начал напарник. «Да заткнись ты, придурок!» прошипела она. «Чувствуете?» «Химик, чувствуешь?» Подняв кедр, я кинул взгляд через плечо. Среди завала вбитой кирпичной кладки никого не было. «Что я должен чувствовать?» «Выброс скоро», сказал Никита. «Ну, точно!» «То-то я удивился, почему аномалий столько!» «А теперь на небо глянь!» «Вон, на севере!» «То есть, на юге!» «Мы привыкли, что ЧАЭС находится в северной стороне. Полосатая труба саркофага, накрывающего четвертые и пятые энергоблоки, всегда торчала на горизонте. Но сейчас-то мы сами были на севере, вернее, к северу от станции. Значит, она осталась на юге. Трубу скрывал высокий холм на краю города, тот, где стоял кирпичный завод. Небо в этой стране изменилось, блеклые перламутровые волны прокатывались по нему. «Точно выброс», сказал я Кате. «Надо прятаться». Пригоршня добавил. «Да и лешие эти вернутся! Один спасся, сейчас дружков приведет!» Она дернула плечами и зашагала в сторону автовокзала. «За мной идите!» бросила Катя, не оборачиваясь. «Вы должны мне помочь». Мы с напарником переглянулись. Никита, пошевелив бровями, шепнул. «Решительная девка! Ты откуда ее знаешь? Потом расскажу». «И что-то она странная какая-то». «Может, у нее был нервный срыв», предположил я. «Был или продолжается?» Катя крикнула на ходу. «Да не топчитесь вы там!» Перекинув через голову ремни кедров, мы пошли следом. Никита тихо спросил. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Зависит от того, на кого смотришь». «Вот тут ты прав», согласился он. «Когда ты прав, так ты прав, а сейчас ты прав». Он окинул взглядом площадь и повысил голос. «Эй, левее бери, а то прямо через площадь маршируешь, как на параде. Если кто за памятником спрятался, нет там никого, отрезала она. Гранатометчик за подмогой побежал, больше никого не осталось. Все равно ближе к стенам надо идти. Химик, ты чего?» Я сбился с шага, ощутив нечто неприятное. «Нет, не приближение выброса, хотя он и вправду близился, и от этого на душе было как-то муторно, да еще сосало под ложечкой, но кое-что еще. Будто стоишь по плечи в воде, и откуда-то сзади на тебя накатывают волны, мягко, но настойчиво толкают в спину, и волны эти очень какие-то тревожащие, что ли. А еще кажется, они теплые, причем каждая следующая теплее предыдущей, скоро вода станет как кипяток и обожжет сознание. «Катя, что это там плещется?» спросил я. «Она оглянулась. Плещется? Я что-то чувствую». Чувствует он, с непонятным выражением чуть ли не презрительно повторила она. «У напарника моего повышенная чувствительность, пояснил пригоршня с гордостью, будто расхваливал призового свина, которому давал отборный корм целый год. Он всякие такие аномальные штуки в раз ощущает. Вот и выброс». «Нет, это не выброс», возразил я. «Что-то другое». Она вновь оглянулась. В глазах мелькнул интерес. «Значит, у тебя есть ментальные способности», сказала Катя. «В зоне они у многих, она людей меняет». «Правильно, это не выброс, это мгла». «Какая еще мгла?» удивился Никита. «Ты так говоришь, будто это имя». «Слушай, Андрюха, надо нам...» Я перебил, уставившись в спину Кати. «Эй, Катерина, что в зоне за последние пару месяцев случилось? А то мы отсиживались в одной дыре, ничего не знаем». «Она расширилась», ответила девчонка. «И еще что-то произошло непонятное, вроде зеленого выброса». «Зеленого выброса?» Никита покосился на меня. «Почему твой друг все время переспрашивает? Ему псевдогигант на ухо наступил? Он меня от мира», любезно пояснил я. Катя некоторое время шла молча, потом сказала. «Был зеленый выброс, из-за этого ландшафт покорежило, многие районы сместились, плюс новые аномалии полезли. Да много всякого нового возникло». «Но с этой планетой все нормально», осторожно уточнил напарник. Девушка с легким удивлением оглянулась на него и пожала плечами. Он сказал «Так, теперь в эту дверь давай, внутрь вокзала этого». «Я вас туда веду», перебила она, поворачивая. Через площадь мы с пригоршней шли не просто так, оба держали кедра наготове, обратив стволы к памятнику. Теперь напарник негромко сказал «Давай первым» и, подняв оружие, встал лицом к площади. Вслед за рыжей я нырнул в двери, сразу отскочил вбок, водя стволом из стороны в сторону, окинул взглядом просторный зал с рядами сколоченных вместе сидений, обломки киоска на другой стороне, широкий открытый коридор, протянувшийся по периметру вдоль стен на высоте второго этажа. Слева был раздолбанный ларек, где когда-то торговали сигаретами и газетами для граждан, встречающих провожающих. Я отпрыгнул за него. Катя, не обращая внимания на мои маневры, прошла к ближайшему ряду сидений и там повернулась. Быстрее давайте! Никита, вроде чисто. Ладно, иду, донеслось снаружи. Я вышел из-за ларька, а он шагнул внутрь. Нельзя здесь торчать, сказал напарник. Прямо как на ладони в этом зале. С коридора второго этажа упал камешек, мы одновременно вскинули оружие. Идите сюда, позвала Катя. Мне вас сама зона послала. Разговор есть. Вверху вроде никто не прятался, и мы зашагали к ней. Выброс скоро, повторил напарник. Нельзя на поверхности оставаться, надо подвал какой-то найти. Здесь есть подвал, перебила рыжая. Я полдня в этом вокзале торчу, успела разведать. Спустимся туда, вход на другом конце зала, через служебное помещение, совсем рядом. Значит, лучше прямо сейчас туда идти, сказал я. Она тряхнула головой. Я уже второй раз видел это движение. Им девчонка будто отметала любые возражения. Выглядела она очень решительно, а еще зло. Да, изменилась Катька Орлова. Я видел напарнику, она понравилась. Ему, по-моему, нравились вообще все женщины, попадающиеся на его жизненном пути, лишь бы они не были уж очень старыми или слишком уж уродливыми. А эта молоденькая и вполне симпатичная, если вам по душе рыжие решительные феминистки. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но я решил, хватит тянуть, пора брать дело в свои руки, и сказал, так, два вопроса. Первый, что это замгла? Второй, как ты сюда попала? Ага, и зачем? Я слежу, слежу. Он присел на крайнее сидение, направив кедр в сторону проема. Вы, начала Катя, не вы, ты, перебил я, про нас успеем поговорить, о себе расскажи. Она поглядела на меня, на пригоршню. Что такое мгла, не знаю. Это мутант, или подвижная аномалия, или еще что-то, оно нас от самых болот преследует. Нас перебил Никита, кого нас. Молчи, прикрикнул я на него, мы так до самого выброса разговаривать будем. Нас значит мой отряд, пояснила Катя. Я видел, она изо всех сил пытается быть сдержанной и вежливой, потому что хочет от нас какой-то услуги, помощи. А выброс надвигался, мысли разбегались, в голове вспыхивали случайные ассоциации, как бывает ночью, когда уже начал засыпать, но еще не заснул окончательно. Чтобы сосредоточиться, приходилось прикладывать дополнительное усилие. Но кроме выброса к нам приближалось нечто, с чем я раньше дела не имел, от него шло мощное тяжелое излучение. Катя Катя артефакт в контейнере. Мне надо эту вещь у них отбить, но только быстро, наемники, которые меня через зону вели, ждут в условленном месте возле реки. Так вышло, что мы с ними разошлись и... Стоп, стоп, перебил я. Какие наемники? Небольшой отряд, двое парней из группы мирового, синхронно Аслан с Каримом, Анчар, ну и еще пара других. Мы с пригоршней переглянулись, и он сказал, про Слана и Карима я слышал, ну и про Анчара тоже, хотя ни с кем из них не знаком. Я кивнул, аналогично, а про мирового я не слышал даже, ладно, неважно, так почему они тебя ждут? Я наняла их сопровождать меня на север зоны, к грязевому озеру, но так получилось, что мы разделились, в Лиманске, долго рассказывать. После этого я почти догнала их, но возникли всякие препятствия. Потом нам удалось выйти на связь. На заброшенной военбазе я нашла старую штабную машину с радиостанцией, а Нешек, это один из наемников, носит в рюкзаке рацию. Связь была очень плохая, но мы смогли переговорить. Анчар сказал, будем ждать в таком-то месте на границе болота к северо-востоку, если не появишься за три дня, мы уходим. С тех пор уже двое суток прошло. Я бы успела, но меня захватили в плен эти из группировки. Лешие, вставил пригоршня, лешие, да, связали. Кстати, что это за группировка, спросил я. Она пожала плечами, понятия не имею. Ты слушай, они на меня напали, бросили в кузов джипа, повезли на свою базу, которая на другом конце города. У меня ножик в кармане. Я незаметно разрезала веревки, сбила с ног охранника, другого ударила, спрыгнула, сама спаслась, но контейнер с той штукой, которую везла, у них остался. Теперь надо его у леших забрать, но времени нет, еще немного и не успею, наемники уйдут, не дождавшись меня. А тут еще выброс, им глаз сзади. Помогите мне отбить контейнер у леших, заплачу много, у меня деньги есть, я вас нанимаю. Во бред, сказал Никита. Это была его любимая присказка. Если напарник чего-то не понимал, то, как правило, и не пытался разобраться, а сразу объявлял это бредом. Напарник в душе так и остался подростком, а все подростки такие, им так легче живется на свете. Но я не такой, и поэтому я сказал, нет, ты нас не нанимаешь. Рыжая осеклась, глаза зло блеснули, она уставилась на меня. Почему? Я пожал плечами, потому что ты врешь, как минимум скрываешь что-то. Да нет же, просто это длинная история, а времени мало. Скрываешь, повторил я. Химик, ведь мы раньше знакомы были, помогите мне, прошу. Слушай, откуда ты ее вообще знаешь, спросил Никита. Я пояснил, мы с ее братом в институте учились, в зону почти одновременно попали, потом пару раз вместе ходили, до того, как я с тобой познакомился. Пока мы тут торчим, мгла нас догоняет, нетерпеливо сказала Катя, от нее излучение идет, она мозги ломает, на тебя ужас накатывает, и ты с ума минут, как раз хватит, чтобы рассказать и спрятаться. Так что давай, говори, что случилось, зачем ты в зону пошла, что в контейнере, и почему ты эту штуку в зону несешь. Я не договорил, Никита вскочил, перевернув ряд сколоченных сидений, вскинул кедр, и дал очередь по балкону, протянувшемуся на высоте второго этажа. В первый миг я даже не понял, кто это, слишком уж твари не были похожи на привычных нам снорков, голые, гладкие, пятнистые, как лягушки. Два мутанта, вспрыгнув на край мостка, застыли в одинаковых позах. Экономя патроны, Никита перестал стрелять и медленно повел стволом. Я тоже поднял кедр, нашел в прицеле обтянутую резиной башку с болтающимся хоботом, спросил у Кати, кто это? «Городские снорки», сказала она, осторожно кладя АКМ у своих ног. «Наверное, когда мгла за нами через Лиманск проходила, их перед собой погнала. Но почему они до сих пор меня не догнали? И почему так странно двигаются?» Мутанты одновременно прыгнули, вытянулись в воздухе, распластались, как белки летуньи. «Синхроны!» крикнула Катя, стреляя из пистолета. Мгла их склеила! Снорки упали за сидениями в трех рядах от нас и тут же взлетели опять. Мы с Никитой выстрелили, мои пули разворотили морду того, что был слева. Патроны в магазине закончились. Я швырнул оружие в голову мутанта, схватился за нож, но достать не успел. Снорк сбил меня с ног. Я упал на спину, он сел сверху. Прижав коленями локти к бокам, нырнул вниз, будто собирался вцепиться мне в шею. Раздался выстрел. Второй мутант качнулся, я увидел стоящую над ним Катю с пистолетом. Я сумел высвободить правую руку, в пистолете оставался один патрон, нож сейчас будет полезнее. Выхватил его, снорк вновь подался ко мне, и я вонзил клинок ему в кадык, провернул, как пестик в ступке. Низкое гудение дрожь, проникли в зал. «Выброс!» закричал сбоку пригоршня. «Химик, начинается! Ходу!» Катя куда-то подевалась. Я спихнул обмякшее тело мутанта, вскочил и увидел, что она бежит в дальний конец зала к открытой двери. За ней длинными прыжками мчался снорк, еще один, третий. Я не заметил, когда он выскочил. Стало темнее, сквозь стеклянную стену вокзала лился багровый свет. Девушка на ходу оглянулась, выстрелила в грудь снорка, махнула нам пистолетом. Я прыгнул за ней, увидел торчащие из соседнего ряда дергающиеся ноги гладкую пятнистую спину и вместо того, чтобы броситься за Катей, свернул туда. Снорк сидел на пригоршне, душил его. Напарник бессмысленно вжимал спусковой крючок корда, тыча стволом в гладкий бок. Подскочив к ним, я вонзил нож снорку в шею, другой рукой выхватил пистолет, где остался один патрон. Нож вошел на треть клинка, но тварь по-прежнему сжимала горло напарника обеими руками, глаза Никиты выпучились, он судорожно раскрыл рот и корчился. В помещении стало совсем темно, багрово-черные тени протянулись по полу, небо за стеклянной стеной стало цвета свернувшейся крови. Я выпустил рукоять ножа, схватил снорка за плечо, рванул назад, безуспешно пытаясь отодрать от пригоршня. С размах уткнул стволом в ухо, глубоко продавив резину противогаза, вставил в ушную раковину и нажал на спусковой крючок. Остроконечная пуля пробила мозги, как долото ком ваты. Голова снорка под натянутой резиной вспухла, пошла трещинами, потеряла округлую форму и стала похожа на угловатый булыжник. С натужным хриплым криком Никита сбросил с себя мутанта, рывком сел, схватился за горло. Снорк боком лежал на полу. Я вцепился в плечи напарника, поднял. «Выброс», хрипнул он, «Сейчас начнется, в подвал давай!» Длинные ноги пригоршни заплелись, я обхватил его. «Нож!» выдохнул он, «Мой нож!» Я нагнулся, вырвал нож из шеи мутанта и побежал. Мы перескочили через опрокинутый ряд сидений, свернули. «Никита, там еще один!» крикнул я, «Осторожно, он за ней погнался!» Пригоршня первым влетел в открытую дверь. Мы повернули, огибая длинный ряд пластиковых столов, увидели проем, сунулись в него. Здесь было совсем темно, я едва различал окружающее. Пол трясся, аномальная энергия катилась по зоне, еще секунда, две, три, и накроет этот город. Сквозь бесшумный рев в буре я различал кое-что другое, мощную силу, источник, который находился куда ближе, чем станция, аномалию или что-то еще, медленно приближающуюся к нам. «Вот он!» крикнул Никита. Пол затрясся. Через пару мгновений волна докатится до нас. Впереди был наклонный металлический выступ, на нем крышка квадратного люка, железная, тяжелая, запертая изнутри. То, что она заперта, стало понятно сразу, потому что на выступе спиной к нам сидел снорк и пытался приподнять ее обеими руками, вцепившись в массивную скобу. Значит, девчонка успела нырнуть туда, захлопнуть крышку и сдвинуть засов. Услышав топот наших ног, мутант оглянулся. «Катька, открой!» проорал я, понимая, что это нас уже не спасет. Беззвучный рев нарастал, стены с полом ходили ходуном, позади раздался грохот и ляск, в зале что-то осыпалось, скорее всего сорвалась со стены одна из секций подвесного коридора. «Открой!» взревел напарник и, выставив перед собой нож, бросился на снорка. Тот прыгнул навстречу, я тоже прыгнул, хотя толку от этого не было уже никакого. Выброс накрыл нас. Часть третья «На север» Глава девятая Алекс побег Я пришел в себя из-за того, что затекли руки. Глаза открыл не сразу, несколько секунд лежал, пытаясь понять, что происходит. В голове пусто никаких мыслей и воспоминаний о прошлом, и руки болят. Почему они болят? Потому что стянут за спиной. Э-э-э, так я связан. Раскрыв глаза, попытался сесть, но ноги тоже оказались стянуты. Глаза сильно слезились, я кое-как гляделся, часто моргая. Комната с бетонными стенами, на полу линолеум, глухая железная дверь, в другой стене зарешоченное окно. Два человека рядом, оба незнакомые, и оба связаны. Под стеной напротив сидела рыжеволосая девушка, рядом на боку лежал какой-то мужик. Рыжая выглядела так-сяк, а парень казался совсем зачуханным, бледный как смерть, круги под глазами, волосы всклокоченные, будто он сам себя за них из болота вытаскивал, как Мюнхгаузен, и голова трясется. Впрочем, моя тоже трясется, понял я, и скорее всего выгляжу я не лучше. Да что происходит в конце концов? Кто эти двое, где я нахожусь? Кто я? Я вздрогнул, сообразив, что не помню своего имени. Да ладно имени, я не помню себя, вообще не помню. Дыхание перехватило, я разинул рот и судорожно, с хрипом вздохнул. Девушка и парень смотрели на меня. Я зажмурился, сцепив зубы. В голове гудело, мотнул головой, поморщился от боли в затылке, раскрыл глаза и посмотрел на них. И спросил первое, что пришло в голову. Почему я связан? Парень тоже сморщился, оперевшись затылком о стену, кое-как сел, вытянул ноги на середину комнаты. Ага, так ты тоже ни хрена не помнишь. Я молча ждал продолжения. Он добавил, вот подружка говорит, мы с тобой напарники, наемники, и она нас наняла. Рыжая выжидающая и как-то нервно смотрела на меня. Я осилился вспомнить хоть что-то, но не мог. Наемники, напарники, черт его знает, возможно, так и есть. Единственное, что я помнил, вокруг зона, а я кто же я? Может, имена помогут? Ну, а ты спросил я у нее, выходит, ты не потеряла память? Она покачала головой. Нет, со мной все нормально. Как это приятно, значит, ты нам сейчас все и расскажешь. Как меня звать? Иво? Имен я ваших не знаю, только клички возразила она. Ты Алекс, а ты рыжая помедлила мгновение и щелкнула пальцами. Марат. Марат? Изумился мужик. Что за крикуха такая дивная? Молодая женщина глубоко вздохнула, будто собиралась броситься в ледяную воду и быстро, решительно заговорила. Мне нужно доставить артефакт в глубину зоны. Что такое артефакты, вы помните? Мы с Маратом переглянулись. Такие штуки, которые аномалии производят, сказал он. Артефакты производят аномалии или аномалии артефакты. Аномалии создают артефакты, сказал я. Она кивнула. Правильно. Так вот, мне такой артефакт надо доставить в одно место в глубине зоны. Я наняла отряд наемников еще снаружи, за периметром. Мы пошли в зону. Некоторые наемники погибли. Нас стало преследовать нечто, что мы назвали мглой. Что оно такое, до сих пор непонятно. Одно точно известно. У мглы какая-то очень необычная ментальная сила. Необычная и мощная. Во-первых, она может вокруг себя рассылать волны страха. Во-вторых, умеет ломать мозги и как бы склеивать их, превращать людей или мутантов в синхронов. Но откуда она взялась, почему за нами гонится, непонятно. В какой-то момент, когда мгла подобралась ближе, мы с наемниками разделились. Так получилась эта долгая история. Сейчас надо их нагнать. Остались всего сутки. Если не догоним, они уйдут. Уже здесь, возле этого городка, я встретила вас и тоже наняла, чтобы вы помогли мне дойти до места, где ждут наемники, и потом сопровождали дальше. Между прочим, заплатила вам 30 тысяч авансом. Она внимательно поглядела на нас. — 30 тысяч? — переспросил я. — Да, в валюте. И еще 20 я вам должна. — Да хрена! — хмыкнул Марат. — Ну да, вы где-то спрятали эти деньги, прежде чем идти дальше, в каком-то своем схроне, а потом уже в этом городе на нас напали лешие. — Что еще за лешие? — Это вы их так назвали, какая-то группировка. Мы от них отбились сначала, но они захватили контейнер с артефактом, который я везу. Мы спрятались в здании вокзала. Там нас атаковали снорки, причем необычные, склеенные. — Эти синхроны, что ли? — уточнил я. — Да, точно. Их погнала перед собой мгла, а потом начался выброс. И так получилось, что я успела спрыгнуть от него в подвал, а вы нет. Потом, когда выброс закончился, лешие опять появились, я еще даже не вылезла. Они взорвали люк, схватили меня и бросили сюда. Здесь я увидел вас. Оба валялись связанные без сознания. Выходит, они вас взяли до того, как люк взрывать. Вы лежали вверху, потеряв сознание. Я думала, с вами покончено. Сами знаете, что от выброса бывает. Или не знаете. Она обвела нас взглядом. Инсульт, паралич, да все что угодно. Хотя иногда он просто стирает память. Вот это с вами и произошло. Нам надо спешить, заключила она. Спешить, значит? Протянул я и кое-как сел. Поморщился, пытаясь привести в порядок мысли. Ведь совсем ни черта не помню, а тут еще столько информации. Алекс, повторил я, надеясь, что имя всколыхнет в памяти хоть что-то. Рыжая смотрела со странным выражением. Мне показалась в глазах ее тревога. Алекс, нет, вообще пусто в башке. Э, а ты Марат? Я ничего не помню, ответил он. Ни девчонки этой, ни тебя, напарничек. Последнее слово вроде пробудило какое-то воспоминание, очень смутное, будто бы этот человек уже называл меня так, или может наоборот. Я сжал зубы, напрягся. Нет, не вспомнить. Надо выбираться отсюда, повторила девушка. Да как? Не выдержал я и приподнялся, упираясь спиной в стену. Как выбираться, ё-моё? Мы связаны у какой-то группировки в плену. Что это за группировка, кстати? Говорю же, никогда с ними раньше не сталкивалась. Мы в глубине зоны ЗЧС. Здесь мало кто бывал, поэтому про эту группировку другие сталкеры и не слышали. К в в просмеч раз и в стрелах. Они вроде монолита, какие-то маньяки религиозные, сектанты. Почему так решила? Спросил Марат. А ты послушай, у них там за стеной как раз сходка. Мы замерли, вслушиваясь. Головная боль немного уменьшилась, гул в голове стал тише, теперь я уловил очень тихое монотонное бормотание, доносящееся снаружи и спросил, они там молятся? Она пожала плечами, похоже на то. Кому? Монолиту, что ли? Причем тут монолит? По-моему, самой зоне. Пока они меня связанную тащили, я их разговоров наслушалась. Они считают зону следом Бога на земле. — Чего? — удивился Марат. — Следом Бога, повторила Рыжая. Мол, в этом месте стопа Бога коснулась планеты. Зона ее отпечаток, ну, как от подошвы в песке. И потому все местные твари, все мутанты и вся измененная растительность — это как бы создание Бога, более угодное ему, чем обычные люди. — Грязь с ноги Бога, — сказал Марат. — Или дьявола, — добавил я. — Поэтому лешие защищают их от людей. Я плохо в идеологии этих хмырей разобралась, но что-то такое. Рыжая в упор поглядела на меня, на Марата и слегка повысила голос. И они мой контейнер забрали, понимаете? В котором то самое, что я в глубину зоны несла. Теперь смотрите. Во-первых, наемники скоро уйдут. Во-вторых, мгла сюда приближается. Она из-за выброса остановилась, наверное, иначе уже давно была бы здесь. Но теперь опять идет. Если она нас тут накроет, все, конец. И нам, и лешим выбираться надо. Прямо сейчас. Да как же, у меня нож в ремне. Но сама я его не достану, он ближе к пряжке слева. Достаньте вы и разрежьте веревки. Мы с Маратом посмотрели на нее, затем друг на друга. Я пожал плечами, лег на пол и пополз к девчонке, изливаясь, как змея. И только сейчас обратил внимание на бледно-зеленый плоский сверток, который все это время лежал посреди комнаты. Формой он напоминал шайбу или шляпку гриба, завернутую. Больше всего это было похоже на листье лопуха. Марат заметил его одновременно со мной и спросил. Это что? Рыжая пожала плечами. Не знаю, это ваше. Когда меня сюда притащили, вы уже здесь валялись. Дергались, как припадочные. А пол колотили руками-ногами. И эта штука между вами лежала. Выпала у кого-то из кармана. На артефакт похоже, сказал я, продолжая ползти. А завернуто в эту... В зеленуху, подсказала девушка. Точно. Слышь, Марат, помнишь, что такое зеленуха? Растение аномальное, сказал он. Эй, красавица, а тебя как звать, кстати? Катя Орлова. Алекс, теперь перевернись и ляг спиной мне на колени. Попробуй нащупать пояс. Я так и сделал. Вытащить из потайного кармашка маленький скользкий ножик оказалось нелегко, но в конце концов у меня получилось. Я отполз в сторону, лег на бок и стал резать веревки, согнув кисть. Осторожно, предупредила Катя. Он хоть и пластиковый, но острый очень. Руки не задень. Не задену, пробормотал я сквозь зубы. Неудобно просто. Марат в это время подобрался к окну, упираясь макушкой в стену, встал на колени и осторожно выглянул. Слушайте, они и вправду молятся, прошептал он, не оборачиваясь. Кое-как я разрезал веревки. Потряс запястьями, восстанавливая кровообращение. Несколько раз согнул и разогнул пальцы и стал освобождать ноги. Марат смотрел в окно, а Катя на меня. — Быстрее! — торопила она. Лезвие, покрытое мелкими зазубринами, легко прорезало волокна старых лохматых веревок. Избавившись от них, я на четвереньках отполз в угол комнаты, чтобы случайно не заметили в окно. Встал, помахал руками, присел несколько раз и вернулся. Освободил рыжую, потом Марата, отлипшего наконец от окна. Они оба почти в точности повторили мои движения. Напарник шагнул к двери, оглядел ее и покачал головой. — Нет, отсюда точно не открыть! Я в это время развернул зеленый сверток. Внутри оказалась шляпка большого гриба, мягкая, зеленоватая, с бородавкой в центре. — Помни, что это за артефакт? — спросила Катя. — Марат, а ты? Мы оба покачали головами. Я завернул гриб обратно в листья зеленухи и спрятал в карман. По ходу дела заметил на брючине возле колена вырванную с мясом молнию, болтавшуюся на нескольких нитях. Под ней просторный карман за подкладкой. Может, артефакт оттуда и выпал. Пока эти неведомые лешие нас тащили, молния зацепилась за что-нибудь, провалась, а уже здесь из-за судорог, какие часто бывают со сталкерами, попавшими под выброс, артефакт вывалился. Хотя вон у Марата такая же молния, но не порванная, просто расстегнутая. Так что, может, это его артефакт. Выброс, зона, сталкеры. Каждый раз, когда я вспоминал какое-то слово, оно всплывало из глубины памяти, как пузырь, и лопалось на поверхности, разбрызгивая капли, то есть другие слова, связанные с первым. Я знал, что такое зона и аномалии с артефактами, знал про мутантов и сталкерские группировки. Я примерно представлял себе, что здесь к чему. Но я не помнил себя посреди всего этого. И напарника совершенно не помнил. Если я сталкер, то у меня должны быть контейнеры для артефактов. Ну, хоть один. Но у меня их не было. Лешие забрали. Хотя... Что это валяется в углу? Ну да, небольшой контейнер со сломанной крышкой. Может, этот сверток с артефактом из него выпал, а не из моего кармана? Ладно, кровосос с ним сейчас не до того. Я похлопал себя по груди, по бокам. Никакого оружия. Одежда, крепкие и широкие штаны, ботинки, свитер, куртка. Интересно, как я выгляжу. Какого цвета волосы? Какой рост? Я провел ладонью по лицу, ощупал щеки, нос, лоб. Нос большой, твердый и прямой, подбородок такой же. Колючая щетина. Лоб не очень высокий, но и не слишком узкий. Ты что застыл? Прошипела рыжая. Давай шевелись. Решительная девка. И недобрая какая-то. Будто ее что-то гложет изнутри. Поэтому она зла на весь мир. Еще раз глядя в комнату, я прикинул, что к чему и сказал. Так, слушайте оба. Марат, ложись на пол под окном. Катя, стань слева от двери. Я справа. Как встану, Марат, каблуками выбиваешь стекло. И сразу ноги вниз не опускай. Постарайся, чтобы эти снаружи тебя увидели. То есть увидели твои ноги, понимаешь? Что пришили, что мы еще связаны, проворчал он. Ясно, не нуди. Я не нудю, а даю четкие инструкции. Потом переворачивайся. Встань на колени и постарайся собой комнату от них загородить. Они могут внутрь попробовать через окно заглянуть. Так вот, чтобы не засекли, что мы развязаны уже. Как встанешь, ори на них. Обзывайся как-нибудь по матери, чтобы из себя вывести. Я с такими религиозниками уже сталкивался. Они не переносят, когда их чистую светлую веру глумят. Потому попробуй про зону что-нибудь кричать. Какая она вонючая и пакостная. Да понимаю я, перебил он мучительно морчась и растирая ладонями виски. Как тебе, Алекс? Все ясно, хватит трындеть. Я кивнул. Вот и хорошо. Подруга, а мы с тобой становимся по сторонам от двери, и когда они внутрь заскакивают, вырубаем их. Сразу договоримся. Я первого, ты второго. Ну, ладно. Она протянула руку. Что? Спросил я, глядя на ее ладонь. Нож давай. Это еще зачем? Удивился я. Вывести Катю Орлову из себя оказалось очень легко. Глаза ее блеснули, кулаки сжались. Что значит, зачем это мой нож? Попользовался? Назад давай! Покачав головой, я отошел к двери, встал сбоку от нее. Алекс, нож назад, я сказала быстро. Подруга, начал я. И не называй меня подругой. Она еще повысила голос. Марат, стоя на коленях рядом с окном, хмуро наблюдал за нами. Ого, да у тебя истерика начинается, удивился я. Ладно, не подруга, слушай. Сейчас не в том дело, чей это нож. Дам отсюда выбраться надо, причем быстро, сама сказала. Ты женщина, я мужчина. Оружие будет у меня. И тут она меня ударила. Резко, быстро, неожиданно. Врезала ногой в бедро. Я поставил блок. Но оказалось, что это обманное движение. И на самом деле рыжая другое имела в виду. Стукнуть меня ребром ладони по шее. У нее почти получилось. Отвести и этот удар я не успел. Только задрал плечо и нагнул голову, почти прижавшись к нему ухом. Так что она попала мне по черепу. Ребро ладони у девчонки было как дерево. Но и у меня череп неизватый. Я отшатнулся, она с разворота нанесла удар другой рукой, но я отскочил и залепил ей оплеуху. Это вышло неожиданно и для меня самого, и уж тем более для Кати Орловой. Ладонь у меня широкая и тяжелая, как выяснилось. Думаю, в голове у девчонки раздался оглушительный звон. Рыжая упала на колени. Я сжал ее левую руку и вывернул, чтобы опрокинуть на пол мордой, то есть личиком, и выкрутить за спину обе руки. Женщина должна знать свое место, я считаю. Как и мужчина. Охотничьи ножи для мужчин, столовые для женщин. Но Катя Орлова так не считала. И прежде, чем я успел уложить ее в позу номер два, она костяшками сжатых в кулак пальцев стукнула меня в то место, находящееся выше колен и ниже живота, которое так дорого сердцу каждого настоящего мужчины. Боль разом отрезвила меня, прочистив голову от тупой ломоты в висках и затылке. Я едва не заорал, выпустил запястье девчонки, схватившись обеими руками за пострадавшую область, отскочил и ударился о стену. Вместе с болью пришла ярость. Тихо зарычав, я бросился обратно, озверевший настолько, что почти всерьез вознамерился свернуть рыжей шею. Она привстала навстречу, поднимая руки. Удар, еще один. Звон в голове, да громкий какой. Комната качнулась, пол прыгнул вверх и врезал мне по скуле. Весь мир перевернулся. Я моргнул и понял, что лежу на боку, прижавшись щекой к грязному линолеуму. В голове все еще гуляло эхо звона. Рядом в похожей позе лежала Катя Орлова. Над нами стоял Марат. Пластиковый нож был в его руках. Идиоты, дебила недоделанные, тихо с холодной яростью цедил он. Вы два придурка, один дурак, другая дура. Какого хрена вы деретесь в комнате рядом с теми, кто вас связал? Вы совсем долбанулись оба? Валить отсюда надо. Они друг другу интерфейсы бьют. Злость оставила меня. Стало даже немного смешно. А ведь и вправду, как два кретина себя ведем. Вернее, как кретин и кретинка. Я приподнялся, потрогал голову над ухом, куда напарничек врезал кулаком и сел, поджав ноги. Катя тоже села. Глаза ее горели. Взгляд скакал с меня на Марата и обратно. «Ладно, убедил», — тихо сказал я. «И вправду дурацкая ситуация. Все, пора сматываться отсюда. Дай нож, сделаем все, как я предлагал». И я протянул руку. «Хрен тебе», — ответил на это Марат. «Почему?» — спросил я. «Да ты ж псих неуравновешеный». Он глянул на рыжую. «Мы с ним что, ишь, прям напарниками были? Где я такого напарничка себе откопал больного на мозг?» Я покачал головой. «Нет, она больная. Видел же, первая напала». «А я что не так делал? Ясно же, с ножом в такой ситуации мужик должен быть». Катя резко встала, и от этого у нее должно быть закружилась голова. Слегка покачнувшись, она отступила к стене, положила на нее ладонь. Я машинально шагнул к девчонке и приобнял за талию, поддерживая. Лицо ее исказилось, она оттолкнула меня. «Вот чертова феминистка!» «Знал я одного мужика», — сказал я, отходя назад. «Причем не помню теперь ни как его зовут, никто он вообще такой был. Но вот помню, как он говорил. Всем феминисткам надо перерезать фаллопиевы трубы и ссылать в Сибирь, снег убирать. Снега там много». Марат поднял глаза к потолку, будто тоже пытался вспомнить, кто это говорил. «У меня в голове встала картина. Поздняя осень, холодно ночь. Костерок горит. Вокруг сидят сталкеры, и один, сбежавший в зону от злой жены, произносит эту фразу. На мгновение показалось даже, что в памяти медленно всплывает бледный овал лица, и вот сейчас я вспомню его имя, вернее, кличку. Как же его? И заодно уж, как же меня? Нет, будто черная стена в памяти, глухая, высокая. И все, что связано со мной, все мое прошлое позади этой стены. Я по эту сторону, прошлое по ту. Надо пробить в стене дыру, заглянуть за нее, но пока что на это нет сил. Катя Орлова между тем приняла какое-то решение. Она мотнула головой, прикусила губу и сказала. «Хорошо, мне не важно, у кого нож. Хотя я умею им пользоваться, ясно? Поэтому я хотела его забрать. Я знаю, что умею им пользоваться». «Я тоже умею», — возразил я. «Откуда ты это знаешь? У тебя память отшибла». «Но ведь не полностью. Про зону вот помню, про другое. И рефлексы остались. Поэтому...» «Нож у меня будет», — отрезал Марат. «Вы двое уже себя показали. Я здесь самый уравновешенный». «Ты», — он кивнул девчонке, — «разбей окно, как Алекс говорил. Потом заслоняй комнату. Мы с ним встанем у двери. Я вырубаю первого, Алекс — второго». «Только не спорьте, опять достали! Если и вправду к нам какая-то штука приближается, которая мозги ломает. Ой, уберемся отсюда, потом будем решать, что дальше». «Ладно, делайте, что хотите», — напряженным голосом произнесла Рыжая, опускаясь на корточки и вдоль стены пробираясь к окну. «Но вы должны... Раз, вытащить меня отсюда. Два, помочь забрать мой контейнер. Три, довести до места, где ждут остальные». «Отсюда, может, и свалим. Но как мы твой контейнер заберем?» — проворчал я. «Откуда знать, где он вообще?» Она ткнула пальцем в стекло. «Вон он!» «Из нас троих я был единственным, кто еще не выглядывал наружу». «Так, рекламная пауза», — сказал я. «Подождите еще немного, я тоже посмотрю, с кем сейчас дело придется иметь». Марат молча встал сбоку от двери. Катя застыла рядом с окном. Я подполз к ней, выглянул, тихо спросил. «Где мы вообще находимся?» «Город Зачаяс», — прошептала она. «То есть в северной части зоны. Название не знаю». Сквозь окошко взгляду открылось что-то вроде комнаты для собраний. Большое помещение с высоким потолком, стулья, кафедра. В углу железная стойка, там флагшток с обрывками флага. «Это что, пионерлагерь какой-то бывший?» «Да нет, откуда ему в зоне взяться?» «А знамя раньше красным было, с синими узорами, которые теперь выцвели. Похоже на армейский флаг. Военная база». «Мы на военной базе?» — шепотом спросил я. «Наверное». В центре комнаты стояла высокая трибуна. На ней лежал открытый контейнер. В нем что-то тускло светилось. «Это то, что ты несешь в глубину зоны?» «Да». «А зачем ты его туда несешь?» — спросил Марат сзади. «Не знаю. Меня наняли, чтобы доставила. Я наняла вас». «Кто нанял?» «Не твое дело». Вокруг артефакта широким кругом стояли те, кого Катя назвала лешими. Семь потлатых мужиков в комбезах и меховых безрукавках. Возле кафедры высокий нагло бритый мужик, одетый иначе, в светлые брюки и халат, вроде докторского, забрызганный кровью. Бритый вещал, показывая одной рукой на артефакт. Было в его позе что-то очень торжественное, даже величественное. «Все увидел?» — спросила девушка. «Этот артефакт в контейнере мне и надо добыть. Без него дальше вообще нет смысла идти. Вы готовы?» «Сколько всего здесь, по-твоему, этих леших?» — спросил Марат. Она, пожалуй, плечами. Человек двадцать пять, может, больше. И еще у них два вертолета. Я в моделях не разбираюсь, но один военный, а второй вроде гражданский. Неповоротливый такой, будто раздутый. Правда, военного что-то не видно в последнее время было. Отодвинувшись от окна, я прислушался к себе. Такое чувство, что я сбудуна и вчера выпил не меньше полутора бутылок не слишком хорошей водки. В желудке как будто змея шевелилась, очень хочется пить. Но головная боль почти прошла, и то хорошо. Катя оглянулась на Марата, посмотрела на меня. — Я готов, — сказал напарник. — Ладно, тогда последнее запомните. — Только хорошо запомните. Сейчас всякое может произойти. Поэтому, если один из вас вырвется, а меня с другим схватит, тот, кто спасется, должен на северо-восток идти, как можно быстрее. Там река, Припять. Не доходя до нее, увидите болото, оно небольшое. Его надо пересечь, на другой стороне ждут наемники. Еще они мне по рации сказали. Там монолитовские патрули крутятся, на джипах ездят. Так вот, если кто-то свалит отсюда, а других опять схватят, он находит наемников. Говорит им, что он от Катерины Орловой, что ее нужно спасать, что она замолчала ненадолго, что она в полтора раза увеличивает оплату и потом ведет наемников сюда. Есть вопросы? Вопросов у нас не было. Я стоял с одной стороны от двери, Марат с другой. Катя легла на спину под окном, ногами к нему. Покосилась на нас. Напарник кивнул. Рыжая согнула ноги в коленях и врезала каблуками по стеклу. Оно со звоном осыпалось, хотя несколько кусков остались торчать в раме. Монотонный голос, льющийся снаружи, сразу стал громче, но лишь на секунду. Потом он смолк. Раздался удивленный возглас. Катя перевернулась, вскочила на колени, приникла к окну. «Молитесь, уроды!» — крикнула она. Донесся звук быстрых шагов. Скрипнули дверные петли, прозвучал короткий приказ. Ручка на двери дернулась, щелкнул замок. Подняв нож, Марат ткнул себя пальцем в грудь, напоминая, что за первого возьмется он. И тут Катя крикнула. «Берегись!» Дверь распахнулась, а в окно просунули стволы ружья вертикалки. Получив удар кулаком в лицо, рыжая со сдавленным вскриком отшатнулась. Она упала на спину, громко хлопнув затылком по линолеуму, и сразу прикатилась вбок к стене. За окном мелькнула фигура в белом халате. Мы с напарником бросились на пол, а ружье выстрелило. В дверь шагнул человек. Пуля ударила в стену над Маратом. Ружье переместилось. Стволы уставились на меня. Я лежал под стеной в такой же позе, как и рыжая, на спине согнув ноги, почти прижав колени к груди, чтобы быстро нанести ими удар, если понадобится. Приподнявшись, Марат сделал вошедшему в комнату подсечку, и Леший опрокинулся на бок. Одновременно Катя врезала каблуками по ружью. Громыхнул второй выстрел. Пуля ушла в сторону. Донеслось восклицание, и вертикалка рывком втянулась в окно. Я вскочил. Марат выбросил в сторону руку с ножом клинком вверх. Леший упал на него. Пластиковое лезвие вошло под ребра. Сталкер захрипел, а в проеме за ним появился второй, с обрезом, наставленным на Катю. Я рванул дверь. Тяжелый железный прямоугольник врезался в плечо Лешего и припечатал того к дверному косяку. Что-то хрустнуло. Должно быть, его ключица. Леший заорал, выпустив оружие. Я налег на дверь. Он задергался, пытаясь высвободиться. Катя у окна вскочила. Выдернув нож, Марат встал на колени, а я рванул дверь обратно и врезал Лешему кулаком в лицо. Он поддался ко мне, но я, схватив его за руку, перекинул через себя. С криком он врезался лбом в пол и остался лежать неподвижно. Марат был уже на ногах с обрезом в руках. Катя бежала к нам. «Мне отдай!» — крикнул я, но опоздал. Он выстрелил вглубь коридора. Донесся стук упавшего тела. Размахивая ножом, напарник крикнул «За мной!» и выскочил наружу. Мы с Рыжей рванулись за ним, перепрыгнув через дергающееся тело. Марат на бегу обернулся, бросил мне обрез. «Как дубинку!» — крикнул он. По обеим сторонам длинного коридора были одинаковые двери, а слева еще и заколоченный фанерой проем. Скорее всего, он вел в помещение, которое мы видели через окно. Поймав обрез за ствол, я заметил тень в дверях слева и крикнул «Осторожно!» Марат повернулся. В коридор выпрыгнул человек в забрызганном кровью халате с вертикалкой в руках. Глаза безумно сверкали, нагло обритый череп лоснился, будто смазанный маслом. Бритый поднял ружье. Катя бежала по левую руку от меня, и я сильно толкнул ее, повалившись в бок. Человек, которого я про себя окрестил доктором, выстрелил дуплетом. Пули пронеслись вдоль коридора, но не нашли цели. Мы с Катей, проломив фанеру, влетели в помещение за стеной, а Марат отпрыгнул в дверь на другой стороне. Опрокинув пару стульев, мы растянулись на полу. Рыжая вскочила первой и сразу бросилась к кафедре в центре комнаты. Там лежал раскрытый контейнер. Поднявшись, я шагнул к другим дверям, ведущим в коридор. Навстречу выскочил доктор. Перед лицом мелькнул приклад ружья. Я подался назад, но отскочить не успел. Удар сбил меня с ног. Я растянулся на спине. Доктор, присев, занес оружие, чтобы вторым ударом размозжить мне лоб. Лицо было прямо передо мной. Гладкое, лоснящееся, безволосое. Этот псих даже брови себе сбрил. Я отдернулся в сторону. Приклад врезался в линолеум возле уха. Доктор придавил мне горло ружьем и навалился сверху, своим весом прижимая мои ноги к полу. Я засипел. Бог примет тебя, сказал он, ласково глядя мне в глаза. Раздался глухой стук. Зрачки Бритова прыгнули вверх, исчезли под веками. Схватив ружье за стволы и приклад, я, что было сил, толкнул его. В поле зрения появилась Катя, сжимающая контейнер за скобу на выпуклой крышке. Девушка подняла его, чтобы ударить еще раз, но я уже спихнул доктора, выхватив ружье из ослабевших пальцев. Тот завалился на бок, я высвободил ноги, вскочил. «Сейчас другие прибегут», — сказала она, шагнув к флагу у стены. Я распахнул забрызганный кровью халат, увидел петли с патронами на ремне, рванул пряжку. Катя тем временем выдернула из подставки флагшток. Когда я застегнул ремень поверх куртки, из коридора донесся топот ног. Рыжая прыгнула к двери, выставив перед собой флагшток. Хлопнули обрывки флага. В дверной проем влетел длинноволосый, низкорослый толстяк, и плоский золотистый наконечник врезался ему в живот, отбросил назад. Вслед за Рыжей я выскочил из комнаты, на ходу заряжая ружье. Коридор наполнял топот. Из-за поворота впереди к нам приближалась целая толпа. «Туда!» — крикнула Катя и побежала в другую сторону. Коридор закончился приоткрытой железной решеткой. Толкнув ее, Катя первой влетела в следующее помещение. Услышав сзади тяжелое дыхание, я с разворота выстрелил и попал в грудь одного из преследующих нас леших. Он упал, за него зацепился другой, в коридоре образовалась куча мала, и это позволило нам уйти. Вслед за девушкой я повернул раз, другой, миновал лестницу, покрытую выцветшей ковровой дорожкой, еще один коридор. «Стой!» — выдохнул я наконец. «Куда бежишь? Заблудимся!» Катя пришла на шаг, оглянулась. Флагшток она так и не выпустила из рук. «Надо от них оторваться! Уже оторвались!» «Нет! Слышишь?» «Да слышу я! Но они далеко где-то!» Шум погони доносился из глубины здания, совсем приглушенный. А Дамина, судя по всему, здоровый. Вон уже сколько пробежали, а он все не заканчивается. Оглядевшись, я шагнул к окну. «Сколько у тебя патронов?» — спросила Катя. «Семь». В окне я увидел заросший травой внутренний двор. С трех сторон стены здания, с четвертой — висячий бетонный коридор на высоте второго этажа, соединяющий два крыла. Такие иногда делают в школах или общественных учреждениях. Под коридором потрескавшийся асфальт и заросли. Дальше ничего не видно. Посреди двора стоял вертолет незнакомой конструкции. Угловатый, приземистый, он казался неповоротливым, медлительным и напоминал спичечный коробок с короткой штангой рулевого винта. Рядом лежали раскрытые ящики. В них поблескивали крупные оранжевые шары. «Артефакты?» — сказала Катя удивленно. «В ящиках?» «Да, это огненные шары, но их так называют. Артефакты аномалии «Цветок». Вроде бомб. Они взрываются от сильного удара, хотя не так сильно, как обычный динамит». Топот ног стал громче. Нас догоняли. Возле вертолета кружился серый смерч, и я прищурился, разглядывая его. «Что же это такое?» «Ага, воронка!» «Ну, точно!» «Одна из аномалий, опасных для человека». «Воронка производит какие-то артефакты, но сейчас я не мог вспомнить, какие именно». «Так», — сказал я. «Вон на той стороне столовая бывшая. Рядом, значит, кухня. И там должно быть место для подвоза, дорога, по которой машины приезжали с продуктами». «Через кухню попадем на улицу и ходу отсюда. Пошли». Я поспешил в сторону лестницы, которая должна была вывести к висячему коридору. «Откуда знаешь, что там выход?» Спросила Катя, идя следом. «Я пожал плечами. Да просто воспоминание такое». Взбегая по ступеням, она заглянула мне в лицо. «Что ты вспомнил?» «На самом деле ничего. Только смутно так, будто я видел уже что-то похожее». «В смысле, не поняла она? Был уже здесь?» «Нет, не в этом дело. Просто знаю такой... Ну, такой тип строений. Всякие военные базы, бывал на них раньше, даже жил, наверное». Почему-то Рыжую очень волновал вопрос о состоянии моей памяти. Она вновь спросила. «Но про себя ты вспомнил хоть что-то?» «Что ты пристал и не выдержал, наконец, я?» «Вспомню, скажу!» «Меня сейчас больше интересует, куда Марат подевался?» Катя замолчала, прикусив губу. Глаза ее поблескивали. Мы бегом пересекли висячий коридор, спустились по следующей лестнице, и в дверях столовой остановились. «Кровосос вас всех побери!» Сказал я, разглядывая помещение. Столовую превратили в хирургическое отделение. Столы сдвинуты двумя рядами. На некоторых расстелены окровавленные простыни. На них лежат обнаженные человеческие тела. Культи, обмотанные бинтами головы, ампутированные конечности, на полу тазики с красной марлей. Трупов было семь или восемь. Кто-то очень хорошо поработал над ними. И я даже догадывался, кто именно. Шум сзади стал громче. На другом конце столовой была распахнутая дверь. За ней еще одно помещение, поменьше. В глубине его — проем. Оттуда лился дневной свет. Когда связывалась со своими наемниками по радио, тихо сказала Катя, делая осторожный шаг вперед, услышала сигналы «Сос». «Сос», — повторил я. Она пошла между двумя рядами столов, выставив перед собой флагшток, как копье. «Да, кто-то из этого района звал на помощь. Я не потому сюда пришла, просто этот город был у меня на пути, но сигнал шел отсюда. Так, может, это лешие?» Продолжил за нее я, на ходу водя стволом из стороны в сторону. Тела были неподвижны, но меня не оставляло ощущение, что сейчас они все разом сядут на столах, опустив к земле голые ноги в кровоподтеках, повернут к нам лица и уставятся на непрошенных гостей мертвыми, не мигающими глазами. Они таким способом приманивают сталкеров. Или гоблинов. Это еще кто? Так иногда мародеров называют, бандитов. Многие пытаются ограбить того, кто сигнал о помощи дает. Гулкая тишина наполняла столовую, шум сзади смолк, лишь из дверей впереди доносился едва слышный шелест листвы. Мы с Рыжей шли плечом к плечу, дверь была недалеко. За проемом в конце второго помещения я видел растущие снаружи кусты. Я сказал, приманивают, ловят и всякие опыты над ними проводят. Сращивают с разными проявлениями зоны, добавила она. Чего? Вон, Рыжая кивнула. Смотри. Впереди оставалось одно тело. Высокий и широкоплечий человек лежал на столе слева, и теперь я разглядел, что макушка черепа у него срезана. Мозга внутри не было, вместо него в череп вставлен большой артефакт странной формы. Нет, не артефакт, сборка. Это слово само собой всплыло в памяти. Сборка или спайка, их по-разному называют. Конструкция из нескольких артефактов. Иногда у этих штук возникают новые, очень интересные свойства. Я прищурился. Мы почти поравнялись со столом, где лежал этот тип. Сборка в его голове состояла, кажется, из кристалла, пушинки и черного семечка, артефакта, который создает... Что же его создает? Одна из новых аномалий, появившихся уже после... После чего? После той недавней катастрофы, о которой упоминала Катя Орлова, когда мы только пришли в себя. После нее возникло сразу несколько новых аномалий. Мы с напарником успели немного изучить их свойства. Цветок, змеиный клубок с его смерчами, что-то еще. Но где мы были с напарником в это время? Чем занимались? Кто я? В висках заломило. Попытки вспомнить вызывали прилив крови к голове и боль. Мы уже шли мимо стола, на котором лежал человек без мозгов. И тут он сел, свесив к полу голые ноги в кровоподтеках, повернул к нам лицо и уставился на непрошенных гостей мертвыми, не мигающими глазами. Катя вскрикнула. Я заорал, шарахнувшись назад, машинально выстрелил из обоих стволов. Пули ударили в грудь живого трупа, опрокинули его. Мертвец растянулся поперек стола, а мы побежали, но я успел заметить, как труп поднял голову. Сборка в его черепе поблескивала искрами, бледные огни бежали по сплавленным воедино артефактам. «Сын мой!» раздалось сзади. Катя с разворотом метнула флагшток. Она первая нырнула в дверь, я за ней. Уже снаружи я оглянулся и увидел, что живой труп марширует по проходу, а навстречу ему от дальней двери идет, простирая перед собой руки доктор, и позади него видны фигуры других леших. Глава десятая. Марат. Болото. Теперь болото было со всех сторон. В ботинках хлюпало, штаны потяжелели от влаги. Я шел на северо-восток, как говорила рыжая девчонка, рядом с которой мы со сталкером по кличке Алекс очнулись недавно. Хотя доверять ей не стоило. Уверен, она не была полностью искренно с нами. Подозрения возникли у меня с самого начала, как только мы пришли в себя, и она принялась заливать на счет произошедшего раньше. Самый щекотливый момент, который Катя Орлова явно постаралась обойти стороной, почему она успела спрятаться в подвале от выброса, а мы нет. Может, мы не те, кого она наняла, но те, кого нанял кто-то другой, которые преследовали ее, а она от нас убегала и спряталась в подвале. Но зачем мы ее преследовали? Чтобы убить? Может, мы наемники-убийцы? Я сбился с шага, подумав про это. Прислушался к себе, в который раз попытался вспомнить прошлое, но от этого лишь заломило в висках. Ни себя, ни напарника по кличке или по имени Алекс не помню. А вдруг никакого напарника у меня не было, и это тоже выдумки рыжий. Вот только зачем ей сочинять такую историю? Зачем? Далеко впереди возникло приземистое широкое строение. Всматриваясь в туман, я потерял бдительность и чуть не напоролся на аномалию. Все же умения, приобретенные за годы жизни в зоне, не покинули меня вместе с частью воспоминаний о прошлом. Будто что-то подтолкнуло изнутри, заставило окинуть взглядом дорогу. На полном ходу я прыгнул в сторону и повалился в грязь. Болото плеснулось, ленивая круговая волна разошлась по черной поверхности. Я замер, глядя между стеблями о соке. Спина, плечи, шея, подбородок, даже рот, все погрузилось в вязкую жижу, лишь макушка торчала из нее, словно буйок. Стараясь дышать как можно тише, я прищурился, изучая аномалию. Я помнил, они есть разных видов, более или менее опасные, подвижные или нет, мигающие, эти исчезают и возникают на одном и том же месте, хорошо заметные и почти невидимые. Аномалии порождают то, что сталкеры называют артефактами. Аномалии не обязательно материальны, зачастую это лишь энергия зоны, принявшая определенную форму, будто жидкость, налитая в сосуд. Но вот производимые ими артефакты вполне материальны, они имеют вес, плотность, цвет и свойства, полезные либо вредные для людей. За границей зоны множество военных и гражданских организаций покупают артефакты. Вот почему на них такой спрос. Блеклые красноватые отблески медленно ползли по грязи вокруг, по моему лицу и слипшимся в черную корку волосам. Я прикинул расстояние и понял, что спрыгнул с дороги очень вовремя, еще шаг и змеиный клубок засек бы меня. Впереди, между кустами на поверхности болота виднелась идеально круглая вмятина. В грязи лежал невидимый шар диаметром метра два. Из чего состоялись стенки шара совершенно непонятно. Они тонкие и прозрачные, будто пленка из чистейшей родниковой воды. И заметить их можно лишь по иногда пробегающим красным отблескам. Красный свет излучало ядро аномалии, которое перекатывалось внутри шара. Клубок, состоящий из алых змей, гибких, туго переплетенных. В действительности это, конечно же, никакие не змеи, а энергетические жилы, и они куда опаснее обычных ядовитых гадов. Аномальное образование пульсировало, испуская волны напряжения мелкой дрожи. Энергия змеиного клубка сочилась наружу сквозь стенки пузыря, волосы на моей голове шевелились, кусочки засохшей грязи падали с них, кожей лица я ощущал, каким колким стал воздух. Подул ветер, слева закачали заросли, и ядро тут же переместилось в ту сторону, замерло возле невидимой стенки, будто уставилось на осоку. Какое-то воспоминание проклюнулось в голове, смутное, затянутое туманом. Я сморщил лоб, пытаясь вспомнить, это было мучительно. Когда-то мы с кем-то, с кем же, с одним, с одним сталкером по имени лесник, да, с лесником, точно, у нас произошел спор. Он считал, что змеиный клубок это существо, а не просто аномальное образование. Лесник не утверждал, что аномалии этого вида разумны в той же мере, что и люди. По его мнению, они как медузы. Я возражал, что аномалия ближе к растению, бывают ведь хищные растения, которые захватывают лепестками севшую на них мошку. Хотя даже такое сравнение казалось мне слишком смелым. Скорее уж, аномалия это процесс, как морские приливы или покачивание ветвей на ветру, бездумное повторяющееся действие, заключенное в небольшом участке пространства. Но ведь оно реагирует, возражал лесник. Да, соглашался я, с какой стороны не подойди, клубок заметит тебя, хотя глаз у него нет, и переместится в твою сторону, ну а если приблизиться еще, пересечь определенную границу, то... Значит, он обдумывает, пусть и на примитивном уровне происходящее вокруг, доказывал сталкер. А я отвечал ему, когда вода обтекает лежащей на пути камень, она свой поступок обдумывает. Течение воды это закон природы, следствие обычных законов нашего мира. Так и поступки аномалий, змеиного клубка, дерева кукловода, купола, электры или свечи могут быть следствием бездумных законов. Только течение воды или сыпучесть песка является следствием законов природных, а свойства аномалий следствие законов аномальных, возникших в зоне. Кажется, мы тогда с лесником так ни до чего и не договорились и разошлись каждый в свою сторону, а после он исчез где-то в восточном могильнике. Дождавшись, когда ядро откатится на другую сторону шара, я пополз вбок, едва перебирая ногами и руками. Запястья уходили в грязь целиком, на поверхность выныривали крупные пузыри лопались с едва слышным плеском. Надо обогнуть аномалию, сохраняя прежнее расстояние до центра, а когда буду от клубка где-то в 10-12 шагах вскочить и бежать прочь со всех ног. А ведь я понятия не имел, что змеиные клубки попадаются в болотах, считал их порождением степей. Хотя эта аномалия немного отличалась от привычных. Жгуты энергии в ядре несколько иного оттенка, не такие чистые, ярко-красные, с легкой примесью зелени. Скорее всего, такой особенностью обладали именно болотные клубки, так их меняла топь. Но вместе с цветом у местных аномалий могли измениться и свойства, а я ничего про них не знал. В голове все еще клубился туман, в котором возникали и тут же исчезали смутные картины. Ничего толком я припомнить не мог, хотя теперь мне казалось, что змеиный клубок, равно как и цветок или свеча, детище с северной части зоны. Ну да, правильно, рыжая и говорила, что мы на севере, за ЧАЭС. Далеко забрались. Странно все же. Я знаю про аномалии, вон смог вспомнить даже, что змеиный клубок специфическая северная штука, а свое имя забыл. Услышав тихое гудение сбоку, я замер, вслушиваясь, и вскоре сообразил, что является источником звука. Ну, конечно, если это взрослая, хорошо развившаяся аномалия, она должна породить вихри. Гудение приближалось из-за правого плеча. Когда ядро перекатилось на другой бок пузыря, я вновь пополз, осторожно оглянувшись. Смерч в человеческий рост высотой, поднимая листья и грязную воду, медленно двигался по дуге вокруг аномалии. Змейные клубки, достигшие определенного возраста, создают воздушные смерчи, обычно один или два, редко три. Те способны кружиться месяцами, иногда уменьшаясь, иногда набирая мощь, хотя размеры их никогда не превышают одноэтажный дом. Вихрь может разрушиться, если в него попадет что-то крупное, например, человек. Этот в средних размерах, сам по себе не очень опасен, но он вырвет тело из грязи, и тогда клубок атакует меня. Я пополз как можно скорее, едва сдерживаясь, чтобы не вскочить и не броситься прочь. Громко хлюпать и баламутить грязь нельзя, аномалия тут же заметит. Красное ядро каталось по пузырю, волны напряжения расходились вокруг, тысячи незримых иголочек покалывали кожу. Вихрь нагонял, гудение становилось все громче. Несколько мгновений я тешил себя надеждой, что он пройдет мимо, но тут смерч заметил меня. Эта их особенность также стала причиной споров с лесником. Как вихри, порожденные змеиным клубком, находят оказавшихся поблизости людей или животных. Я считал, что они реагируют на тепло тела, а сталкер, что их притягивает мозговое излучение или аромат мысли, как он выражался. Мол, оно есть у любого человека и даже неразумного зверя, и вихри как-то чувствуют его. Ощутив дуновение воздуха, я пополз еще быстрее. Клубок по-прежнему хищно рыскал внутри прозрачного шара, вихрь нагонял. А потом он оказался прямо за мной, поток воздуха зашевелил волосы на голове, по грязи пробежала рябь. Все, конец, сейчас смерч вцепится в меня, вырвет из болота, и красное ядро метнется на ближнюю сторону пузыря. Оставалась единственная возможность. Про этот трюк мне кто-то рассказывал, кто именно я, хоть убей, вспомнить не мог. Однажды он проделал его и спас себе жизнь, хотя и не советовал повторять, так как на его глазах такое же пытались совершить двое сталкеров и оба погибли. Вихрь шипел за спиной. Грязь заволновалась, протяжно хлюпнула, вязкие черные спирали стали вырываться из нее, взлетая к смерчу, а он приближался к локача. И тогда я вскочил. Пустив густую темную волну, я встал на ноги и пригнулся, вперев взгляд в аномалию. Красный клубок молниеносно перекатился ближе. Он будто уставился на меня, грозно и пронзительно. Тело пробрало дрожь. Вихрь качнулся ко мне, поток теплого воздуха обдал спину, по ней зашуршали листья и мелкие ветки. Аномалия выстрелила, но за миг до этого я ничком повалился в грязь. Один из жгутов энергии распрямился будто пружина и стрелой рванулся ко мне пронзительно жужжа. Внутри шара заключен участок пространства с другими аномальными свойствами. Пробив границу и вырвавшись наружу в естественную среду нашего мира, жгут мгновенно изменился, обрел материальность. Раскаленный до алого сияния острый пруд пронесся надо мной и вонзился в смерть. С головой погрузившись в грязь, я не видел того, что случилось после. Зато я помнил рассказ сталкера, пусть и не мог припомнить его имени. Вихрь разбух, наполняясь красным сиянием энергии материнской аномалии и лопнул. Комья и ветки забарабанили по спине, а когда я, вскочив, помчался вокруг клубка. Гудение смолкло, выстрел разрушил вихрь. Змеиному клубку необходимо несколько мгновений, чтобы взвестись, то есть вновь напитаться энергией, которая позволит метнуть в цель новую жгучую стрелу. Эти стрелы и являются его артефактами. В отличие от большинства других артефактов, стрелы не стоят ни копейки, ведь они исчезают вскоре после того, как клубок выплюнет их. Я бежал, как не бегал никогда в жизни, и все же змеиный клубок успел. Раздалось жужжание, и через мгновение стрела раскаленным шилом впилась в правое плечо под ключицей, ударив меня током. Я упал. Хорошо, что впереди раскинулась прогалина, поросшая сухой бурой травой, иначе мог бы захлебнуться в грязи. Мышцы скрутило судорогой, зубы лязгнули, затряслась голова. Жгучие стрелы несут приличный заряд. Вонзаясь в жертву, артефакт мгновенно выплескивает его и превращается в труху. Это и произошло сейчас. Несколько секунд артефакт сжег меня разрядами, от которых тело конвульсивно содрогалось. Хорошо, что аномалия выплюнула вторую стрелу, когда я был уже далеко, на самой границе опасного участка. Пруд успел немного охладиться во время полета, да и скорость уменьшилась, иначе он выжег бы плоть вокруг себя, проделав дыру, куда можно просунуть руку. Рана была сквозной, скосив глаза, я увидел выходное отверстие в плече, зато небольшой, не толще спицы. Я прополз немного, поднялся на колени, упираясь в землю руками. Из дыры просыпалась темная труха, все, жар остановил ее лучше всяких лекарств и повязок. Надо найти болотный трелист, иначе потеряю сознание от боли. Я встал, качнувшись, завалился вперед, но успел выставить ногу и не упал. Вокруг все плыло и шаталось, боль расходилась жаркими пульсациями, будто к плечу раз за разом прикладывали горящий факел. Трелист должен расти где-то неподалеку, у него синие треугольные листья, я видел их, когда бежал. Оглянулся, вихрь исчез, ядро змеиного клубка все так же бесшумно перекатывалось внутри незримого пузыря. Я сделал осторожный шаг, потом второй. По телу развивалась слабость, лон что-то синеет слева, в зарослях осоке. Ну да, он обычно прячется среди более сильных растений, обвивает их своими гибкими стеблями. На следующем шаге я потерял равновесие, упал лицом вниз и пополз, хватаясь за траву. Головой раздвинув заросли, увидел жесткие желтоватые стебли, обвитые лозой трелиста. От боли затуманилось зрение, мир качался, как лодка на волнах. Я ухватил лозу, потянул, не стал даже срывать листья, сунул ее в рот целиком и принялся жевать мягкие сочные волокна вместе с комочками земли, ощущая горечь на языке. Некоторые сталкеры собирают трелист и продают скупщикам или нашим доморощенным костоправам, живущим в лагерях. Из растения варят настои, которыми пропитывают повязки, либо в очень небольшом количестве дают выпить больному. Ни один лекарь-самоучка из зоны не скажет тебе жевать листья, ведь трелист сильный наркотик, вызывающий странные видения. И вскоре я хорошо ощутил его действия. Боль исчезла вместе со всеми тревогами. Я забрался глубже в заросли, перевернулся на спину и сквозь туман уставился в далекое небо. Очень смутно я осознавал, где нахожусь, что это северная часть зоны я двигаюсь в сторону Припяти, надеясь встретить отряд наемников, нанятой незнакомой рыжей женщиной, которая назвалась Катей Орловой. Но понимание было отстраненным и беззаботным, оно не вызывало никаких чувств. Пусть себя ищут, я слишком безмятежен, чтобы волноваться из-за этого, и нашел для себя безопасное место, ведь эти заросли очень густые, никто не заметит меня в них, они высокие и так уютно шелестят. Лишь много позже я осознал, как мне повезло, что тогда в осоку не забрел какой-нибудь болотный мутант. Я бы, наверное, встретил его с благостной улыбкой и не стал сопротивляться, если бы он начал грызть меня. Но никто не появился, и я лежал, благодушно глядя в небо, следя за плывучими облаками, едва различимыми сквозь туман. В какой-то момент я и сам стал облаком, взлетел, воспарил над миром и поплыл в компании тучек, радостно клубясь по влажному синему простору. Потом набух, разросся, потемнел и потяжелел и низвергнулся вниз проливным дождем. Из меня ударила молния, слепящий зигзаг протянулся к далекой земле, к болоту вокруг кольца гор, головокружительное стремительное падение, впился в землю посреди зарослей осоки. Я вскрикнул и резко сел. И понял, где нахожусь. Голова кружилась, подташнивала, но боли не было. Оглядел рану, едва заметная темная дырочка в плече. Немного выше и жгучая стрела пробила бы кость, чуть ниже и зацепила бы легкие. Хорошо бы перетянуть чем-нибудь, чтобы внутрь не набилась грязь. Я достал пластиковый ножик, снял куртку, срезал рукав рубахи по локоть и намотал на плечо, ощутив совсем легкую боль. Видения прошли, но три лист еще действовал. Осторожно привстав, я осмотрелся. Ничего не изменилось, а сока, трава, топь. Сколько я лежал. Небо светлое, но наверняка давно перевалило за полдень. Надо добраться до границы болот, прежде чем наступит вечер. Здесь и днем опасно, а ночью в одиночку невооруженному не выжить, каким бы опытным сталкером ты ни был. я сорвал несколько синих листьев, сунул под повязку и встал. Затошнело сильнее, голова закружилась. Ноги дрожали, болезненная слабость наполняла тело, действия дурманящих веществ. Раздвигая соку, я выбрался из зарослей. Далеко в стороне увидел красное пятно змеиного клубка, почувствовал идущую от него энергию, но слабо, едва-едва. А впереди тянулась земляная дорога. И рядом стоял приземистый дом, именно его я заметил перед тем, как наткнуться на аномалию. Лежа в заболоченной низине между двумя холмами, я внимательно наблюдал за дорогой. Она проходила по вершине насыпи, что за ней видно не было, а вот на ней стоял большой бревенчатый дом, и рядом за оградой виднелось несколько машин. Старый микроавтобус, трактор с прицепом, легковушка, два черных джипа. И еще там были монолитовцы. Я понял, что это именно они по черным комбезам и шлемам. Двое стояли снаружи с оружием на изготовку, охраняя людей в обносках, неподвижно сидящих под стеной дома. Еще один сидел в микроавтобусе, выставив ноги в раскрытую дверцу со стороны водительского сидения. Как минимум трое находились в доме, и последний караулял на покатой крыше, высунувшись по пояс из слухового окна с автоматом в руках. Сбоку из крыши торчал широкий деревянный раструб. Я так и не смог понять, для чего он. Я лежал неподвижно, размышляя. Что происходит в северной зоне? Лешие, теперь вот монолитовцы. И что это за бродяги у них в плену? Обычные сталкеры или нет? Дом, их сторожевой пост, выходит, монолитовцы контролируют это болото, или, по крайней мере, его границу. Я почесал лоб, скосил глаза на повязку. Она так и осталась сухой, оставленная жгучей стрелой рана, не кровоточила. Чувствовал я себя нормально, слабость прошла. Ну, хорошо, главное, что надо решить, собираюсь ли я помогать рыжей девчонке, и если нет, то что мне делать дальше? Ответ был очевиден, в одиночку не выжить, без оружия и припасов, без прошлого. Назад в город нельзя, там лешие. Возможно, Катя Орлова с моим напарником спаслись, возможно, снова в плену, а может, их вообще убили. В любом случае, возвратиться я не могу, но тогда куда мне податься? Значит, надо разыскать отряд наемников и все им рассказать. В конце концов, по словам рыжей, я сам наемник, как-нибудь найду общий язык со своими. Но наемники где-то по ту сторону этой насыпи, границы болота, надо пересечь ее. Скоро начнет вечереть, следует поспешить. Черт знает, какие твари выползают из стопей ночью. Пока я размышлял, из дома появились два монолитовца, пинками заставили пленных подняться и повели к микроавтобусу. Неужели эта развалюха еще ездит? Машина казалась совсем старой, корпус проржавел, стекол нет. Сектанты выстроили пленных позади него и стали связывать им руки. Трое других вынесли из мастерской раздутую меховую подушку. Я сощурился, вглядываясь. Что это такое? Напоминает небольшой воздушный шар, сшитый из шкур. Монолитовцы подняли его, причем было понятно, что они скорее придерживают эту штуку, чтобы она не улетела, чем поддерживают на весу. Водрузили на микроавтобус, пристегнули к нему ремнями. Раздалось гудение, и на дороге справа показались еще два джипа, открытые, выкрашенные зеленой краской. Пора. Я вскочил и нырнул в заросли по левую руку. Надо было обойти этот отрезок дороги и дальше пересечь ее. Пока бревенчатый дом оставался в пределах видимости, я то шел низко пригнувшись, то ложился и полз. У сектанта на крыше наверняка был бинокль. Потом дорога повернула, за поворотом открылось залитое водой поле. Насыпь длинной дугой огибала его и тянулась дальше, исчезая в тумане. Я присел на корточке, разглядывая затопленную низину. На другой стороне виднелись облепленные мхом развалины, торчащие из воды балки и остатки стен. Оглянулся. Здесь перебегать дорогу еще опасно, надо пройти дальше. Можно пересечь поле напрямую, на это уйдет куда меньше времени, чем если огибать его вдоль дороги, очень уж велика протянувшаяся дугой насыпь. Сзади раздалось гудение. На повороте росли деревья с кустами, из-за них я не видел, кто приближается ко мне, хотя сразу решил, что там едут монолитовцы. Иногда двигатель принимался дребезжать и похрипывать. Нет, это не джип, скорее уж микроавтобус. Сквозь дребезжание донеслось басовитое гудение. Ага, джипы тоже сюда движутся. Прежде чем первая машина показалась из-за деревьев, я бросился в воду под насыпью. Опустившись в воду до подбородка, я наблюдал, как процессия удаляется по дороге. Состояла она из ржавого микроавтобуса, одного черного джипа и двух зеленых открытых. В машине ехались десяток сектантов и примерно столько же людей в обносках со стянутыми руками тащились позади микроавтобуса, привязанной к нему длинной веревкой. Они качались и монотонно переставляли ноги. Дождавшись, когда машины проедут вперед с полсотни метров, я быстро пошел через затопленное поле, оставляя за собой две расходящиеся волны. На краю топи туман почти рассеялся, я отчетливо видел все поле. Когда-то это была ферма, длинные земляные холмики, остатки грядок, наполовину размылись, но ступни то и дело попадали между ними, и я погружался в воду почти по пояс. Вокруг тянулся лабиринт заводей, протоков и луж, я лавировал между высокими кустами, и вскоре они скрыли от меня насыпь. Местами трясина уплотнилась, превратившись в ложные острова, забуны, плотные растительные подушки на поверхности, которые тоже приходилось огибать. Из-под ног взлетали гроздья пузырьков, лопались на поверхности. Я столько раз сворачивал, что в конец бы запутался, но насыпь, видневшаяся по правую руку, помогала держать направление. Туман рассеялся окончательно, было душно и тихо, гудение моторов смолкло, только ленивое жужжание слепней висело над полем. В зеркальной глади отражались облака, я шагал сквозь них, и небо качалось, дробилось на мелких волнах. Стало прохладнее, приближался вечер, позади осталось две трети поля, то тут, то там из дна росли целые острова травы, она волновалась на ветру, тихо шелестя. Ни одна аномалия так и не попалась на пути, но я обошел змею, которая проплыла впереди, выставив над водой плоскую голову, миновал ядовитый куст колючку и едва не наступил на дохлого бюрера, валяющегося раздутым брюхом кверху. Труп мутанта насторожил меня, возможно, где-то неподалеку прячется и ведьма. Чешуйчатые болотные карлики и ведьмы обитают рядом. Подумав про них, я остановился. Откуда я это знаю? Болотная ведьма. Зажмурившись, я попытался представить ее, и в голове медленно проступил образ, существо с четырьмя лапами и пары рук, нечто среднее между ящерицей и человеком. Ведьмы живут только здесь, на севере. Мне про них кто-то рассказывал, про них и болотных карликов, и про их повадки, и еще про пузырника. Вот этой твари точно нельзя попадаться на пути. Я удвоил осторожность, но старался двигаться по возможности быстро, все еще надеясь затемно выйти из болота. Солнце скрылось за горизонтом, небо посерело. Наконец показалась ограда фермерского дома. Кривой частокол едва торчал над водой, значит, поле я почти пересек, осталось миновать развалины и откроется конец твоей огромной дуги, у начала которой на меня едва не напоролись монолитовцы. Тогда перебегу через насыпь, ну, а дальше контролер его знает, что дальше. Надо искать отряд наемников. Перебравшись через ограду, я привстал на цыпочках, изучая дорогу, видную поверх развалин. «Если монолитовцы с пленниками двигались немного быстрее меня, то сейчас они находятся примерно на том участке дороги, который мне надо пересечь. Стоит подождать с полчасика, чтобы они точно убрались подальше, и тогда подниматься. Спрячусь пока в развалинах». Зашагав дальше, я услышал рокот сзади. Оглянулся, низко над полем летел гражданский вертолет, дверца его была раскрыта, наружу высунулась наголо бритая голова. Мы увидели друг друга одновременно, он исчез, и вертолет, заложив вираж, полетел в мою сторону. Я побежал, петляя между развалинами, рокот нарастал. Я оглянулся, вертушка была почти надо мной. Мелькнула бритая голова, потом из дверцы один за другим вылетело несколько оранжевых шаров. Они упали сзади, взорвались, подняв фонтан грязи и огня. Земля задрожала, я упал. Впереди торчали обугленные балки, сбоку высилась стена сарая, она развалилась, когда последний шар угодил в нее, и я покатился в другую сторону, чтобы не засыпал обломками. Вертолет, пролетев дальше, зашел на второй вираж. Высунувшийся наружу бритый, дал длинную очередь из автомата, но стрелком он был плохим. Вертолет, описав крутую дугу, понесся на меня, пришлось бежать прочь от руины затопленного поля, то есть к насыпи. Сверху вновь посыпались оранжевые шары. Я бежал, земля содрогалась все сильнее, отблески огня нагоняли вместе с грохотом. Последний шар взорвался, и вертолет промчался низко над головой. Повернул. Другого пути не было, я бежал к насыпи. Рокот машины, немного стихший, зазвучал громче, до склона оставалось шагов сто, когда волосы на голове зашевелились, будто кто-то взъерошил их невидимыми пальцами. Я остановился так резко, что едва не упал. На полпути между мной склоном находилось одно из самых необычных аномальных образований. Если бы я врезался в него, то умер бы на месте. Сталкеры называют его цветком. Ядро аномалии располагается на гравитационном столбе, который полоска дрожащего воздуха. Стебель легко ломается, и диск падает на голову того, кто разрушил его. Над ядром гравитация ослаблена, под ним усилена. Соответственно, все, что попадает под аномалию, увеличивает вес в 5-10-100 раз. Это зависит от возраста аномалии. Диск находился не прямо передо мной, немного левее. Рокот вертолета вновь нарастал, я побежал к аномалии. Загрохотали огненные шары, взбурлила грязь. Насыпь и стебель аномалии были прямо передо мной. На полном ходу я бросился в сторону, обогнул цветок и помчался вверх по склону. Но пилот вертолета не успел повернуть, а может, просто не заметил опасности. Оказавшись над аномалией, машина попала в конус антигравитации. Если там каким-то образом окажется человек, его зашвырнет далеко в небо. Вертолет, ясное дело, куда тяжелее, но и его подбросило с большой силой. Рокот двигателя захлебнулся, вертушка рванулась кверху, из дверцы выпало сразу множество шаров. Машина закувыркалась, стремительно уменьшаясь, стала точкой на фоне вечерних облаков и пропала из виду. Последние шары, выпущенные уже после аварии, градом обрушились вокруг. Один чуть было не угодил в меня, остальные взорвались выше по склону и на дороге. Я заметался между гейзерами земли и огня, от грохота заложило уши, подскользнувшись, я упал на четвереньки, пополз вниз, но сумел выпрямиться и прыгнул на плотно утоптанную землю и увидел, что монолитовцы как раз ехали по этому участку. Последние шары угодили в машины, впереди царил хаос, черный джип взорвался, оба зеленых пылали, два или три шара попали в шеренгу пленников, и теперь они горели, но странное дело, люди не бегали, не катались по земле, пытаясь потушить огонь, просто брели в разные стороны, волоча за собой обрывки веревок. На моих глазах микроавтобус перевернулся, оттуда выкатился сектант, объятый пламенем, вскочил, пытаясь содрать с себя комбинезон. Прикрученная ремнями к джипу раздутая меховая подушка лопнула, с шипением выпустив содержимое, запахло тухлыми яйцами. Еще трое сектантов выскочили из джипа, один заметил меня, вскинул автомат, я отпрыгнул, покатился по земле. Раздалась очередь, и монолитовец упал. Хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Я лежал, подняв голову, но мало что видел из-за дыма. Еще два выстрела, окрик, звук шагов, он едва донесся сквозь гудение огня. Воздух дрожал, жар волнами обдавал лицо. Раздался голос, вставай, мы тебя видим. Я медленно выпрямился, сжимая пластиковый нож в правой руке. Ни одного монолитовца в живых не осталось, из пленников только двое, оба еще горели, один брел прочь по дороге, другой спускался по насыпи. Теперь я сообразил, что это шатуны. Зачем сектанты берут в плен шатунов и какие у них взаимоотношения с лешими. Шатун споткнулся, упал, скатился в воду. Зашипело, повалил дым. Человек остался лежать неподвижно, обгоревшим лицом вверх. Двойники эти, произнес тот же голос, совсем малохольные какие-то. Скажи, Кирилл. Я медленно обошел микроавтобус, переступил через труп монолитовца и остановился. С другой стороны насыпи показались семеро людей, двое обычные наемники, один белобрысый, второй невысокого роста. Еще в двух я сразу признал синхронов. Кажется, я даже слышал про них когда-то, хотя знаком не был. Молодые смуглые парни, один жгучий брюнет, а у второго волосы, как альпийский снег. Пятый невысокий пожилой мужик в полувоенной форме, с фотообъективом вместо правого глаза. Шестой здоровяк с бугристым лысым черепом и длинной прядью волос на макушке. Седьмой морщинистый мужик в брезентовом плаще. Я уставился на него. Мы были знакомы, наверняка. Когда-то, возможно, очень давно, а может, наоборот, недавно, я знал его, знал, как его зовут. Что-то щелкнуло в голове, и я сказал, «Болотник?» Морщинистое лицо осталось спокойным. «Откуда меня знаешь?» спросил он. «Болотник», повторил я, «Макс, Макс, да?» Он кивнул и добавил, помолчав, «Мы не знакомы». «Разве?» осторожно спросил я, «А мне кажется, я тебя видел». Макс Болотник внимательно оглядел меня и покачал головой. «Так чё, бритый здоровяк поднял М4?» «Я его стрельну и нормально, у меня еще полмагазина осталось». «Всего лишь полмагазина, хохолок», ответил наемник с механическим глазом. «Если есть необходимость убивать этого человека, то с помощью ножа». «Да ладно, и нож не нужен». Здоровяк закинул автомат за спину и шагнул ко мне, подняв руки. «Я его так придушу или гранатку в него. У меня последняя». «Эй», сказал я, «хоть кто-нибудь из вас меня знает? Никто? Ладно, тогда вот что. Катя Орлова». «Чё?» Тот, кого называли хохолком, вытаращился на меня. «Ты чё сказал?» «Это были они, те самые наёмники. Я заключил. Она передаёт привет и просит поторопиться». Глава одиннадцатая. Алекс, болотные бюреры. Левая рука повисла плетью, в плече пульсировала боль. Скрипя зубами, я ухватился за торчащий из скочки кривой ствол, кое-как вылез на относительно сухую землю, упал и замер лицом вниз. Город с военной базой, где засели лешие, остался позади, вокруг было болото. Нас преследовали трое, мы ушли от них, убив двоих и ранив третьего, который уполз обратно к городу, но успел вывихнуть мне руку и едва не утопил. Я лежал, не шевелясь, постепенно приходя в себя. Что-то потрескивало и булькало, топь иногда будто сглатывало, чавкало. Так толком и не придя в себя, я уперся в землю здоровой рукой, встал на колени, огляделся. «Алекс», раздавшийся неподалеку растерянный голос, придал мне сил. Вцепившись в дерево, я выпрямился, обхватив ствол, чтобы не упасть. «Эй, наемник!» Я огляделся. Между кочками брела фигура, в тумане за ней проступало что-то темное. «Красавица!» позвал я. «Я здесь!» Рыжая повернула к островку. Опустив ствол, я шагнул навстречу, нога скользнула по влажной земле, и я повалился ничком, растянувшись в грязи у ее ног. Катя схватила меня за плечи, чтобы помочь встать, и я замычал сквозь зубы. «Плечо! Не трогай!» «Что?» спросила она растерянно. «Левая рука вывихнута. Ты что, не видела, как он меня дернул? Не трогай плечо!» «Ну, извини!» Она шагнула на островок, а я, кое-как повернувшись, сел на его краю. С ног до головы Катю покрывала грязь, намокшая рубаха под расстегнутой курткой липла к груди, жиже капала с воротника. Волосы, лицо все черное, девчонка напоминала мутанты из породы крюкозубов. Левую руку она запустила под ворот, крепко сжала пальцами висящий на шее медальон. «Там!» со странным выражением сказала Катя, махнув правой в сторону, из которой пришла. «Оно! Там!» «Что?» спросил я. «Оно!» «Помоги мне!» Она молчала, закусив губу. «Что ты там увидела? Вправь мне плечо, слышишь?» «Вправить?» повторила Катя наконец. «Я никогда не...» «Неважно!» «Эй!» «Приди в себя!» Повысив голос, я положил ладонь ей на колено, чтобы привлечь внимание. Рыжая вздрогнула и отскочила от меня, поскользнувшись в грязи, схватилась за дерево. «Что случилось?» спросил я. «Что с тобой?» «Я...» «Почему ты...» В ее голосе прорезалась злость. Катя глубоко вздохнула и произнесла «Что ты хочешь, чтобы я сделала, наемник?» Я встал на колени. «Возьми меня за кисть руки. Левой. Да, только осторожно. Но крепко. Подними ее. Очень медленно. Она так и сделала, и я скривился от боли. Так. Возьмись еще крепче. А теперь дерни. Немного вверх и на себя. Дерни сильно!» «Но тебе это будет очень больно». Она сказала это равнодушным тоном, словно моя боль не заботила ее, не вызывала никакого сочувствия. «Знаю, иначе никак. И боль будет недолгой. Ну, давай!» Наклонившись, она заглянула мне в глаза и вдруг дернула. Очень резко и сильно, пожалуй, даже сильнее, чем требовалось. Кажется, я закричал, хотя не услышал своего крика. Будто тысячи болотных бюреров завизжали мне в уши. Красная молния расколола мир, он развалился на части и провалился куда-то в темноту. «Алекс, что с тобой?» Голос донесся изгулкой пустоты. Я открыл глаза. Нет, они и так были открыты, но до сих пор я не осознавал этого. «Алекс!» Я лежал на боку, прижавшись щекой к теплой земле. Перед глазами возникло лицо Катя. «Нормально», сказал я и сел. «Уже лучше». Плечо все еще болело, но теперь не очень сильно. Я пошевелил левой рукой, поднял ее, опустил, хлопнув себя по бедру. «Да, порядок». «Не очень-то умело ты это сделала», сказал я. «Ну ладно, все равно спасибо». Она смерила меня взглядом, скривив губы. «Это из-за тебя они нас догнали», сказала она. «Могли бы от них свалить? Так нет, ты остановился, подраться решил». «Чтобы от них свалить, нам пришлось бы бежать и дальше», возразил я. «А бегать по болоту все равно, что по минному полю, так что я все правильно сделал». Рыжая отвернулась. Я никак не мог понять, какие чувства испытывают к девчонке. Она вызывала то почти презрение, а то нечто совсем другое. Иногда хотелось ее обнять, ну и кое-что еще сделать, иногда стукнуть, чтобы не выпендривалась и не командовала. А покомандовать она любила, считала, наверное, что заплаченные деньги дают ей право помыкать с наемниками так и этак. Хотя по ее словам заплатила она и вправду немало. Но где эти деньги? Если я не могу вспомнить, где мы их с Маратом спрятали, то значит их для меня и не существует. Значит ничего не принуждает меня и дальше опекать рыжую, кроме желания, чтобы она осталась жива. Стряхнув с волос быстро засыхающую грязь, я встал. Сейчас все это не важно. Вокруг болота место явно опасное. Вот о чем следует думать. Катя брела прочь, приближаясь к темному силуэту в тумане, и я поспешил следом. Оружия у нас не осталось, разряженную двухстволку я потерял во время драки, после того, как раскроил прикладом череп одного из леших. Осторожно, принцесса, сказал я ей в спину. Здесь наверняка много всего и не договорил, разглядев наконец, что находится впереди. Это растение называют железным деревом. Конечно, на самом деле оно не из железа, но что-то в болотах, какой-то природный элемент, придает коре тусклый стальной оттенок, а древесине необычную крепость. Я слышал, некоторые сталкеры даже используют ее для ножей, хотя подобное оружие большая редкость. Железные деревья растут только в глубине болот в опасных местах. Ствол колонной поднимался над нами, из широко раскинутых сучьев торчали кривые ветки, похожие на согнутые пальцы. На них висели мертвецы, нанизанные на прутье, как креветки. Несколько десятков голых тел, покрытые коркой засохшей грязи крови, тощие с изможденными лицами. Концы ветвей торчали из животов и грудей. В зоне я привык к подобным картинам, но Катя вдруг схватила меня за плечо. «Кто это сделал?» прошептала она. «Хрен их знает. Обитатели болота». «Обитатели? Но кто именно?» Я покачал головой. «Чешуйчатые бюреры, ластоногие ведьмы, болотные кровососы, пузырники». «Пузырники?» «Никогда таких неудки, ну и опасные, конечно. Наверное, даже опаснее крюкозубов. Хотя, конечно, пузырники тут ни при чем, у них и рук нету». «Что, ты уже не злишься на меня, Катя Орлова?» спросил я, обнимая ее за талию. Она оттолкнула меня, но затем подалась обратно и прижалась, хотя и не слишком крепко, и тут же поспешно отступила, тряхнув головой, будто отгоняла слабость. «Ну да, ты, конечно, привлекательный», признала Рыжая. «Привык, что бабы на тебе виснут. Все, идем отсюда». Она пошла в обход железного дерева, меся ботинками грязь. «Идем, ну!» Мгла где-то сзади, скоро будет здесь. «И куда ты собралась?» спросил я, нагоняя ее. «На восток, на другую сторону болота. Надо только до отряда моего дойти, он где-то там». «А откуда ты знаешь, что эта твоя мгла все еще сзади?» «Да чего ей отставать? Она сколько дней меня, нас преследует?» «Тебя поправил я. Не знаю, почему, но она именно за тобой прется, принцесса. И вообще, ты знаешь, сколько это болото тянется? До границы может быть больше километра, а может два или три. И ты хочешь пройти эти на оглядываясь, но тут грязь хлюпнула под ее ногами, и Катя Орлова провалилась. На небольшом островке она заставила меня отвернуться, разделась и долго отжимала от грязной жижи свои шмотки, а после чистила. Я в это время выломал деревце, сорвал ветви и часть коры, превратив его в длинный кривоватый посох. «Бывало в глубине зоны, спросил я, когда она закончила, не у границ, а в глуши». Рыжая покачала головой, и я продолжал. «Тогда слушай, потому что я бывал». «Надо идти осторожно, нельзя просто так топать по болотам». «Во-первых, аномалии». Я замолчал, услышав звук из тумана. Очень необычный звук, что-то среднее между протяжным кваканьем и стоном». «Что это?» начала Катя, но я перебил. «Отсюда!» Звук донесся с запада. Тыча перед собой палкой, я побежал на восток, забыв о своем призыве к осторожности. Сзади донеслось хлюпанье, Катя спешила следом. «Я слышала про ведьм, но совсем мало. Они вправду такие опасные?» Болото, лабиринт островков, кочек и лужец жидкой бурды, поблескивающих радужными пятнами. Идти надо по островкам, но, как ни старайся, постоянно попадаешь в грязь, куда ноги погружаются по щиколотку, а то и до колена. Каждую секунду жирное дно может разойтись под тобой, и тогда провалишься глубже. «Вау-вау-вау-вау» стон раздался вновь уже громче. Мне показалось, что сквозь шлепание наших ног доносится тихий плеск, хотя это наверняка была игра воображения. Ведьма на той ластоногии, чтобы в своей родной стихии передвигаться бесшумно. — Куда мы бежим? — спросила Катя, нагоняя меня. — Иди сзади, ступай по моим следам, — велел я. — Мы ищем холм. — Здесь есть холмы? — Ну, типа большие горбы. — Надо залезть на такой. — Ведьма не полезет на сушу? — Полезет, но там она не такая ловкая, а в воде легко разделается с нами обоями. Вскочив на высокую кочку, я осмотрелся. Железное дерево с телами на ветвях почти исчезло из виду. Туман, уже не такой густой, как полчаса назад, все еще не позволял толком рассмотреть окрестности. Влажно, душно, солнце кажется пятном холодного света далеко наверху. На востоке маячит что-то темное, приземистое. Несколько мгновений я щурился, вглядываясь. Наконец сообразил, что это, и повернулся к Кате, но не успел раскрыть рта, как она показала на запад. — Смотри, в тумане возник силуэт, поначалу едва различимый, он быстро приближался. — Куау-уау-уауа! — Алекс, она совсем близко. Я бросился вперед, крикнув. — Там дом какой-то! Посреди болота не поверила она. Очень быстро выяснилось, что я не ошибся. Деревянное здание стояло в центре плоского острова, окруженного здоровенной лужей, даже скорее болотным озером. От берега к острову вели полузатопленные бревнышки. Часть крыши провалилась. В низкой пристройке не было передней стены, внутри валялись ржавые инструменты. По стенам велись толстые стебли, корешки их впились в щели между пропитанными влагой бревнами. Полосы мха выросли почти до крыши. Такое впечатление, будто тот зелеными пальцами вцепился в здание и медленно утаскивает его вниз. Я ощутил странный запах, тухлые яйца, тина, гнилая вода. На поверхности озера то и дело вспухали и лопались пузырьки, и каждый раз над водой взлетала едва заметная мутно-серая струйка, которая сразу растворялась в воздухе. — Что там произошло? — спросила Катя. — А я откуда знаю? Кто-то этот дом порушил. — Ладно, давай за мной. Когда я вскочил на бревнышки, рыжая прыгнула следом. Они закачались под ногами, захлюпали, подняв брызги. Я побежал, балансируя палкой, и на краю острова остановился. Катя встала рядом. А позади нее из тумана вынырнула ластоногая ведьма. Она не воспользовалась переправой, заскользила прямо по бурой глади. Торс наклонен вперед, широкие ладони, как весла, разгребают жижу, все остальное — под поверхностью. Верхняя часть тела напоминала человеческую, но только на расстоянии, а вблизи, под грубой серой кожей, угадывались кости, каких у людей отродясь не было. Лицо ведьмы пугало. Две хитиновые лопатки заменяли щеки, между ними кривился почти безгубый рот. Сверху выступала массивная кость лба, под ней темнели глаза. Тонкие дуги бровей и узкий нос шевелились, под кожей что-то двигалось, подрагивало, будто там прятались маленькие щупальца и хрящи. Спутанные волосы висели до плеч, хотя это только поначалу они казались волосами. На самом деле отростки скорее напоминали кошачьи усы. Я попятился, не сводя глаз с ведьмы, плывущей вдоль ряда бревнышек. — Куда ты смотришь? — Катя обернулась и ахнула, увидев тварь прямо за спиной. — Это она... но она же не человек. — Конечно, не человек. Я схватил ее за плечо и потащил к мастерской. — Кого ты увидеть хотела? Старуха с метлой? — Нет, но... — распахнув дверь, я ввалился в мастерскую. — Это мутант. Они не люди, но и не звери. — Принцесса, если ты думала... Я замолчал. Весь первый этаж до колен заполняла болотная жижа. В центре помещения выселся каменный круг, похожий на зевстольни. Вверху висели остатки матерчатой воронки и вертикальной трубы из жести. Я шагнул вперед, оглядываясь. Колодец, воронка, труба. Это что, по ней болотный газ поднимался на чердак? А там что тогда? Рядом с колодцем в жижи плавали обломки гигантского колодезного ворота и широченное бревно. Да это же пресс! Он падал в штольню и поднимался, баламутя топь, заставляя ее изрыгать пузыри, струи, потоки газа, которые улавливала труба с воронкой. Но для чего? Что за свойства у этого газа? Зачем он понадобился? И кому? Кровосос побери! Что происходит на севере зоны? Дальнюю часть помещения затянула ведьмина паутина. Толстые зеленоватые нити, гибкие и крепкие. Их вырабатывают особые стрекательные железы во рту лостоногих мутантов. Нити перекрещивались под разными углами, зацепившись за стены и пол. В углу под потолком висел мутно-зеленый водянистый кокон. Из него по пояс выступало тело мужчины в черном монолитовском комбезе с ржавым тесаком, торчащим из живота. Монолитовец слабо шевелился. Что-то это мне напомнило, какую-то картину, виденную не так давно. Паутина, шар, человеческое тело. Я сморщился, заломило в затылке, боль поползла к вискам. Что это? Прошептала Катя, пятясь наружу, но я втянул ее обратно и закрыл дверь, заскрипевшую на ржавых петлях. Здесь ведьмы побывали. Я бросился к окну. Вероятно, монолитовец был работником газовой мастерской, расположенной в этом здании. Или охранником. Но зачем сектантам болотный газ? От спины монолитовца тянулись лохматые нити, проникшие в тело сквозь раны и въевшиеся в позвоночный столб. И все же он оставался жив, бессмысленно шарил руками вокруг, медленно ворочал головой на распухшие синей шеи, будто большая механическая кукла, у которой кончается завод. В этом полузатопленном доме посреди болот, на границе между жизнью и смертью, человек мог просуществовать еще очень долго, месяцы или даже годы. Вау-вау-ва! Сквозь окно я увидел, как ведьма выбирается на сушу. Мутант напоминал кентавра, только вместо лошади — ящер. Женский торс торчал над чешуйчатым телом, две пары коротких лап шлепали по земле широкими ластами. Ими удобно грести на глубине или мелководье, бесшумно и быстро, но для суши они не очень-то годятся. Добравшись до острова, ведьма стала двигаться куда медленнее, заковыляла в перевалку, изгибая длинный хвост. Назад я шагнул вглубь помещения. Отойди от двери! Ведьма заметила меня в окне и рванулась к мастерской, вытянув переднюю пару конечностей, почти человеческих, хотя пальцы слишком длинные, узловатые и с темными когтями. Лишенное выражение «узкое лицо» казалось мертвым. Ласты глухо шлепали по земле, извивался хвост. Попятившись от окна, я наступил на что-то, опустил взгляд, увидел проржавевший нож со сломанной рукоятью, схватил и отвел руку, чтобы метнуть в мутанта. Ведьма вперила в меня неподвижный мертвенный взгляд, раскрыл рот. Грудь ее раздулась. Поняв, что сейчас произойдет, я повалился на спину. Ядовито-зеленая слюнная нить рассекла воздух над головой. Она не рвалась, растягивалась, истончаясь. Конец влип в водяную паутину на другой стороне помещения, одновременно второй конец оторвался от стрекательной железы под языком ведьмы. Нить дернулась, опускаясь на меня, но прилипла к оконной раме. Стало темнее, мутант закрыл льющийся из окна свет. Вскочив, я ткнул ведьму ножом в грудь. Серое лицо оказалось прямо передо мной, угловатое, безобразное, похожее на человеческое, вроде злобной карикатуры, нарисованной шизофреником. Оно шевелилось, под шкурой двигались какие-то хрящики и суставы. Вырвав у меня нож, тварь сжала его обеими руками и сломала. До половины протиснувшись в окно, она схватила меня за плечо, не давая отступить. Рыбий рот открылся, смрадный болотный дух окутал меня. Ведьма протянула руку, метя когтями в глаза. Я ударил ее в лицо, что-то рыжая промелькнула мимо, и когти рванули кожу с плеча, оставив глубокие раны. Ведьма квакнула, заклокотала горлом, пытаясь влезть обратно. Стоящая возле меня Катя вновь замахнулась ржавым тесаком, который вырвало из живота монолитовца. Второй удар пришелся в грудь мутанта. Рыжая опять подняла тесак, и я поймал рукоять, обхватив тонкие пальцы, меняя направление. Третий удар мы нанесли вдвоем. Клинок вошел в шею, острие показалось с другой стороны. Позади ведьмы на остров выбрались еще две. Вокруг сновали чешуйчатые бюреры с гибкими конечностями и крошечными главенками. Суетливой бестолковой толпой они двигались к газовой мастерской, а из озера выныривали все новые твари. Когда мы только оказались здесь, я заметил на другой стороне за паутиной чердачную лестницу и рядом дверь, ведущую на задний двор. Выхватив у Кати тесак, я рванулся к ней, прикричав на ходу, «Туда! Может, они еще не окружили?» Дверь с хлюпаньем опрокинулась внутрь, в проеме возникла четвертая ведьма, за ней полезли чешуйчатые бюреры. Нижняя часть паутины находилась в пару локтей над грязевой поверхностью. Пригнувшись, я скользнул под нее к лестнице. Трухлявые ступени затрещали, лестница вела к раскрытому люку, и я добрался до него первым. Отпрыгнул, Катя проскочила мимо, а я развернулся и со всей силы саданул тесаком. Он врезался в перила и опустился дальше, пробивая ступени прямо перед толпой бюреров. Ржавый клинок сломался вместе с досками. Лестница не обвалилась, как я рассчитывал, но тварей задержало и это. Три карлика с пронзительным чириканьем полетели вниз, другие отпрянули, повалив бегущих следом. В моих руках осталась рукоять с коротким обломком клинка. «Сюда!» — крикнула Катя сверху. Она присела на чердаке, подняв крышку люка, готовая захлопнуть ее, как только я окажусь рядом. Я нырнул в проем. Под лестницей появилась ведьма, приподнялась на кривых лапах, задрав голову, уставилась на меня темными глазами. Катя рывком выпрямилась, закрывая люк, и тут гибкое чешуйчатое тело метнулось к нам. Болотные бюреры, ростом по пояс человеку, подвижные, безмозглые и полные злобы. Страха они не знают, слишком глупы, чтобы бояться. Прямо передо мной возникла вытянутая мордочка, зеленая пасть, узкие ноздри, змеиные глазки. Карлик прыгнул, лапы толкнули меня в грудь, и я повалился, растянувшись во весь рост возле люка. Крышка захлопнулась с оглушительным стуком, дощатый пол качнулся, со скошенного потолка посыпалась труха. Я сильно ударился затылком, бюрер упал мне на живот, задние лапы сжали бока, когти впились в кожу. Передними тварь вцепилась в волосы и припала к горну, разинув пасть. Длинный тонкий язык выскользнул наружу, он напоминал покрытый слизью гибкий пруд, увенчанный роговым острием. Ухватив стоящее торчком жесткое ухо, я рванул, что было сил, не позволяя языку коснуться шеи, и другой рукой вонзил в узкую спину обломок тесака. Клинок вошел с влажным чмоканьем, пробил позвоночник. Бюрер пронзительно зачирикал, язык дернулся, роговой кончик коснулся кадыка, стесав лоскут кожи. По шее потекла кровь, я провернул тесак в ране, погружая глубже, круша позвонки и хрящи. Карлик квакнул, дернулся и сдох. Язык в разинутой пасти свернулся кольцом, будто пружинка, и тут же распрямился с едва слышным хрустом, превратившись в острую короткую спицу. Над ухом громыхнуло. Я выдернул из мутанта обломок тесака, спихнув с себя легкое тело, сел, тут же вскочил и прыгнул на помощь Кате. Хорошо, что она не растерялась, пока я дрался с Бюрером, успела опрокинуть на люк колченогий стол, а теперь пыталась подтащить тяжелый железный стеллаж. Теплая кровь сочилась по шее и груди. Я сбросил со стеллажа шипастый шар с короткой цепью и навалился, толкая. В люк ударили, крышка приподнялась, в щель сунулся Бюрер, но мы уже опрокинули стеллаж сверху. Он с грохотом упал, вдавив крышку в отверстие. Под стеной еще один. Катя бросилась ко второму стеллажу, оглянулась. Ранен? Я лишь махнул рукой в ответ. Снизу доносилось чириканье, виск и цокот когтей по ступеням. Крышка содрогнулась, гора мебели на ней заскрипела, проседая. Мы взгромоздили сверху второй стеллаж, обломки кресел, длинную лавку и окованный железом сундук. Теперь открыть люк снизу будет трудновато. Тяжело дышая, отошел назад, окинул чердак взглядом. Одно окно в наклонном потолке, второе в боковой стене, рухлядь по углам, над головой крепкие балки. В полу круглое отверстие, начало трубы с раструбом. Оно забрано толстенной решеткой на огромном висячем замке. Проникнуть сюда мутантам будет нелегко, но мы в заперти, окружены, и пути к отступлению нет. — Нужно оружие, — сказал я, шагнув, к мертвому бюреру. Голова закружилась, ноги подогнулись, и я опустился на корточки. — Что с тобой? — спросила Катя. Я положил ладонь на раненую шею и сжал зубы так, что загудело в ушах. — Очень их много, — сказал я. — Сразу несколько ведьм и столько бюреров. Совсем опасно стало на болотах. Хотя именно в этих я раньше вроде и не был. — Наверное. Присев рядом, рыжая взяла меня за плечо. Рана глубокая. — Не знаю, я тяжело сглотнул. Надо остановить кровь. — Что ты делаешь? — воскликнула Катя. Я взялся за торчащий из разинутой пасти язык и потянул, приподняв чешуйчатую голову. Действуя очень осторожно, чтобы ненароком не коснуться шершавого острия, сунул в пасть обломок тесака, ковырнул. Что-то чавкнуло. Бюрер дернулся, будто на мгновение ожил, и срезанный у основания язык очутился в моей руке. Твердый тонкий пруд, заостренный на конце. — Зачем это? — с омерзением спросила она. Положив тесак на пол, я смотрел добычу, наморщил лоб, вспоминая, щелкнул пальцами и пояснил. За языки чешуйчатых болотных бюреров скупщики пару сотен платят. Ценная вещь. Их еще спицами называют. Наконечник стесывает кожу получше любой наждачки. Я поднял язык, разглядывая на свет. Если в увеличительное стекло глянешь, увидишь, что из кончика выходит иголка длиной с полмизинца, очень тонкая, но крепкая. Говорят, можно сделать духовую трубку, зарядить спицей и... Наемник, у нас нет трубки. Ничего, все равно пригодится. Снизу доносились скрип и плеск, но пока что никто не пытался проникнуть на чердак. Я сказал, возьмите сак и у окна постой. Бюреры попробуют залезть оттуда. И ведьмы... Она подняла ржавый обломок. Нет, они очень сильные, но на суше неповоротливые, по стене не залезут. Зато одна плюнула в тебя. Сюда не доплюнут. Катя встала у окна в стене, выглянула и сказала. Мне кажется, отсюда насыпь какая-то в тумане видна. Далеко. Может, это граница болота? Что-то слишком маленькое болото получается. Анчар так и говорил по радио, что оно небольшое. Это хорошо, конечно, сказал я, подумав. Но один хрен мы сейчас отсюда вылезти никак не можем. Я потрогал шею, замотанную рукавом рубахи. Горло ныло. Сглатывать было больно. Оторвав от уже испорченной рубашки длинный узкий лоскут, я двумя пальцами аккуратно взял спицу и стал накручивать ткань на тупой конец. Что снаружи? Они со всех сторон. Откликнулась рыжая, высунув голову в окно. Бюреры собрались толпой и чирикают. Ведьмы ползают кругами. Алекс, ты с ними раньше сталкивался? Иногда она называла меня Алексом, иногда наемником. Наверное, кличка, или это все же было мое имя, шла в ход, когда отношение рыжей менялось на более приязненное, а наемник, когда она злилась, что случалось часто. Сталкивался, но с другими породами. Что это за твари? Спросила она растерянно. Я не понимаю, как они... Я покосился на нее. Мутанты. Это ясно, но они... Когда я вижу псевдопса или кабана, я знаю, это зверь. Не потому, что меня так научили. Просто по ним это видно. Мутировавший зверь. У них звериные повадки, звериные мозги, звериная... натура. Когда вижу человека, пусть даже это какой-то грязный бродяга-сталкер, алкаш и наркоман, все равно ясно, что это человек. Но ведьмы. Я гляжу на них и не могу понять, кто они такие. Не звери и не люди. Пожав плечами, я сказал. Мутанты. Кабаны с псевдопсами больше на животных похожи. А контролеры, кровососы или вот ведьмы... Это уже другое. Потому-то они так и опасны, что у них звериная натура. Но очень развитые мозги. Хотя у контролеров они, наверное, ближе к человеческим все-таки. В конце концов, получилось нечто вроде короткой рукоятки. Усковатой для моей ладони, но в остальном удобной. Я сжал спицу, повертел ею, взмахнул. Рыжая пристально глядела на меня. Что? Спросил я. Татуировки. Черная и темно-красная. Скосив глаза, я повернул голову в одну сторону, в другую. На левом плече темнел рисунок. Морда тигра в берете и с биркой на шее. На бирке крошечные цифры. На правом перекрещенные ножи, напоминающие полумесяцы темно-красного цвета. Откуда они? Не помню, признался я. Вроде... вроде ножи и знак одной сталкерской банды. Наверное, я в ней состоял. А тигр... Нет, не могу вспомнить. Похоже на десантную наколку. Цифры. Это значит номер бригады. Девяносто пятая. И годы службы. Что-то такое. Но почему другой рисунок красный? Я еще раз глядел татуировки и щелкнул пальцами. А-а-а! Первая наколка обычными чернилами сделана, а вторая кровью крюкозуба. Надев куртку на голое тело, я пошел к окну в крыше. Ты хоть что-нибудь вспомнила о своем прошлом? Спросила Катя. Очень смутно. Какие-то куски... ничего конкретного. Под люком скрипнула, и мы бросились к нему. Встань с другой стороны! Я присел рядом с горой мебели. Эта ведьма пытается залезть по лестнице. Подняв оружие, мы замерли по разные стороны крышки. Не спуская взгляда с баррикады, я попятился, нащупал на полу цепь и шагнул обратно, волоча шипастый шар, раньше лежавший на стеллаже. Обрывок цепи был длиной с метр. Я намотал его конец на руку. Скрип повторился уже громче. Может, там не одна ведьма, предположила Катя. Я покачал головой. Слишком они неуклюжие на суше. А лестница не очень-то широкая. Часть ступеней сломана. Нет, вдвоем им не залезть. У нее хватит сил открыть люк. Не знаю. Вообще-то они очень сильные. Хотя... Раздался глухой удар, и гора мебели содрогнулась. Врежем по ней с двух сторон, быстро сказал я, приседая и отводя в сторону руку с цепью. Шар лежал за спиной, цепь натянулась. Попробую попасть ей в морду, а ты руби по шее. Обломком не очень-то нарубишься. Неважно, просто тычь, режь. Только не наваливайся на нее. Не попади под шар, когда я... Под баррикадой громыхнула. Мебель протяжно заскрипела, и вновь все смолкло. Мы не шевелились. В дальнем конце подвала, за спиной девушки, я разглядел покосившийся табурет, где стояла разбитая масляная лампа. Рядом в треснувшей миске лежала огнива, шершавая железная дуга и пружинка с кремнем на конце. Вновь удар, теперь сильнее. Куча мебели начала приподниматься. У нее получается, прошептала Катя. Между обломками виднелся край крышки. Она мелко подергивалась. Обломки постепенно съезжали с люка. Выпустив цепь, я упал на пол, прижался к доскам щекой, заглядывая. Мускулистые руки упирались в крышку. Я увидел верхнюю часть головы, глаза, и, что было сил, ткнул в них спицей. Мое запястье едва успело выскользнуть обратно, когда раздалось пронзительное «Куа-уа-уа», и крышка со стуком упала. Кажется, в последний миг ведьма попыталась плюнуть в меня, но не успела. Люк захлопнулся. Снизу донесся грохот, мастерская дрогнула, с потолка посыпалась труха. Лестница сломалась. Я поднялся на ноги. Все, теперь и мне... Скрипс молк, его сменил другой звук, будто множество маленьких твердых ножек ударяли по дереву. Что там такое? Я бросился к окну в крыше, а Катя прыгнула ко второму. Теперь стало понятно, что происходит. Тварь на лестнице отвлекала нас. В это время бюреры подошли к мастерской. Они уже взбирались по стене, вонзая когти в дерево, срываясь и вновь бросаясь на бревна. Самые резвые преодолели половину расстояния. Позади стояли две ведьмы и наблюдали за происходящим. Стой на месте! Я побежал в дальний конец чердака. — Что ты хочешь делать? — крикнула вслед рыжая. Упав на колени перед табуретом, я сбросил с него огнивые лампу, подобрал валявшиеся на полу остатки рубахи, разодрал на две половины. Схватив табурет, ударил о пол. Он сломался. Две ножки остались у меня в руках. — Что ты делаешь? Аликс, они уже близко! Болотные бюреры боятся огня! Несколько секунд ушло на то, чтобы соорудить два факела. Масло в разбитой лампе загустело. Я зачерпнул его ладонью, намазал на ткань, сжав факел одной рукой. Второй подхватил огниво и бросился обратно, на ходу чиркая кремнем. Раз, второй, третий! Наконец брызнула струйка искр, упала на ткань, и та загорелась. Огонь сразу перешел на второй факел. Катя, выставив руку в окно, ударила бюрера, пытавшегося забраться на чердак. — Держи! — я сунул ей факел. — Просто тычь в них! Две твари полезли во второе окно, и я прыгнул туда. Карлики заверещали, ощутив жар. Один выскочил обратно, второй заметался в оконном проеме, ударяясь о раму. Огонь загудел, факел описал красную дугу и врезался в чешуйчатую башку, опалив морду и уши. Визг бюрера на миг заглушил все остальные звуки. Дергаясь, он упал на пол, и я каблуком пробил череп, размазал мозги по доскам. Отпихнув бьющегося в судорогах бюрера, высунулся в окно, тыча перед собой факелом. Стена ниже шевелилась. Мутанты лезли друг по другу, верхние уже перебрались на скат крыши и сразу поползли быстрее. Они были в метре от проема, когда почувствовали жар и остановились. Даже ведьмы не могут заставить болотных бюреров лезть в огонь. Ко мне обратилось множество узких морд и полных тупой злобы глаз. Я высунулся дальше, полоснул факелом по чешуйчатым головам. Раздался хоровой визг, передние карлики отпрянули, но несколько из ползущих сзади еще не поняли, что происходит, и рвались дальше. Началась неразбериха. Они покатились по скату, сшибая собратьев. Когда на крыше не осталось ни одного мутанта, я подбежал к Кате, но ей помощь не требовалась. По вертикальной стене взобраться труднее. Все бюреры попадали, как только рыжая начала молотить верхних факелом. Под зданием корчились несколько бюреров. Остальные отбежали дальше, жалобно чирикая, окружили ведьм. Одна, не обращая внимания на неразбериху вокруг, пялилась на нас. Вторая вдруг развернулась и поползла в туман. — Надо потушить факелы, — сказала Катя, ежась под пристальным взглядом нечеловеческий глаз. — Чтобы не прогорели совсем. Там осталось масло. Если они еще раз попробуют... — Масло осталось. Положив на пол факел, я наступил на него, взял у рыжей второй и тоже погасил. — Вряд ли ведьмы смогут заставить бюреров повторить это. Слишком те огня боятся. Меня сейчас другое волнует. Куда она поползла? Катя покачала головой и спросила. — Откуда они берутся, Алекс? Бюреры эти ведьмы. Откуда? — Мутанты ведь размножаются, — ответил я. — Но ведьмы... Или у них есть самцы? — Болотные бюреры — детеныши ведьм. Ты что, не знала? — Но те не рожают их. У ведьмы в определенный сезон, под грудью, появляется куча мутных пузырей. Внутри зародыши бюреров. Еще без чешуи, голые, розовые, на вроде новорожденных крысят. Мамаша их забирается глубоко в топь, выпускает слюнную паутину, плетет кокон вокруг себя и засыпает надолго. Паутина медленно растворяется в воде. Пузыри на теле в конце концов лопаются, как раз когда паутина окончательно исчезнет. И бюреры вылезают в виде головастиков. Говорят, из каждого выводка получается одна ведьма и где-то с два десятка бюреров. А тот человек внизу — монолитовец в пузыре. Девочка, тебе будет неприятно узнать это. Она поморщилась. Нет уж, говори, я хочу знать все. Человек — будущая пища для головастиков. Когда самка уплывет делать себе кокон, она захватит его с собой. К тому времени он уже затихнет. Умрет. Кокон полностью его в себя втянет. Когда вылупятся головастики, первое время тело будет для них пищей. Снаружи ничего не менялось. Немного успокоившиеся бюреры все так же сновали вокруг ведьмы, а она торчала на месте и мрачно пялилась на мастерскую. Вторая все не показывалась, как и та, что пыталась открыть люк. Ты был прав, сказала наконец Катя. Лучше бы я не знала этого. На самом деле я не сказал ей всю правду. Пища для головастиков оставалась живой. Водянистый кокон состоял из каких-то особых веществ и консервировал тело. Человек или животное впадали в транс, но они гибли. Не знаю, может, жертва не чувствовала боли, хотя все еще оставалась жива, когда головастики начинали жрать ее, и, возможно, понимала свое положение. Это вызывало омерзение даже у меня, привыкшего к извращениям зоны. Что уж говорить о Кате, знавшей про них куда меньше. Почему так темно? — спросила она, высовываясь в окно. — Посмотри, до сих пор сумерки, ведь уже заполдень. Это из-за тумана? Я пожал плечами, глянул в окно, убедившись, что на скате пусто, пошел за шаром с шипами и цепью. Что они там затевают? Куда делась ведьма? И где та, что отвлекала нас, пытаясь открыть люк? Хотя она-то могла погибнуть под обвалившейся лестницей. Либо обломки придавили ее, ранили, и ведьма лежит в жиже, затопившей первый этаж, приходит в себя. Но вот куда уползла вторая? — Ведь мы ничего не можем сделать, наемник! — сказала Катя, будто прочла мои мысли. Я опять стал наемником. Чем я теперь не угодил девчонке? Из-за чего она опять изменила отношение ко мне? Наверное, это не зависело от моих поступков и слов. Настроение рыжей менялось по каким-то неподвластным для мужчины внутренним женским законам. — Ты слышишь? Мы ничего не можем сделать, да? — Ничего, — сказал я, возвращаясь. Мы в ловушку попали. Оружия нет, и с теми, кто нас окружает, справиться не можем. — А, этот твой артефакт, — спросил я, показывая на необычный контейнер, висящий на ее боку. — Какие у него свойства? Может, он как-то поможет? — Нет, — резко ответила она. — Я не знаю, какие у него свойства. — Так доставай, узнаем. — Нет. Мне нужно передать его в целости и сохранности. — Для этого самим надо оставаться в целости и сохранности, — проворчал я, поигрывая цепью, прикованной к шару с шипами. Рыжая, переступив с ноги на ногу, сдула с лица прядь волос. Че это она так занервничала при упоминании артефакта? Что-то странное с ним связано. Тайна какая-то. Нутром чую. — Вообще-то есть еще один способ, — произнес я задумчиво. Хотя... Нет, на самом деле, нет у нас никакого выхода. Какой способ? Огонь. Огонь? Причем тут... Я взглянул на нее. Красавица, если ты в зоне хочешь выжить, то должна тактике учиться. Я и учусь, — грознулась она. Постоянно учусь. Ну так что, наемник? Ты называешь меня то наемником, то Алексом. Выбери, наконец, что-то одно. Мы можем поджечь дом. — Поджечь? — растерянно повторила она. — Да. Бюреры сразу разбегутся при виде такого сильного огня. Да и ведьмы не полезут в него. Надо будет ждать на чердаке до последнего, когда уже невозможно дышать станет. А тогда вылезать в люк или в окна. Спрыгивать, факелами махать и прорываться сквозь толпу. Ну и бежать к той насыпи, которую ты в тумане углядела. — Но они за нами погонятся. — Конечно. По болоту, то есть по своей территории, где они знают, наверное, каждую травинку. И двигаются быстрее людей, ловчее. Тьфу. Глупый план, наемник. Во-первых, можем сгореть. Во-вторых, нам не пробиться сквозь них хотя бы и с факелами. В-третьих, даже если и не сгорим и пробьемся, они скоро догонят нас. И вот потому-то я и сказал, что на самом деле выхода нет. Катя стояла возле окна, озаренная тусклым холодным светом, сжимая и разжимая кулаки. И я не выдержал. Так уж на меня женщины действуют, особенно молодые и симпатичные, пусть и злые. Особенно, если я их долго не видел, женщин, не общался с ними. Выпустив цепь, я шагнул к ней, обнял, прижал к себе так, что она сдавленно охнула. Рыжая ударила меня по плечу, в спину, а потом тонкие руки обвили мои плечи. Мы замерли, приникнув друг к другу, но не целуюсь, просто прижавшись, закрыв глаза, и стояли так долго. Пока снаружи не донеслось пронзительное «Куа-уа-уа-уа-уа», а следом взволнованное чриканье карликов. Я отстранил ее. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг к другу, потом я спросил. «Что за медальон у тебя на шее?» «Это мне жених подарил», — тихо сказала она. Я отвернулся, выглянул в окно и выругался. «Что там?» Она встала рядом, посмотрела и сдавленно выругалась. «Твою мать, что это?» «Пузырник», — сказал я. «Вот теперь нам конец, красавица». На островок неторопливо выползала огромная гусеница. Тело, густо поросшее отростками, вроде тех, что украшали головы ведьм, состояло из пухлых шаров, сросшихся боками. Они перекатывались, подрагивали, как желе, длинное тулово ходило волнами. Я знал, что под рыхлым брюхом прячутся маленькие белые ножки, хотя видно их не было. Пузырник полз медленно, подминая куцую траву, оставляя сзади дорожку из слизистых комков, которые медленно таяли на воздухе. Таяли и воняли. Вместо глаз лиловые складки, вместо рта из головы торчат два хобота, толстые и очень длинные отростки. Они были свернуты спиралями в тех местах, где у человека находятся щеки. Одна ведьма шла впереди пузырника, другая — сзади. Я не смог понять, какая из них недавно покинула островок. Мне ластоногие казались одинаковыми. Отступив от окна, я оглядел чердак, соображая, что теперь делать. — Для чего они его сюда привели? — спросила Катя шепотом. — Чтобы запузырить нас. — Чего? Я схватил факел с пола и вытащил из кармана огнива. — Думаешь, он боится огня, как и карлики? — Не знаю, но надо же что-то делать. Катя подняла второй факел, но мой уже разгорелся, и я остановил ее. — Подожди, посмотрим, что это даст. Ведьмы остановили пузырника в десятке шагов от мастерской. Бюреры суетились, бегали вокруг Чирикая, сталкивались и падали, ползали друг по другу. Одна ведьма засеменила к пузырнику, вторая, наоборот, отошла подальше. Я размахнулся и швырнул факел. С гудением он упал на спину ползучего мутанта, подпрыгнул, перевернувшись, и застрял между складками. Карлики завещали, рванулись прочь от огня. Пузырник содрогнулся, хоботы его задергались. От факела пошел еловый дымок, что-то зашипело, как масло на сковороде, и на длинной туши вспух дрожащий пузырь. Тварь начала неуклюже разворачиваться, пытаясь убраться обратно в топь. Вряд ли ластоногие смогли бы снова выудить оттуда пузырника и заставить приползти к мастерской. Стоящая в стороне ведьма заспешила к нему. Я оглянулся, выискивая, чем бы швырнуть в нее, схватил валявшуюся на полу цепь и стал раскручивать железный шар. Катя отпрянула, чтобы шипы не зацепили ее. Цепь лязгнула, и я всем телом подался вперед. Шар вылетел в окно. Ведьма протянула руку, пытаясь ухватить факел, а тот качался, шипел и плевался искрами на содрогающиеся туши пузырника. Длинные лапы коснулись обгоревшие табуретные ножки, и тут шар врезался в голову ластоногой. Ведьма упала, дернув рукой. Факел взлетел по дуге, вращаясь, как томогавк, с плеском шлепнулся в болото и сразу погас. Я выругался. Раненая тварь сучила ногами, обхватив голову, пытаясь отползти от пузырника. Вторая подступила к нему с другой стороны и осторожно поглаживала пухлые бока, успокаивая. Из-за угла дома показалась третья, хромая, заспешила к ним. «Надо еще факел бросить», — сказала Катя. «Зачем? Теперь они его сразу погасят. А мне даже кинуть в них нечем, чтобы отогнать. Ладно. Но что они дальше будут делать?» «Вот что!» — я ткнул рукой в окно. Пузырник почти успокоился. Прозрачное вздутие на спине опала втянулось обратно. Ведьмы подобрались к морде твари, взялись за концы хоботов и потащили их, разматывая, к углам мастерской. «Что они делают?» «Я же сказал! Хотят запузырить нас, я слышала. Но что это значит?» Хоботы развернулись. Две длинные толстые трубы, сужающиеся на концах, увенчанные хитиновыми наконечниками, вроде того, что был на языке бюрера, но гораздо больше. Ластоногие воткнули их в рыхлую землю по углам здания и засеменили назад. Хоботы напряглись, а пали, вновь напряглись, как червяки, втягиваясь под землю. Я отскочил от окна, лихорадочно оглядываясь. Что если стащить мебель с люка, прыгнуть и попробовать сбежать по другой стороне островка? Наверное, все мутанты собрались здесь. Хотя нет, ведьму наверняка оставили у лестницы часть карликов. Но ведь другого выхода все равно нет. «Он раздувается!» — крикнула Катя. «Нет, не успеем. Пока будем освобождать люк и спускаться по сломанной лестнице...» Бессмысленно! И я вернулся к окну. Пузырник надувался. Толстые отростки шевелились. Бугристая шкура разглаживалась по мере того, как через щель клапан на заднем конце туши внутрь втягивался воздух. «Осторожно!» — крикнул я, широко расставляя ноги и пригибаясь. «Присядь!» В этот миг пузырник выдохнул. Пол качнулся. Мы упали под окном, обхватив друг друга. Облако трухи слетело с потолка. Здание накренилось, угрожающе скрипя, и стена обвалилась. Волна шипения поднялась снизу, запахла тухлыми яйцами и гнилой водой. Сквозь круглую решетку я увидел, как в полузатопленном зале первого этажа вспухают огромные пузыри, взрываются болотным газом. Земля в центре островка ходила волнами, мастерская стала похожа на лодку, попавшую в шторм. Гора мебели рассыпалась, что-то с грохотом упало в дальнем конце чердака. Перевернувшись набок, я увидел, как вдоль балки над головой бежит трещина. Балка прогнулась и лопнула, одна половина рухнула на нас. Схватив Катю, я откатился. Доски брызнули щепками, когда заостренный конец клюнул в пол там, где мы только что лежали. Обломок балки соединил пол с крышей. Последние газовые пузыри вырывались из земли, мастерская качалась уже не так сильно, и я крикнул «Наверх, а то завалит!». Вспрыгнув на наклонную часть балки, я побежал к пролому в крыше, волоча девчонку за собой. Когда оказались снаружи, она потеряла равновесие. Пришлось лечь на краю, обхватить ее и прижать к себе. Короткого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, мастерская вот-вот развалится. Одна стена исчезла, часть крыши обвалилась, пол чердака накренился. Середина острова просела, значит, ведьмам повезло, и хобот и пузырника не просто взбаламутили болотные недра, но достигли подземной каверны, полной газа. Катя, наконец, забралась на крышу. Я отпустил ее. Сжимая язык бюрера, привстал и сказал, «По-моему, пузырник может повторить это два или три раза подряд». Мутант опять раздувался. Второго газового взрыва мастерская точно не выдержит. Уж сейчас она едва стояла. Взобравшись на конек, я выпрямился и повернулся кругом. Катя ухватилась за меня, встала рядом. Поколебавшись, обхватила за поясницу и прижалась к плечу. «Опять Алекс?» – спросил я, придерживая ее за плечи. «Чего?» «Я снова Алекс, не наемник». Бюреры внизу неистовствовали, носились вокруг здания, высоко подпрыгивая, чирикая, как стая психованных воробьев. Готовились наброситься, как только мастерская рассыплется. Ведьмы стояли по бокам от раздувшегося пузырника, обратив к нам мертвые лица. «Ты не потерял, Эти Сак?» – спросил я. Увидел ржавый обломок в ее руке и кивнул. «Хотя бы постараемся перед смертью убить как можно больше их». Катя повернулась ко мне, заглянула в глаза. «Алекс, я хотела сказать, короче, ты не...» Начала она, и тут пузырник взорвался. Во все стороны разлетели слизь и лиловые шметки. На край островка из тумана выступили несколько человек. Впереди всех шли здоровяк с бритым бугристым черепом и Марат. Глава 12. Марат. Ловушка для мглы «Припять!» – сказал Нешек. «Это же Припять!» Мы с Алексом одновременно остановились. Идущий впереди болотник сказал. «Это не Припять, другая река. Называется Быстрянкой. Начинается от Припяти и дальше впадает в грязевое озеро. Там граница северного могильника». «Ну так нам немного осталось!» – обрадовался Нешек. «Значит, отсюда можем дойти напрямик по степи, а можем еще дальше к востоку и по реке плыть. Плод какой сделать и плыть!» Давно перевалило заполдень. По левую руку от нас раскинулась степь. Граница ей служила едва различимая в синей дымке гряда холмов. Лес тянулся справа. Далеко впереди был берег реки. Мы тяжело дышали. Катю Нешека шатало. Хохолок сопел, как носорог. А у Кирилла открылась рана. По-прежнему бодрыми казались лишь болотник и синхроны. «Очень много аномалий», – следопыт показал на степь. Было жарко. Высокая трава ходила волнами, по степи пробегали темные и светлые полосы. «Вон я цветок вижу», – объявил Нешек, показывая в сторону холмов. «Ядро метрах в десяти над землей. А левее змеиные клубки в ряд. И смерти вокруг них крутятся. Старые, значит. А дальше электры. Мне даже не надо было смотреть туда. Я ощущал токи энергии, завивавшиеся над степью. Аномалий было много, и мне казалось, что они соединены в некую структуру, образуют сложный лабиринт. Оглядев нас, Анчар спросил у болотника. «Возле леса аномалий не видно. Мы сможем пройти по этой полосе, между ним и степью?» Следопыт долго глядел вдоль опушки и, наконец, подтвердил. Там чисто. «Значит, так и сделаем», – решил Анчар. «Мгла двигается через лес к нам, но она отстала на болоте. Есть время устроить короткий привал. Карим Аслан, разведайте, что впереди». Не сказав ни слова, они побежали, и Анчар зашагал следом. «Кто-нибудь из вас доходил до этих мест хоть когда-нибудь?» – спросила Катя. Я пожал плечами. Алекс покрутил головой, а болотник ответил. «Как-то пересекал эту степь. Один раз. Очень давно. Тогда аномалий здесь было меньше. А у берега безопасно? Тогда там ящерицы-мутанты водились». «Что еще за ящерицы?» – удивился Алекс. Все посмотрели на болотника. «Красные грязевые ящерицы», – пояснил он. «Или ящеры, называй как хочешь. Они заплывают сюда из грязевого озера». Впереди на берегу стоял постоянный лагерь охотников, которые ловили их. «Опасное дело, но кожа грязевых ящериц очень дорогая. Наверное, лагерь до сих пор там. Вроде, вижу, крыши у воды». Мы шли вдоль леса. Синхроны бежали далеко впереди. Анчар размеренно шагал слева от меня. Голова его покачивалась. Взгляд был опущен. Покосившись на него, я ускорил шаг. Провнявшись с Катей, спросил. «Это и вправду Анчар?» Она вопросительно глянула на меня. «Сам командор, знаменитый наемник. Не помню, кто я такой, но вот про него помню. Он командовал отрядом разведчиков-ползунов, когда они взяли лагерь Мальтуса. Водил экспедицию в восточный могильник. По-твоему, этот человек похож на него?» Сдув с лица прядь волос, рыжая кивнула. «Да, я тоже удивлена. С ним что-то начало происходить еще в южных болотах, когда впервые появилась мгла. А теперь он вообще какой-то странный. То вроде начинает командовать, а иногда совсем дохлый, будто на солнце перегрелся. «А ты так ничего и не вспомнил, Марат?» Качнув головой, я опять ускорил шаг, догоняя Алекса. Прошлое то и дело всплывало в голове, но слишком обрывочно и туманно, чтобы составить четкую картину. Наемники приняли нас с Алексом в целом равнодушно. Из всех любопытства к новичкам проявил только Нешек. Катя сказала им, что повстречала и наняла нас неподалеку от Лиманска. Сообщение о том, что мы попали под выброс и потеряли память, вызвало сдержанный интерес. Нагнав Алекса, я спросил. «Ну что, напарничек, вспомнил хоть что-то?» Он пожал широкими плечами. «Не, нифига. Ну, то есть в башке что-то крутится, сведения всякие так и лезут. Когда с хозяйкой нашей через то болото пробирались, я кучу всякого припомнил. И кто такие болотные ведьмы с бюрерами, и чем языки карликов опасные, и про пузырника. А о себе вообще ничего». Он посмотрел на меня. «И у тебя тоже, а?» «И у меня». «Главное, что странно, я и себя, и тебя не помню». По словам Катьки, мы напарники. Значит, много времени вместе по зоне шастаем. А у меня твой фейс не вызывает никаких приятных чувств или неприятных. Я к твоему тоже с полным равнодушием. Во! А ведь должны же какие-то эти ассоциации пробуждаться. Слушай, ты когда через болото шел, на газовую мастерскую не набредал? Что еще за мастерская? Вот и я не в понятках. Что за мастерская такая? Подхватил он, да так громко, что идущие впереди Нешек с Кириллом оглянулись. «Дом из бревен прямо посреди болот. В нем колодец, ворот, вроде пресса что-то, и еще раструб». Раструб переспросил я, припоминая укреппункт монолитовцев на границе болота. Ага. Короче, там газ добывали. Закачивали во что-то на чердаке. Не знаю, может, цистерны там ставили или еще что. И потом куда-то его... В меха перебил я. Какие меха? Из шкур, герметичные. Я видел такой. Его монолитовцы куда-то повезли. Дальше, на север. Теперь все в отряде прислушивались к разговору. Даже тупоголовый наемник по кличке Хохолок смирил шаг и приблизился к нам, чтобы лучше слышать. Алекс повторил со значением. Монолитовцы. В той мастерской тоже монолитовец был. Полудохлый. Болтался в коконе. Ну, в консервирующем, который ведьма делает, чтобы бюреров кормить. Странно оно все как-то. Монолитовцы выходят хозяйничают на севере зоны. Или, по крайней мере, стали хозяйничать после катастрофы. Рассудительно поправил Кирилл. Ну, или так, согласился Алекс. А еще монолитовцы шатунов в плен берут, добавил я. Сами видели, они по дороге связанных шатунов тащили, пока в них артефакты с вертолета не попали. Я замолчал, увидев бегущего назад Аслана. Он выкрикнул издалека. Никого, там овраг. Овраг? Переспросил Нешек громко. Длинный, кривой, удобно прятаться. Мы на охоту. Вперед, сказал Анчар. Остановимся возле этого оврага. Нужен отдых. Синхрон вновь побежал вперед и вместе с братом исчез среди деревьев. Достигнув глубокой кривой расселены, заросшей травой, мы остановились. Болотник заглянул, осторожно сполз и встал на дне. Эй, как тебя, хохолок, возьми меня на плечи, сказал я. Чеши грудь. Наемник окинул меня с ног до головы хмурым взглядом, и тогда Катя сказала ему, хохолок, выполняй. А чего? Начал он, но сообразил, наконец, для чего мне это надо, и присел. Когда я выпрямился во весь рост на могучих плечах, здоровяк ухватил меня за лодыжки. Наверное, он бы мог без особого труда сломать их, и повернулся к лесу. Стена деревьев выселась в шагах в двадцати от оврага. Стволы просли мхом, зеленые бороды свешивались с ветвей. Далеко над кронами пучился серый клубящийся купол, будто грозовое облако, опустившееся к самой земле. Ладно, хватит, сказал я, и когда хохолок спустил меня, обратился к болотнику с анчаром. Оно еще далеко, но идет к нам. Время есть, можно все обдумать. Мы с каждым разом легче переносим его влияние, заметил Кирилл, доставая из кармана дощечку-головоломку с подвижными пластинками. Хотя мгла еще не подбиралась к нам совсем уж близко. Не знаю, что будет, когда это произойдет. Синхроны пока не возвращались. Из леса или степи в любой миг могли наскочить мутанты, расслабляться было нельзя. И мы заняли позиции вокруг оврага спинами друг к другу. Это лучшее место для засады, объявил вдруг болотник, и все оглянулись на него, стоящего на дне ямы. Мы не можем все время убегать. После этих слов долгое время стояла тишина. Потом Алекс спросил. — Почему не можем? Ему ответил Анчар. Мы доведем ее до грязевого озера. Она передаст артефакт заказчикам. Мы получим остатки денег. И что дальше? Станем бегать от мглы по всей зоне? Совершенно ясно, что она охотится именно за нами. — Не за нами, — сказал я, — то есть не за вами. За артефактом в ее контейнере. Все взгляды устремились на Катю Орлову. — Я же показывала вам эту штуку, — ответила она с вызовом. — Что в ней такого? — Какой-то клубень. Я сказал. — Мы даже не знаем, что за аномалия создает этот артефакт. А ты знаешь? Она тряхнула головой. — Нет, меня наняли как вас, чтобы я доставила его к грязевому озеру. Там ждут клиенты. Наверное, ученые какие-нибудь под охраной. Экспедиция. Вы там получите остатки денег и еще премиальные. А про мглу я ничего не знаю. — Так что ты там говорил про засаду? — обратилась она к болотнику. Хохолок буркнул. — Пострелять эту хрень и все тут. — Патронов у нас почти не осталось, — возразил Кирилл, щелкая квадратными пластинками своей головоломки. — У всех пустые магазины. — Мгла может быть мутантом или мощной подвижной аномалией, которую притягивает к нам, как магнитом, — сказал Анчар. — Притягивает к этому артефакту. Если она подвижная аномалия нового вида, то... Он посмотрел на болотника. Присев на дне оврага, тот раскладывал свои мешочки с артефактами. — Аномальную энергию можно подавить, — произнес он, не поднимая голову. — Поставлю ловушки. Если мгла на самом деле аномалия, смогу установить ее. — Как? — спросил я. — Заставлю впитаться в землю. Но нужна волчья лоза, больше, чем у меня есть. Марат, поможешь найти ее? Я выпрямился, когда болотник полез из оврага. — Не трогайте мои артефакты, — предупредил он остальных. — Стойте! — окликнула нас Катя. — А что, если это все же мутант? Он смог срастить мозги стольких людей там, в церкви. И потом еще снорков. А теперь... — Мои артефакты подавят ментальное излучение, — ответил болотник. Без них он превратится в обычного зверя. Тогда вы убьете его. Стоящий лицом к лесу хохолок приподнялся и радостно оскалился. — Жрачка! Все посмотрели в ту сторону. Синхроны возвращались, неся трех убитых зайцев. — Костер! Надо костер! — заволновался наемник, сгребая из земли мелкие ветки. — Пока этот... мутант аномалия не подвалил. Пожрать надо! Пузо свело! Оставив их заниматься костром, мы с болотником вошли в лесной сумрак. Пройдя немного вглубь между деревьев, я спросил. — Ну, чего позвал? Следопыт скользнул взглядом по стволам в поисках ярко-зеленых стеблей волчьей лозы. Это растение-паразит, как правило, оплетает деревья помельче и медленно удушает их, пока через много лет они не сгнивают. — У кого-то в отряде есть мощные артефакты, — произнес он. — Я непонимающе уставился на него. — У кого именно? — Точно не знаю. Но я чувствую. Скупо улыбнувшись, он коснулся пальцем лба. Я молча ждал продолжения. Не заметив поблизости лозы, болотник пошел дальше, на ходу поясняя. — Тебе, возможно, это знакомо. Вроде легкий звон и дрожь еле ощутимая. Разное агрегатное состояние аномальной энергии, звон разный. Почти с самого начала я постоянно слышу его, очень тонкий и дребезжащий, непривычный. У кого-то в отряде есть артефакты. — У Кати, — сказал я, пожав плечами, — нет, я имею в виду не просто артефакты. Сборка. — И ты по этому своему звону понял? — Да. У сборок могут быть разные свойства. Кто-то в отряде прячет под одеждой сборку. Незнакомую мне и очень сильную. Для чего она, что делает, не знаю. — Как вообще скрепляются артефакты? — спросил я. — Их связывают волокнами волчьей лозы, желтым базиликом или кровянкой. Или делают клей из корней подорожника и лесных орхидей. Или скрепляют корнями кукловода. Или вставляют друг в друга. Но артефакты не с пуговицей величиной. Ладно, мы с Алексом в отряде недавно, но вы-то уже сколько дней вместе. Думаешь, никто бы не заметил, если бы кто-то прятал сборку? Болотник достал нож и стал осторожно срезать с дерева стебель лозы. Артефакты бывают и совсем маленькие. А сборка может состоять не из целых артефактов, а из частей. И еще. Она может находиться в теле. Он свернул лозу кольцами, повесил на ремень и пошел дальше в поисках другой. Я шел следом, уставившись ему в спину. — Не знаю, что с этим делать, — признался я, наконец. — Это или важно, или чепуха. Но даже если важно, что это значит, я не понимаю. — Тоже не понимаю, — согласился он. — Но хотел, чтобы ты знал. — А почему именно я? — А, ясно. Он оглянулся на меня, и я пояснил. Этот со сборкой может быть шпионом наших врагов, тех, кто послал мглу. То есть тех, кто не хочет, чтобы девчонка доставила свой клубень к грязевому озеру. А нас двоих она подцепила уже потом, и в таких обстоятельствах. Вряд ли мы тоже шпионы. Слишком случайно тогда все произошло, по ее словам. — Но ты не помнишь, как это произошло? — уточнил он. — Нет. Она сказала, встретила в Лиманске перед самым выбросом. Мы пришли туда, потому что услышали сигнал «Сос». Хотя позже выяснилось, что его подают лешие, обосновавшаяся там группировка, приманивают таким способом людей. — Ладно. А почему ты именно мне это рассказываешь, а не Алексу? — Он пожал плечами. — Ты выглядишь умнее. Болотник приподнялся на цыпочках и протянул руку с ножом к лозе, вьющейся вокруг длинной ветки. Ростом он был ниже меня. Я схватил конец ветки и нагнул, чтобы он мог дотянуться. — Но для чего нужен этот шпион? — произнес я. — Если бы ночью он перерезал остальным глотки и забрал клубень или как-то попытался задержать отряд. Но он же никак не проявляется, только через излучение своей сборки. — Не знаю. Может, она служит для связи. Через нее шпион докладывает, что происходит и где мы. — Я покачал головой. — Как? Бормочет в нее, как в переговорное устройство. — А может, она, как маячок для мглы, которая всегда знает, где отряд. — Ладно, ты услышал все, что я хотел сказать. Надо найти еще две лозы и четыре большие шишки. Мы были знакомы раньше, Болотник? — неожиданно для самого себя спросил я. Он наклонился, выискивая шишки в высокой траве. — Слышишь, меня чуть в дрожь не бросает каждый раз, как я смотрю на тебя. Он молчал. — Эй! — позвал я. — Ты знал меня раньше, да? Обернувшись, он внимательно поглядел на меня. На лице его мелькнуло какое-то выражение, слишком быстро, чтобы я мог понять, что оно значит. — Нет, никогда тебя не видел, Марат. — Точно? — Тогда почему ты так смотришь? Но он лишь молча отвернулся. Когда мы вернулись, за оврагом горел костер. Хохолок выпотрошил и освеживал зайцев, одну темную от крови тушку насадил на палку и сунул в руки Кириллу, чтобы вращал над огнем. Вторую стал раздирать на части, крикнув нежику, чтобы притащил глины со дна оврага. Наемник принес две горсти, бросил на землю. Хохолок обвалял куски мяса в глине, сапогом отгреб от костра немного углей, бросил в них мясо, засыпал и подтолкнул обратно, поближе к жару. Я присел, незаметно разглядывая их, размышляя, кто из этих людей может быть шпионом неведомого врага. Здоровяк попросту туп для таких дел. Анчар, судя по рассказам, которые я успел наслушаться от разговорчивого Нешика, да и от Кирилла, он неплохо командовал отрядом. Благодаря ему они выбрались из пары переделок. Какой же в этом смысл помогать Кате дойти до цели одновременно шпионе против нее? Так кто тогда? Говорливый, глуповатый Нешик? Интеллигентный Кирилл, при каждом удобном случае достающий свою головоломку? Ну, они члены группы наемников, работавших совместно уже несколько лет. А что, если это синхроны? О них я ничего не знал. Слишком необычные создания. Вернее, создание. А может, сам болотник? Ну, тогда для чего ему рассказывать мне о сборке, спрятанной в теле одного из нас? Ситуация была запутанная и какая-то нелепая. Мы с Алексом случайным образом присоединились к отряду, идущему, куда и контролер псевдоплотий не гонял, чтобы доставить непонятный артефакт, который несет какая-то диковатая девица. Все это было несуразно. В других обстоятельствах я бы давно ушел. Но у меня почти не было оружия, снаряжения. Ничего не было. Правда, с этим плохо и у остальных, но когда-то без стволов и снаряги выживать в зоне легче группой. Так что, в конце концов, я решил остаться и потихоньку наблюдать за всеми членами отряда. И не доверять никому из них. Хохолок сожрал половину зайца свертела и схрумкал два больших печеных ломтя вместе с почерневшей и растрескавшейся глиной, треща ею, сокрушая твердую корочку крупными белыми зубами. Остальное съели мы. Жесткое заячье мясо, к тому же без соли и специй, не очень-то вкусное, но голод уже давно давал о себе знать. Не ел, только болотник. Сделав несколько глотков из фляги, он принялся мастерить ловушки. Помимо лозы и шишек, мы притащили из леса четыре длинных прута. Следопыт воткнул их в землю на полпути между расселиной и деревьями. К концу каждого лозой примотал по шишке. — Э, а вон там оно что такое? Хохолок привстал, глядя в сторону леса. — Туман там! Э, слышите, туман вижу! — Это значит, мгла ваша приближается, — сказал я. — Болотник долго еще? — Почти закончил. В голове стало как-то муторно, будто через уши туда напустили угарного дыма. Заломило в затылке, тупая боль разошлась к вискам. — Блин, хреново мне, — сказал Алекс. — А ты как красавица! Он заботливо приобнял побледневшую Катю за плечи. Секунду она стояла, прижавшись к нему, но потом оттолкнула. — Я нормально, — сказала рыжая сквозь зубы. Потянув свисающую с прута лозу, Болотник отошел к оврагу, в нескольких шагах от него сел на корточке, вырвал клок травы, разгреб и вмял конец лозы в землю. Потом засыпал ямку. Все выпрямились, повернулись к лесу. Я сказал, — спускайтесь в овраг, готовьтесь. Надо, чтобы каждый был на своем месте, — возразила Катя и повернулась к Анчару. — Командуй! Он кивнул, удивленно оглядываясь, что-то промямлил и вдруг сел на корточке, обхватив голову руками. — Что с тобой? Катя шагнула к командору, толкнула его в плечо. Анчар качнулся и что-то зло проворчал. Мы растерянно столпились вокруг него. — Аслан, Карим, вы по краям оврага, — наконец решил я. Аслан сюда, с западной стороны, Карим с восточной. — Мы вместе... — свистящим шепотом протянул Аслан. — Нет! — я ткнул пальцем в другой конец оврага. — Туда иди. Вы не потеряете друг друга, если на двадцать шагов разойдетесь. Нешек, ты рядом с Асланом. Дальше Катя, я, за мной Хохолок. Слышишь? Когда наемник согласно качнул головой, я продолжал. Потом Алекс, Кирилл, Анчар в конце Карим. — Все все поняли? — Анчар, эй! Он поднял голову. На лице поблескивали капельки пота. Кожу стянуло на скулах, нос заострился. Командор выглядел больным. — Да что с тобой такое? — удивилась Катя. Он с трудом встал, распрямил плечи, прошамкал слабым, будто у старика, голосом. — Хорошо, правильно. Делайте, как он сказал. И неловко полез во враг. Аслан что-то прошептал, спрыгнул и направился к другому концу расселины. Покончивший с ловушками болотник прошел мимо меня. — Мгла близко, — сказал он. — Артефакты вибрируют. Овраг был глубиной мне по грудь. Я положил перед собой пластиковый ножик рыжий, который так и не отдал ей, и тяжелую палку. Все, другого оружия у меня не было. Справа устраивалась Катя, слегка ворочался и пыхтел хохолок. У него был М4 с десятью патронами в магазине. У Нешика и Кирилла боеприпасов к штурмовым винтовкам не осталось, только по несколько патронов в пистолетах. У Анчара и Кати не было оружия, зато близнецы сохранили по полтора магазина КНК. — Болотник, что будет, если это-таки аномалия, и она наткнется на твои прутья? — громко, чтобы все слышали, — спросил я. — Ее энергия уйдет в землю, — пояснил следопыт. — Рассосется. — Аномалия исчезнет? — Может исчезнуть. Голос стал громче. Старик приближался вдоль оврага. — Если очень мощная, то хотя бы просто остановится. — А если она нам мозги срастит, как тем ренегатам, — подала голос Катя. — Не сможет, — раздалось сверху, и мы подняли головы. Присевший на корточке следопыт протягивал два зеленых кругляша. — Проглотите это. Остальным я уже раздал. Ну и что это такое? Рыжая опасливо подставила ладонь. — Я тоже взял кругляш. Он оказался почти горячим и неожиданно тяжелым. Состоит из спрессованных стеблей травы, комочков глины и тоненьких белых корешков. В центре виднелось крошечное черное зернышко. — Сборка, — пояснил болотник. — Я сам ее создал. Там черное зерно, улитки и толченый наст, артефакт мясоворота. — Что за улитки? — спросила Катя брезгливо. — Раздавленные улитки, артефакты слизистого пузыря. — Это такая аномалия. Они хорошо действуют на мозги. Глотайте. Будут необычные ощущения, не обращайте внимания. Пройдет. На время она не позволит никому и ничему захватить ваши мозги. Пока он говорил, стало темнее, хотя до вечера было еще далеко. Следопыт оглянулся на деревья и поспешил обратно к своему месту в овраге. Переглянувшись с Катей, я сунул сборку в рот, и девушка сделала то же самое. — Печет! — вдруг пожаловался хохолок, уже съевший свою. Во рту зашипело, запузырилось, и я поспешно проглотил кругляш. Горячий комок провалился в желудок, стал набухать тяжелее. Я схватился за живот. Катя выругалась. Казалось, сейчас изо рта повалит дым, но комок из раскаленного вдруг стал холодным. И взорвался. Обжигающая морозная волна рванулась вверх, заставив сердце лихорадочно колотиться, сошлась, как в горлышке воронки к шее, и тугой струей ударила в голову. Я разинул рот и выпучил глаза. Стужа наполнила череп, мозг превратился в ледяного ежа, во все стороны торчали острые иглы мыслей. Все вокруг стало очень четким, ясным. Холод прошел, мысли прояснились, окружающий мир приобрел объем и глубину, зрение словно улучшилось в несколько раз. — Кровосос тебе взад! — пробормотала Катя, поворачиваясь ко мне. — Что это было? — Следопытские штучки! — проворчал я. Собственный голос показался неприятно громким, а еще очень сочным, наполненным множеством интонаций, которые я не вкладывал в ответ. Двумя словами я передал собеседнице бездну смысла. Он нам наркоту какую-то подсунул. Тихо шикнул я, положив локти на землю, приподнялся и выглянул. Что это? Мгла была еще далеко. Из леса к нам приближалось нечто другое. Незримая волна катилась, подминая кусты и деревья. Все замолчали, когда над оврагом потемнело, будто дым от костра заклубился в воздухе. — Что это? — спросил Кирилл, пряча головоломку в нагрудный карман и поднимая пистолет. — Убери, — сказал я. — Присядьте все. Если мгла не аномалия, а мутант, лучше, чтобы она не сразу заметила нас. — Болотник, твои ловушки остановят мутанта? Помолчав, он откликнулся. Если это контролеры, он зацепит верхушку хотя бы одного прута, на время лишится большей части своей силы. Если пройдет между прутьями, скорее всего, тоже потеряет энергию, но меньше. Тогда надо будет действовать нам. — Так, ладно, все слушайте, — громко произнес я. — Карим Аслан, как только оно пройдет мимо прутьев, с двух сторон бегите к нему и пытайтесь на крюки насадить. Хохолок, ты тоже вперед выскакиваешь, стреляешь, а потом прикладом его молотишь. В это время мы с остальными окружаем и с разных сторон на него наседаем, если вы к этому времени не справитесь. Болотник, ты на месте остаешься. В драку не лезь, слышишь? Он не ответил. Мои последние слова прозвучали глухо, будто в земляном подвале. Дневной свет погас, небо затянуло пеленой, словно неподалеку горел целый городской квартал. Невидимая волна быстро надвигалась на нас. Я оглянулся и не поверил своим глазам. Степь покрывали вспышки, земля подрагивала. Сквозь гул доносилось потрескивание разрядов. Аномалии гасли одна за другой. «Да что это такое?» — крикнул Нешек. «Вы видите?» — могла ведь еще далеко. Стало тяжело дышать. Силуэты остальных едва виднелись в дымной пелене. Я посмотрел на свою руку. Она оказалась черной. На концах пальцев мигали огоньки. Двигаться было трудно. Приходилось прилагать большие усилия, даже чтобы повернуть голову. «Она поняла, что мы ее ждем», — сказал болотник. «И погнала на нас импульс». «Импульс чего?» — спросил я, кладя руку на палку. И чуть не одернул ее. Дерево оказалось теплым и слегка дрожало. «Сеча», — вспомнил я. Так моряки называют очень маленькие и частые волны, особую зыбь, иногда возникающую возле берега. На первый взгляд, не опасные для корабля, эти волны вызывают у моряков страх больше, чем обычный шторм. Если небольшая яхта или лодка попадает в них, то начинает мелко трястись, корпус скрипит, сеча ломает его, выводит из строя обшивку, расшатывает. Что-то подобное происходило сейчас с пространством и в большей степени с предметами. Палку колотило под ударами невидимых волн, она становилась на мгновение то тяжелее, то легче, по шершавой поверхности стремительно бежали блеклые полосы. Дубина вдруг показалась мне каким-то опасным насекомым, сейчас из нее высунется ядовитое жало, метнется к запястью и ужалит. Она швельнулась, и я отбросил ее. Тяжесть усилилась, будто великанская ладонь нажала сверху и давить не переставая. А ведь это еще не сама мгла, она пока далеко. Воздух застревает в горле, спина горбится сама собой, ноги подгибаются. Хочется упасть на колени, согнуться в три погибели, прижаться лбом к земле. А лучше растянуться на ней, лечь плашмя и зажмуриться. Тряхнув головой, я снова взялся за палку, навалился грудью на край оврага. Земля мелко дрожала. Я едва видел Катю в кипящей темно-серой мути, что стремительно неслась мимо нас. Рыжая наклонилась, показала вперед. Я перевел взгляд туда, приземистые силуэты возникли на краю леса. Донесся топот, земля затряслась. «Осторожно!» — прокричал я, вернее, попытался, но из горла вырвался только придушенный хриплый возглас. Несколько сикачей мутантов вырвались из леса, круша молодые деревья. Горбатые спины, рыло, копыта, как на ковальне, кривые клыки. Они ринулись к оврагу, смяв ловушки, все, кроме одной, которую не зацепили лишь чудом, и мгновенно оказались перед нами. Я упал на дно, а сверху метнулась громадная туша, посыпались комья земли, потом целый пласт ее сорвался и рухнул на меня. Когда через несколько секунд я с трудом приподнял голову, земля содрогалась уже слабее, стая уходила в степь. Мгла стала, как черный деготь, окутала меня, гося сознание, великан навалился, ладонь его давила все сильнее. Я застонал, стараясь выпрямиться, встать хотя бы на колени, но голова клонилась все ниже, и вот уже лицо ткнулось в глину, а потом земля разверзлась подо мной, разделилась, исчезла, и я упал в объятие тьмы. Я падал сквозь черное пространство, мчался с невероятной скоростью, что-то блеснуло, внизу возник бело-голубой шар, надвинулся, занял все поле зрения. Я камнем рушился на него, скорость все увеличивалась, быстрее, быстрее, свист, шипение в ушах, синяя поверхность раздалась вширь, на ней проступили очертания морей, горы, долины и реки. Повсюду взгляду предстала зона, разрослась. Я падал на ее северную часть, мелькали и пропали здания ЧАЭС, полосатая труба, бетонная громада саркофага. Вдруг я понял, далеко на севере кто-то есть, туманная фигура, окутанная мглой. Он поворачивал голову, тяжелый мрачный взгляд скользил по зоне, как луч черного прожектора, пытаясь найти то, что было очень нужно ему. Косматый прятался внутри необычного полигона, спрятанного за огромными бетонными стенами. Этот скрытый бункер с трех сторон окружали непроходимые поля аномалий и лесные дебри. С четвертой он примыкал к могильнику, а сверху его скрывала облако, рассеянное в атмосфере аномальной энергии. Там, в бункере, невидимом для радаров и спутников, были леса, холмы, поля и озера. Там были свои обитатели, ни на что не похожие существа, но там были и люди, прошедшие через психическую мутацию, занятые непонятными мне делами. И над всем этим секретным миром, притаившимся посреди зоны, правил он, хозяин, обладатель черного взгляда. Горизонт рванулся прочь, и я провалился в зону. Степь, лес, овраг, крошечные фигурки в нем. Я закричал, осознав, что сейчас разобьюсь. Степь с лесом исчезли, кривая щель оврага надвинулась, я рухнул в нее и своплем сел на дни расселины. Разинул рот, хрипя, выталкивая языком набившуюся влажную землю. Закашлялся, подавшись вперед, харкнул, изо рта вылетел фонтан мелких комков и, наконец, воздух проник в горло. Я втянул его, казалось, не только в легкие, наполнился им целиком, будто воздушный шарик. Показалось даже, что сейчас взлечу. Голова закружилась, поросшие чахлой травой склоны закачались. Я попытался встать. Накатившая от мглы волна прошла мимо, Марева почти рассеялась, но полностью не исчезла, висела в воздухе сероватой дымкой. Впереди слабо шевелилась черная от грязи Катя, сзади ворочался и что-то глухо бубнил хохолок. Раздался протяжный, исполненный ужаса стон. Я, наконец, сумел подняться, окинул взглядом изрытую копытами землю, сломанные прутья ловушек, стену деревьев, повернулся и застыл, не дыша. Овраг окружали аномалии, слизистые пузыри, змеиные клубки, жарки, свечи, воронки, холодцы. Десятки аномалий со всех сторон. Они потрескивали, искрились, вспучивались радужными пузырями энергии, жили своей тайной жизнью. Мы очутились в центре непроходимого лабиринта. К нам протиснулся Алекс, взял Катю за плечи. Она ухватилась за его ремень, выругавшись сквозь зубы, выпрямилась, оттолкнула от себя. Он не обиделся, шагнул назад, глянул на меня и спросил севшим голосом. «Ну, как ты, напарничек?» «Так же, как и ты», ответил я. Стон повторился. В нем смешались страх, тоска и злоба. Я повернулся к лесу, сощурился, всматриваясь в дрожащий воздух над аномалиями. Пузырь тумана над кронами приближался к нам. Прозвучал голос Кирилла. «Аслан, что с тобой?» Мы с Катей и Алексом обернулись. Вдоль оврага полз синхрон. Смуглое лицо исказилось, рот перекосился, глаза выпучились, вот-вот вывалится из глазниц и белыми мячиками заскачет по траве. «Карим!» хрипело это страшное существо, скребя пальцами землю, подтягивая тело к ближнему концу оврага, где, как я понял, вдруг кое-кого не хватало. «Карим, его нет! Аслан потерял его!» «Стой! Туда нельзя!» Кирилл пробежал мимо анчара с болотником, толкнув хохолка, протиснулся дальше и крикнул, увидев, что не успевает. «Остановите его!» «Аслан!» позвал я. «Ты не сможешь там пройти, слышишь?» Нет, он не слышал. Спрыгнув в овраг, Аслан взял лежащий на земле крюк брата и чуть ли не обнюхал его. «Да остановите же его!» Кирилл попытался ухватить Аслана за штаны, но синхрон вдруг зашипел, будто рассерженная змея, и занес крюк. «Не трогай его!» сказал я наемнику. «Ты что, не понимаешь?» Кирилл развернулся ко мне. «Он там сразу погибнет!» «Нет, это ты не понимаешь», сказала Катя. «Это синхронный идиот! Он убьет кого угодно, чтобы найти свою половину!» «Карим там!» неразборчиво шикал Аслан. Слова он произносил будто ребенок, едва научившийся говорить. «Там, там! Аслан знает!» Рука с крюком показала в сторону степи. «Ты же сказал, что потерял его!» крикнул Кирилл. Голова дернулась, грязные волосы взметнулись, влажно хлопнув по спине. «Нет, Аслан чует! Надо туда! Надо найти! Вернуть!» Синхрон полез из-за врага. Кирилл попытался сдернуть его вниз, и тогда и оттолкнул наемника, сделав подсечку сбил с ног. Аслан побежал, сразу резко свернул, нырнув между слизистым пузырем и электрой. Та мелко затрещала, засверкала, среагировав на движение. Кирилл вскочил, направляя на меня М4, позабыв, что тот разряжен, и тогда на плечо его легла тяжелая рука Алекса. «Успокойся, братан», сказал он. «Синхрона не урезонить никак, если тот вторую половину потерял. Он сейчас опасный очень. Ты лучше погляди. Там, по-моему, твой кореш копыта откинул». «Нешек?» Кирилл развернулся, увидев тело лежащее в грязи на дне оврага и бросился к нему. Отвернувшись от них, я спросил громко, почему никто не стрелял, когда из леса выскочили кабаны? «Так это...» протянул Хохолок, «а нож стрелять не хотела. Я сжал-жал крючок, а вон нифига, и оружие дрожало так, на вроде рыбки билось в руках». Я поискал глазами пластиковый нож и увидел его в руках у Кати. «Он останется у меня», сказала рыжая, пряча оружие в кармашек на ремне. Она присела, осматривая валявшийся в грязи контейнер с выпуклой крышкой. Аслан почти исчез из виду, фигура его дрожала и подергивалась, будто он шел по раскаленной пустыне. Мгла приближалась, после первого импульса ее излучение ослабло, но все равно было хорошо ощутимо. Кирилл молча сидел над неподвижным нешиком. Вдруг он вздрогнул, похлопал по груди, раскрыв карман, достал головоломку. Она сломалась, развалилась на две половинки, на землю упали костяшки с иероглифами. Кирилл уставился на нее. «Оно сейчас здесь будет», сказал Алекс. «Блин, выбираться надо быстрее». Болотник поднял руку, призывая к молчанию, прошел на другой конец оврага и замер там, глядя вдоль леса. Казалось, что кроны непрерывно меняют форму, а стволы извиваются, как змеи. Между оврагом и опушкой возникло не меньше десятка аномалий, они искажали все, что находилось за ними. Следопыт вылез и встал на краю, чтобы лучше видеть. Пока он всматривался, Алекс приблизился к телу нешика, склонился над ним, стал расстегивать его куртку и жилет. Кирилл, выйдя из оцепенения, что-то негромко сказал ему. Алекс оглянулся на меня и покачал головой. «Умер?» спросил я. «Почему? Рана какая-то?» Ноги еще дрожали. Я стоял, привалившись к склону. Мне не хотелось подходить к ним и самому осматривать молодого наемника. «У него кровь из ушей течет», сказал Алекс, «и из носа, и изо рта». Кирилл выпрямился, повернулся к нам. Лицо его заливала смертельная бледность. До того он казался неспокойным и рассудительным, но смерть синхронной Нешака вывела наемника из равновесия. «Кровоизлияние в мозг», глухо сказал Кирилл, «Наверное, не знаю точно. Брюква мировой, теперь Нешак, все мои погибли». Катя, через голову стянув куртку, и щищая с нее грязь, прошла в один конец оврага, потом в другой. Повернулась лицом к лесу, надела куртку. Мглистая полусфера подбиралась все ближе к нам. «Не боись», буркнул Хохолок, шагнув к рыжей, «я тебя защищу, если че». «Вот же напасть!» Он похлопал себя по животу. «Обратно жрать хочу». Аномальная энергия плескалась вокруг, отгородив нас от мира нематериальной стеной, лишенной плотности и веса, но куда более крепкой, чем если бы она состояла из дерева, камня или железа. Воздух над оврагом пронизывало напряжение, руки подергивались, волосы на голове шевелились, а зноб пробирал до костей. «Есть!» Болотник поспешил обратно. «Может, получится выйти отсюда!» «Мгла будет здесь через пару минут», сказал я. Спрыгнув на дно оврага, Болотник сказал, «Так, слушайте, аномалии со всех сторон. По краю леса идет полоса жарок и змеиных клубков, туда не прорваться, как и в сторону степи». Мгла послала перед собой ментальный импульс, там, где он прокатился, остался след. Ощутили ту волну? Она вроде погасила, вдавила в землю все аномалии вокруг, а потом они опять вылезли, как нарывы. Причем лезут даже те, которые раньше были в зачаточном состоянии, но возле концов оврага аномалий меньше. В какую сторону отсюда нам надо выбраться? К реке. Мой голос дрожал, а если я резко поворачивал голову, все вокруг плыло, и перед глазами вспыхивали разноцветные круги. Ты говорил на берегу лагерь охотников? Может, они до сих пор там? У них наверняка есть лодки или плоты. Я забыл, как называется река? Быстрянка. Такое название дали из-за течения, и она впадает в грязевое озеро, куда нам и надо. Да, сказал он, значит, если найдем лодку, попробуем уйти от мглы по реке. Сейчас это единственный путь. Зачем, перебила Катя. Присев, она стягивала волосы в хвост и снизу вверх смотрела на меня. Мы одну засаду уже устроили, и что? Потеряли синхронов и сами чуть не сдохли. Так для чего еще раз? Не знаю, сказал я. Будем думать по дороге. Что еще остается? Все равно нам надо к грязевому озеру. Если Да о чем вы вообще говорите? Крикнул Кирилл. Он поднял руку, сжал в кулак, раздался хруст. Между пальцами посыпались кусочки головоломки. Оно одним только импульсом нас смяло. А когда само к нам подойдет? Заткнитесь все, приказал болотник. Можете возбудить аномалии? Вы что, не чувствуете напряжение? Трудно было не чувствовать его. Оно шло со всех сторон. Мелкой злой рябью колыхало воздух, землю, небо. Пространство дрожало, морщилось складками, словно поверхность озера под сильными порывами ветра. В заполненной аномалиями степи что-то пучилось и раздувалось. Это ощутил даже тугодум хохолок. Он поскреб грудь, раздув ноздри, громко втянул воздух и пробормотал опасливо. Чего это, а? Лабиринт сейчас расширится, сказал болотник. Каждая аномалия как фабрика по переработке аномальной энергии, которой пропитана вся зона, превращение ее в другой вид энергии. Для аномалий там слишком мало места, им нужно большее пространство. Еще немного и они раздадутся вширь. Когда это произойдет, спросил я, протискиваясь мимо остальных к другому концу оврага. В любую минуту. Или мгла к нам подойдет. Ну так чего же ты ждешь, болотник, спросила рыжая. Быстрее выводи нас отсюда. Достань мне лозу, ответил он. Чего? Я сказал, достань лозу. Видишь на прутьях, которые кабаны повалили? У тебя веревка на поясе. Возьми шишку, подтяни сюда два прута. На другом конце овраг становился менее глубоким. Опираясь на палку, я приподнялся на цыпочках, козырьком приложил ладонь ко лбу. Изломанный край лабиринта, искрясь как сотни фейерверков, тянулся по степи слева, а справа вдоль опушки шеренгой выстроили жарки, слизистые пузыри и электры. Нас зажало между степью и лесом, на полосе шириной в три десятка шагов, она тянулась к далекой реке и едва различимым строением на берегу. Рябь аномального напряжения катилась из степи, дробила пространство, искажая перспективу. Позади свистнула веревка, выругалась Катя. Аномалии сыпью покрывали землю вокруг, но со стороны реки покинуть овраг мешали лишь две, холодец и змеиный клубок, расположенные всего в нескольких шагах друг от друга. Никогда еще я не видел, чтобы аномалии находились так близко. Нечего и думать о том, чтобы проскользнуть между ними. Темно-красный шар, ядро змеиного клубка, хищно посверкивая, перекатывался внутри невидимого пузыря, готовый пронзить жгучими стрелами любого, кто окажется поблизости. Холодец мерцал кислотно-зеленым цветом. Веревка с привязанной к концу шишкой свистнула еще дважды. Наконец Алекс довольно крякнул, и тогда я вернулся к ним. Командор стоял ближе всех. Проходя мимо, я спросил, «Что с тобой?» Глаза у него стали совсем мутными, лицо застыло. Вдруг оно исказилось, на мгновение гримаса ненависти безумной звериной вспыхнула исказив черты, и тут же лицо разгладилось, залившись смертельной бледностью. Анчар взмахнул рукой, будто отгоняя кого-то, с губ сорвался хриплый шепот. «Нет, уйди!» Он привалился к краю оврага, прижал ладонь ко лбу. «Что с тобой происходит?» повторил я. «Не знаю!» рыкнул он, оскалившись. «С головой!» «Что-то с головой!» «Я вижу, что не с задницей!» «Так что с твоей головой?» Он лишь досадливо отмахнулся и сплюнул. Катя подтаскивала к оврагу уже второй пруд, зацепив его шишкой. Болотник отвязывал волчью лозу от первого. Что-то мелькнуло в степи неподалеку и я поднял палку. Извивающийся в потоках горячего воздуха силуэт прыгнул к оврагу. Кирилл вскинул оружие. Хохолок поднял М4, а мой напарник пистолет, который взял у Нешика. Белоснежные волосы Аслана почернели и выгорели с левой стороны. Лицо уродовало жёк, багрово-белая лоснящаяся рана, кожа там будто расплавилась и потекла. Я знал, отчего это, след удара артефакта под названием уголёк. Десятки их силой выбрасывает во все стороны аномалия поганка, если подойти к ней слишком близко. Аслан сильно хромал, прижатая к боку рука, вывернута ладонью наружи. Задубевшие синие пальцы согнуты крюками, значит, в запястье вонзился один из шипов аномалии перекати ёж. Жив, сказала Катя с изумлением. Даже Болотник оторвался от волчьей лозы и глянул на Синхрона. Аслан упал на краю оврага, с трудом сел, свесив ноги. Кирилл шагнул к нему, чтобы помочь слезть, но Катя схватила наёмника за плечо. Болотник тихо сказал, не касайся его, он сразу набросится на тебя. Почему, спросил Кирилл, любое прикосновение Синхрон воспринимает как угрозу, если другая половина исчезла. Посягательство на остатки своей личности. Видел его, пробормотал Аслан. Все замолчали. Обожжённый глаз вылез из глазницы, влажный тёмно-красный зрачок плавал в нём, как гнилая вишня. Аслан напрягся, оскалившись, между потрескавшимися губами показался язык, и он с усилием выдавил более разборчиво. Видел его. Карим, брат, там он, там во мгле. Полуобернувшись, синхрон махнул искалеченной рукой вглубь степи. Мгла там плохо видно, отчин, аномалии кругом, он там, идёт, уходит, Карим неа, слышит Аслана, Аслан зовёт, Карим неа, слышит. Ты не спасёшь его, иди с нами, сказал Кирилл, мгла сейчас будет здесь, мы хотим прорваться к реке. Не обратив на него внимания, синхрон повернулся к болотнику, вновь склонившемуся над лозой. Следопыт, что бросил тот, не поднимая головы, дай каплю Аслану, дай, иначе не пройти, молочную каплю не пройти. Аслан выталкивал слова, будто комья клейкой грязи, липнущей к нёбу. Рот его кривился в звериных гримасах, язык изгибался, скользил по губам. Капли тебе не помогут, откликнулся болотник, поэтому лабиринту не пройдёшь, ты уже труп. Дай, дай, взвизгнул синхрон. Подобрав ноги, он сел на корточки, уперся в землю одной рукой и подался вперёд, вытянув другую, покалеченную. Что-то лилово-синее задрожало в месиве, которым стала правая половина лица, и вдруг по ожогу потекла крупная розовая слеза. Дай, пройду, найду, Карима, дай. Присевший на дно оврага следопыт привязывал шишку к концу лозы. Отвлёкшись от своего занятия, он порылся в кошеле и швырнул Аслану три плоских белых камешка. Тот поймал один, два упали у его ног, синхрон схватил их. Он выпрямился, пошатнулся, и только теперь я понял, что Аслан остался без автомата и крюков. Что-то с Каримом выдохнул синхрон. Опять чую его, но Карим не такой. Боль, ему больно. Мгла его подшинила. Развернувшись, он шагнул в лабиринт аномалий. Ещё несколько мгновений мы видели окутанный искрами силуэт, потом Аслан исчез. Что он сказал, спросил Кирилл, поворачиваясь к нам. Мгла подчинила Карима. Марат, держи это, велел болотник, выпрямляясь. Не запутайся ногами в лозе. Идём к концу оврага, там скажу, что делать. Он вручил мне привязанную к лозе шишку, и мы пересекли овраг, волоча лозу. Болотник держал второй конец, где была такая же конструкция из шишки и артефакта. Когда я проходил мимо бледного Алекса, тот вяло улыбнулся и тут же сморщился, схватившись за лоб. Напарник мелко дрожал. Бьющее из степи напряжение усилилось, энергетическая рябь стала штормом, ломающим глубинную структуру пространства. А с другой стороны катила другая волна, мощная, глухая. Мгла приближалась. Все вокруг качалось. Мир неслышно скрипел, готовый распасться на мелкие осколки. Горячий ветер дул со стороны аномалий, потоки воздуха пронеслись над оврагом, волосы на голове шевелились и мириады невидимых иголочек покалывали кожу. «Все встаньте сзади!» громко велел болотник. «Приготовьтесь!» «Марат, видишь холодец?» Я кивнул, начиная догадываться, что он собирается сделать. «И змеиный клубок!» «Вижу», сказал я. «Ты хочешь, куда ты скорее попадешь?» «В холодец», решил я, прикинув размеры аномалий и расстояние до них. «Хорошо, значит, бросаю свою шишку в клубок. Кирилл, Алекс!» Ветер гудел с такой силой, что хриплый голос Кирилла едва донесся до нас. «Что?» «Разложите лозу на этом склоне оврага перед нами, чтобы не зацепилась, когда бросим. Разверните ее!» «Так, теперь отойдите!» «Слушайте все!» «Как только мы кинем шишки, вы пригибаетесь!» «Может произойти все, что угодно!» «Пригибаетесь, но не падаете лицом в землю, а смотрите на нас!» «Когда вскочу и побегу, бегите за мной!» «Бегите как можно быстрее, но смотрите под ноги, в траве могут быть норы!» «Все поняли?» «Хохолок, ты понял?» «А то!» «Бодро откликнулся тот!» «Сесть, потом бежать!» «Э, следопыт, я вот тут не пойму чего-то!» «Почему ветруган такой свищет, а деревья вон в лесу не гнутся совсем, ветки не шелохнутся!» Я глянул туда. Деревья стояли неподвижной стеной, хотя ветер стал уже почти ураганным. «Потому что это другой ветер!» откликнулся болотник. «Не, не понял, чеши грудь, ты объясни!» Недовольно начал хохолок, и вдруг анчар зашипел на него. «Заткнись, заткни пасть и не раскрывай, пока тебе не прикажут!» «Тупой дебил, недоносок!» Он замолчал, когда все удивленно повернулись к нему. Лицо анчара покрыло испарина, он схватился за шею, зажмурился. Хохолок осклабился и покрутил пальцем у виска. «О, придурок!» прогудел он. «Крыша в отпуск уехала, ага!» «Марат, готов?» спросил болотник. Ветер уже выл. Я всем телом ощущал его горячее яростное давление, но трава у оврага не шевелилась. Пространство теперь не просто морщилось, шло трещинами, зияющие возникали в нем под ударами аномальной энергии. «Готов!» ответил я, поднимая шишку над головой так, чтобы лоза не зацепилась за шею при броске. «Раз!» сказал болотник. «Два!» «Давай!» Болотник все рассчитал верно. Шишки были достаточно тяжелые, чтобы долететь, но не настолько крупные, чтобы змеиный клубок отреагировал раньше времени. Следопыт отмерил правильную длину лозы. После броска она не натянулась, хотя и не волочилась по земле, мешая полету шишек. Когда наши снаряды достигли цели, я присел. Мой упал на краю холодца и мгновенно исчез в густой зелени. Шишка болотника ударила прямо в центр красного ядра. Следопыт каким-то образом сумел учесть его беспорядочное движение внутри прозрачной сферы. Мгновение ничего не происходило, а потом, рванув лозу, шишки, как чугунные гири, провалились куда-то, под землю, в подвал мира. Лоза натянулась тетевой, задрожала в воздухе. Красный цвет потек по стеблю из змеиного клубка, как кровь по вене, и навстречу ему от холодца устремился зеленый. Лоза стала прозрачной трубкой, в которую с разных концов под большим напором влились две жидкости. На середине между аномалиями они столкнулись. Вой, грохот, рев энергии. В десятке шагов от оврага неглубоко под землей словно вспыхнула звезда. Слепящие лучи пробили дерн и траву, вырвались наружу, вытягиваясь, прошили туман. Звезда погасла, исчезла вместе с двумя аномалиями. Сухая пепельная змея все, что осталось от волчьей лозы, шелестом упало на землю и рассыпалось. Вперед! Болотник выскочил из оврага. Я рванулся за ним, слыша тяжелый топот сзади, а степь будто подобралась, съежилась, как огромный жирный осьминог, подтянувший щупальца. Ложись! заорал следопыт. Добравшись до полосы чистой земли между лесом и степью, он повалился лицом вниз. Не понимая, для чего это нужно, я тоже упал. Рядом очутились Катя с Алексом и Анчаром. Кирилл повис на плече хохолка, крича наемнику в ухо. Тот не услышал следопыта, но после приказа Кирилла тоже рухнул брюхом на землю. Болотник, зачем начал я подползая к нему, и в этот миг степь распрямилась. Осьминог выбросил во все стороны свои щупальца. Мир качнулся, как палуба корабля. Вздрогнуло, застонало пространство. Если бы кто-то из нас стоял на ногах, то кубарем покатился бы по земле. Но толчок, хоть и мощный, оказался коротким. Уже через несколько мгновений все замерло. Дальше болотник вскочил. Сейчас аномалии поползут к нам. Я крикнул, чтобы все наверняка услышали «Ходу!» и помчался следом, кинув взгляд влево. Взрыв сдвинул, сломал что-то в сложной системе потоков и узлов энергии, которой являлся лабиринт. Он начал расти. Вспышки покрыли степь, над ней проносились раи искр, вздымались смерчи, радужные пузыри набухали и лопались. Аномалии двигались, наталкиваясь друг на друга, исчезали, но тут же на их месте вспучивались новые, огромное аномальное образование расползалось, как жидкое тесто, поглощая пространство вокруг. Я двигался рядом с болотником. Полы его плаща тяжело хлопали, приподнимаясь, будто крылья летучей мыши. Ноги в черных ботинках месили землю. Бежать было неудобно и тяжело, ноги путались в траве, к тому же земля неровная, сплошные горбы и ямки. Справа ряд жарок, электр и слизистых пузырей оставался неподвижен, а слева накатывали волны жара. Наползая друг на друга, стреляя искрами, аномальные образования подбирались все ближе, старые то и дело исчезали в сияющих вспышках, их место занимали другие. Мы бежали по быстро сужающейся полосе. Река приближалась, но мы не успевали, слишком узким стал безопасный участок. Сзади донесся вскрик, я обернулся, Кирилл упал. Мгновение я колебался, вернуться, помочь, но ведь это самоубийство. Что-то прорычав, хохолок остановился, взрыв каблуками землю. Кирилл пытался встать, неловко поджимая раненую ногу, и наемник прыгнул к нему. Зря я оглядывался, нога тут же угодила в нору и подвернулась. Боль пронзила лодыжку. Я рухнул на мягкую травянистую подстилку, врезавшись подбородком в земляной горб. Зубы лязгнули, мир на мгновение потемнел. Чьи-то руки ухватили подмышки с двух сторон, рванули вверх. Стопа вышла из норы, я взвыл от боли и заковалял дальше. Катя, а затем Алекс отпустили меня, и я побежал сам, хромая. Нога онемела, я почти не чувствовал ее. Передо мной маячила спина Анчара, он успел опередить остальных. Я рискнул еще раз оглянуться. Хохолок тащил Кирилла на плече, тяжело бухая огромными сапогами. Полоса земли сузилась до нескольких шагов, впереди отчетливо виднелись стоящие на мелководье свайные домики. Каждое движение левой ноги причиняло боль, я спешил оттолкнуться от земли, перенести на другую ногу, чтобы хоть на мгновение избавиться от этой боли. Но она лишь немного ослабевала и сразу вспыхивала вновь. Бегущая рядом Катя, вскрикнув, исчезла из поля зрения. Я кинул взгляд через плечо, рыжая растянулась во весь рост, выпустив свернутую кольцами веревку и разбросав руки, истошно крича. Возле левого локтя появилось что-то необычное, какой-то нарост, большая шишка. Катя в голову, рот ее стал большой буквой О, крик донесся даже сквозь грохот и рев энергии. Пробегающий мимо хохолок наклонился, одной рукой придерживая на плече Кирилла. Пальцы вцепились в рыжие волосы, он рванул, приподняв Катю, подбросил и согнул руку, так что она упала животом на локтевой сгиб. Ноги девушки подскакивали, волочась по земле, голова болталась, она потеряла сознание. Наемник поднял ее выше и забросил на второе плечо. Теперь под весом двух тел он бежал заметно медленнее. Моя нога стала бруском раскаленного, пышущего жаром металла, по которому кузнец ударил молотом, раз за разом разбрызгивая шипящие искры боли. Нога текла, плавилась, жар аномальной энергии опалял левую половину тела и уже не иголочки, тысячи заточенных шипов вонзились в кожу, буравили ее, рвали в клочья. Казалось, что болотник с анчаром впереди бегут по коридору со светящимися дрожащими стенами. Какой он сейчас ширины? Три, пять шагов! Анчар выскочил на песчаный берег и тут сбоку к нему вылетел большой старый перекати-еж. Будто опасный быстрый хищник, он рванулся наперерез. Наверняка командор знал, что означает для человека попасть внутрь ежа. Он вбирает в себя тело, терзая его острыми тонкими шипами, убивает и оставляет разлагаться, сделав останки частью себя. Анчар метнулся в сторону, еж пронесся мимо, врезался в растущее у самой воды дерево. Крона содрогнулась, посыпались листья. Анчар прыгнул в другую сторону и уже почти достигнув реки, попал ногой в небольшой слизистый пузырь. Аномалия выстрелила белой кислотой. Анчар упал головой в воду, забился как рыба в сети. Через мгновение болотник оказался рядом, подняв пенную волну, схватил анчара за шиворот, поволок дальше. Следом в воду влетел я, оглянулся и увидел сжимающийся зев прохода между аномалиями. Вдалеке они уже соприкоснулись, от оврага к нам катилась извивающаяся полоса вспышек. Вздыбив водяной вал, хохолок врезался в воду, и я отскочил, чтобы он не опрокинул меня. Болотник сумел поднять анчара на колени. Я схватил командора с другой стороны, мы потащили его между покосившимися домиками на сваях, преодолевая сильное течение. В речном поселке стояла тишина. У дальнего домика качался сбитый из бревен плод, на середине короткая мачта, рядом брезентовый навес, бочонок, ящики и тюки. Река вскипела, заклокотала, когда полоса аномалий достигла ее. Почему-то большинство из них не любит воду, хотя есть особые водяные аномалии, но они редкость. У плота глубина была до пояса. Возле навеса лежали три стыканных короткими стрелами тела, женщина, подросток и бородатый мужчина. Мы с болотником взвалили анчары на бревна, следопыт полез следом, я бросил туда палку и повернулся, чтобы помочь хохолку, но он уже и так стоял рядом. Алекс запрыгнул на плот, присел на корточки, оглядываясь. Держите! Здоровяк скинул с плеча Алексом подхватили ее. Рыжая пришла в себя и что-то мычало, уставившись на нас полными слез глазами. «Пусти!» – прохрепел Кирилл, извиваясь и пытаясь слезть. «Я сам! Теперь сам!» Хохолок бросил его на бревна. Болотник успел оттащить анчара от края. Мы положили Катю рядом. Здоровяк сел, свесив ноги в воду. Длинный массивный плот качнулся. «Автомат потерял!» – пожаловался Хохолок. Холодная вода уменьшила боль в ноге. Я вытащил ножик из ремня Кати и похромал навстречу быстрому течению. На конце плота торчал вбитый между бревнами клин, от него к свае ближайшего домика тянулась туго натянутая веревка. Из окна дома свисало тело, ноги внутри, торс снаружи. От копчика почти до лопаток спину раскроили мощным ударом. В темном липком провале поблескивал изогнутый позвоночный столб. Свободная от аномалий полоса исчезла, они слились, накрыв пространство до самого леса, подступив вплотную к реке. Вода у берега клокотала, от нее валил пар. Я взял палку и посмотрел на болотника, стоявшего возле мачты. Он кивнул. «Осторожно», сказал я, забираясь на плот. «Хохолок, ноги подбери». Потом перерубил веревку ножом. Глава тринадцатая опасная река. Я достал стрелу из груди бородатого мужчины, осмотрел. Узкая треугольная пластинка металла, тонкое дерево, оперения нет. На древке выжжены кольца. Такими пользовались охотники на грязевых ящеров, пояснил болотник. Значит, жители поселка передрались из-за чего-то. Одна часть убила другую и ушла. «Одно непонятно», сказал я, отбрасывая стрелу, «почему те, кто выжил, не забрали артефакты из сундука, которые под навесом?» Их там оказалось больше двадцати. Молочных капель, звездочек, семян, шипов перекати ежа, крови камня, вспышек, слюды, перышек, бус, льдиных заморозок и корешков дерева кукловода. Некоторые из них помогли Анчару выжить. Его нога покрылась ровным слоем пузырящейся белой кашицы, которая быстро проедала кожу и плоть под ней. К полному моему изумлению Анчар не потерял сознание, но он и не кричал от боли. Это было выше моего понимания. Ни один нормальный человек не способен вынести подобные мучения. Командор лежал под навесом и молча глядел вверх. Крылья заострившегося носа часто подергивались, от них волны дрожи пробегали по лицу, и это было единственным проявлением страдания. Если бы не болотник, молочная кислота вскоре добралась бы до костей и принялась за них, к утру оставив от ноги тонкую культю, маслянисто поблескивающую белую палку со слизистым комком, бывшим когда-то ступней. Дело осложнялось с тем, что у нас не было никаких бинтов и лекарств. Сначала нам пришлось наложить повязку на ногу Кирилла, после вправить мою ступню, я почти потерял сознание от воли и долго лежал, стиснув зубы, приходя в себя, стянуть ее куском ткани, оторванном от куртки мертвого следопыта. Его самого, как и женщину с подростком, мы столкнули в воду, освободив их от части одежды. Потом Катя потеряла сознание. Мы с Алексом сняли с нее куртку, оторвали рукав рубахи и увидели, что кость сломана чуть ниже локтя. Должно быть, падая, она вытянула перед собой руки и левой напоролась на камень. Я, как мог, сдвинул куски кости, Алекс сломал две палки, сжал ими руку. Мы обмотали все это тканью, завязали покрепче. Катя пришла в себя и хрипела сквозь зубы. Темнеет уже, сказал хохолок, встав на передке плота. Пока мы возились друг с другом и с Катей, болотник отщепил от бревна дощечку, намазал чем-то и принялся щищать белый налет с ноги анчара. Слизь пузырилась и тихо шипела, следопыт стряхивал ее в щель, где бурлила, выстреливая пенными фонтанчиками вода. Покопавшись в сундуке убитого охотника, болотник нашел несколько нужных артефактов, облепил именогу анчара и закрепил тканью, пропитанной одним из своих снадобий, склянку с которым достал из мешочка на поясе. Несколько позже то же самое он проделал с рукой Кати, а после вытащил из сундука пять одинаковых артефактов, черные зернышки. Это уберет боль, пояснил он. Надолго, почти на сутки. Глотайте. Артефакт зернышка наполнил тело холодом, мышцы будто заледенели, бурчащий желудок превратился в снежную пещеру. Сознание стало бескрайней белой равниной, снег крупными хлопьями падал на нее из-под черепных сводов. Дрожа во знобе, я обхватил себя за плечи, однако снег быстро растаял, холод прошел и забрал с собой боль. Она не исчезла полностью, но угнездилась где-то на задворках сознания, я теперь мог опираться на раненую ногу, не скрижища при этом зубами. Хохолок вскрыл бочонок, но к его огорчению там оказалось не вино и даже не вода, а желтоватый песок с крупными зернами. Впрочем, наемник вскоре нашел под навесом меха и несколько фляг. Рядом лежал большой моток волчьей лозы и связка тонких острог, плоские рыбьи кости на древках. Я взял одну, опираясь на нее, прошелся по плоту. Течение несло нас между крутыми берегами, на западном росли стройные тополя, плакучие ивы свешивали в реку гибкие ветви. Узкие, как стилеты листья, шевелились, шелестели на ветру. Катя очнулась, увидела сломанную руку и переполнилась злобой. Такой перелом настроение никому не повысит, но рыжая совсем вышла из себя. Ну что, все живы, процедила она, обводя нас взглядом. Справились с мглой, да? Ей никто не ответил, и она продолжала. Для чего я вас наняла? Чтобы вы меня защищали, чтобы я до места в целости и сохранности дошла. За это я вам немалые деньги плачу. Достала ты со своими деньгами, красавица, перебил Алекс, не выдержав. Чуть что, там типа платишь. Только, во-первых, не все на деньги купишь, а во-вторых, мы с Маратом никаких денег как-то до сих пор не видели. Видели, отрезала рыжая, видели до того, как по тупости своей под выброс попали. А это еще разобраться надо, как мы под него попали, сказал он. Может, ты нас под него и того толкнула. Ты соображай, что говоришь. Что знаю, то и говорю. Напарник похлопал себя по лбу. Да, амнезия у меня, но так значит и нет перед тобой никаких обязательств. Деньги, которые ты нам по твоим словам дала, потеряны? Так какого хрена я с тобой спрашиваться плыву? Эй, маленький, поворачивай плод, заорал он хохолку, стоящему на корме с длинной палкой в руках. И трап подай, я схожу нафиг. И куда ты пойдешь, спросил я. Он осекся. Болотник не обращал на нас внимания, занимался артефактами в сундуке. Кирилл неподвижно сидел на корме. Хохолок стоял впереди. Алекс огляделся, потрогал плечо, сморщился. Без оружия, без снаряжения, в одиночку на север зоны ЗЧС продолжал я и повернулся к Кате. Ты уверена, что мы с ним вместе были? Как я такого обалдуя в напарники взял? Сам болван, ответил Алекс и полез под навес. Лег там рядом с неподвижным командором, подложив руку под голову, сказал, ладно, это я, конечно, ерунду спорол. Но я до сих пор не понимаю, за каким хреном мы к этому грязевому озеру премся? Что там забыли? Артефакт туда доставить? Зачем? Какой артефакт? Кто нас там ждет? Почему мгла это за нами ползет? Он привстал и погрозил Кате кулаком. Темнишь, красавица! Или врешь, или темнишь. Болотник поднял голову от сундука, я посмотрел на Катю. Она сказала. Я не знаю, что это за артефакт. Действительно не знаю. Меня наняли. Кто нанял? Спросил я. Где это происходило? Для чего конкретно наняли? Кому ты должна артефакт передать? Покажи его, добавил Болотник. Алекс выбрался из-под навеса, к нам подошли Кирилл с хохолком. Интерес к происходящему не проявлял только Анчар. Когда мы втянули Катю на плод, то отстегнули от ее пояса контейнер и положили под навес, но теперь он опять был на ремне. Рыжая не любила выпускать его из поля зрения. Она положила контейнер на бревна, щелкнула фиксаторами выпуклой крышки, поежилась и раскрыла. Внутри лежал лиловый синий, тускло светящийся клубень. На почку похоже, сказал Алекс, поморщившись. На человеческую почку. «Слишком здоровый», возразил я. Алекс сткнул пальцем в хохолка. «Вот, на его почку!» «Чеши грудь!» ответствовал на это хохолок. «Так кто тебя нанял?» спросил я, протягивая руку к артефакту. Когда Катя открыла контейнер, болотник вздрогнул. Кирилл, проворчав что-то, потрогал лоб, а у меня возникло ощущение, будто над нами пронесся порыв ледяного ветра. Потом стало зудеть в затылке, вроде кто-то пристально смотрит сзади. Я оглянулся, нет никого, пустые плоские берега. «Закрой», вдруг приказал болотник, на лбу его выступила испарина. Рыжая будто ждала этого, тут же захлопнула крышку. «И контейнер хитрый какой-то», добавил Алекс, «Изнутри покрыт чем-то», потому что он экранирующий. Она посмотрела на меня. «Ты хотел все узнать? Так вот слушай. Наняла меня одна коммерческая лаборатория. Частные лаборатории по новому закону не имеют права эксперименты в зоне производить или артефакты исследовать, только правительственные. Поэтому я про это и не рассказывала вам. Они предупредили, что дело секретное, если военные узнают или спецслужбы... В общем, эта лаборатория отправила экспедицию, которая дожидается на краю могильника, то есть на берегу Грязевого озера. А почему им этот артефакт надо срочно доставить, не знаю. Зачем-то он ученым понадобился. Вот и все. Что-то в этой истории было разочаровывающее, тривиальное. И не понять, врет нам Катя Орлова или правду говорит. Вроде все логично. Частная лаборатория действительно могла нанять ее, чтобы пронести Но почему-то не верится, хотя привести контр-доводов я сейчас не мог. Махнув рукой, Алекс отошел на край плота и сел рядом с Кириллом. Я выпрямился, опираясь на острогу, встал на передке. Холодный ветер дул в спину, подгоняя плот. Небо затянуло серая пелена, красное солнце медленно сползало к горизонту. Вода хлюпала, плескалась между бревен, иногда заливая края плота. По углам торчали четыре факела, палки с набалдашниками из пропитанного смолой тряпья. Пятый, самый длинный факел выселся спереди, посередине. Марат позвал болотник, и я вернулся к навесу. Хохолок вытащил из-под него здоровую ржавую секиру и небольшой с треснувшим обухом топор, и еще три дощатых ящика. Он вскрыл их. Теперь следопыты Кирилл с Катей сидели вокруг, разглядывая содержимое. Руку в лубке рыжая положила на колени. Выглядела она неважно, щеки запали под глазами темные круги. Я присел рядом. В одном ящике были сухари, в другом все тот же крупнозернистый песок, третий заполняли цилиндры с серебристой блямбой взрывателя на конце. Знаешь, что это, спросил следопыт, мины. Их еще почему-то петардами называют, кивнул Алекс. Взрываются от удара. Зачем их здесь столько? Местные сталкеры использовали их, чтобы глушить грязевых ящеров, пояснил болотник. Хохолок зачерпнул сухарей будто воду, отправил в рот полную горсть и принялся с хрустом жевать. Кирилл посмотрел на него и произнес «Ты спас мне жизнь, когда мы бежали к реке». Спасибо. Здоровяк покосился на него, что-то промычал с полным ртом и потянулся к фляге. Но не взял. Толстая как бревно рука взлетела, наемник приподнялся и гаркнул тыча пальцем в берег. Я вскочил, ощутив легкое прикосновение к сознанию, щекочущее и мягкое. У реки лежало поваленное дерево, крона полоскалась в воде, могучие корни вылезли из земли, но еще держали ствол, не позволяя течению унести его. Ветви торчали во все стороны, посреди шелестящей листвы присел на корточке контролер. «Вон!» крикнул вскочивший Кирилл, «Вижу его!» Я сказал, «Тихо, все видим». Издалека мутант напоминал обычного человека, светлая кожа, длинные волосы, голый, худой, невыразительное лицо, прямой тонкий нос, бледные губы, неширокие плечи. Мы плыли далеко от него, к тому же в шестером. Мало какой контролер может подчинить такое количество людей, а этот явно молод, неопытен. Поняв, что его заметили, он выпрямился, придерживаясь засуг, уставился на плод. Из-под навеса донесся рык. Анчар приподнялся на локтях, повернувшись к контролеру. Глаз сверкнул, изо рта вырвалось звериное рычание. Командор, позвала Катя, что с тобой? Анчар не слышал. Он зажмурился, собравшись силами, вскочил, ударился головой в навес. Ткань выгнулась горбом, затрещала. Углами она крепилась к четырем вбитым между бревен подпорком к линиям, и две из них сорвались. Анчар рванулся, молотя руками, сбросил ткань. Контролер, прорал он, худшая тварь в зоне, ненавижу их, всех вас ненавижу. Он окинул нас бешеным взглядом, нагнулся и выдернул из связки короткую острогу. Свернутая кольцами волчья лоза отлетела на край плота, болотник бросился к ней, поймал, не позволив упасть в воду. Хохолок схватился за секиру. Катя с мировым отпрянули, я прыгнул к топору, лежащему возле бочонка, но Анчар не смотрел на нас. Он подскочил к борту, замахнувшись, упал на одно колено и метнул острогу. Трудно убить контролера, и не потому, что он силен или особо ловок, но потому, что может предугадывать твои поступки, особенно те, что становятся следствием сильных эмоций. Острога вонзилась в ствол там, где только что был мутант, а сам он исчез, растворился среди густой листвы. Анчар что-то злобно выкрикнул вслед, повернулся, ссутулился и поплелся обратно, волоча ноги. Механический глаз пощелкивал и трещал, перемотанная левая ступня скребла по бревнам. Командор добрел до поваленного навеса и рухнул на бок. Кирилл шагнул к нему, но Катя, успевшая вооружиться ножом, оттолкнула наемника. «Погоди», сказала она, «может, он сейчас опять вскинется». «Я позвал!» «Анчар!» «Эй, командор!» Он перевернулся на спину и больше не шевелился, уставившись вверх неподвижным взглядом. «Кирилл хохолок, поставьте навес!» сказал я и обратился к следопыту. «Ты понимаешь, что с ним происходит?» Болотник покачал головой. Положив лозу на прежнее место, он взял ящик с желтым песком, отнес к задней части плота, присел там и помоднил нас. Оставшийся возле навеса хохолок вновь захрустел сухарями, а мы с Рыжей, Кириллом и Алексом подошли к следопыту. «Быстрянка донесет нас до Грязевого озера», сказал Болотник. «Я глядел берега. Она изгибается. Мы плывем на перерез мгле, если она продолжает двигаться на север. Где точно нас ждут?» «Возле Грязевого озера должен быть небольшой лагерь», сказала Катя, «на северном берегу». «Чего?» Алекс нахмурился, соображая. «Но я думал, научники ждут на южном берегу, на ближнем». Я кивнул. «Да, из твоих слов так казалось». «Нет, на северном», возразила она. Алекс хлопнул себя по колену. «Если бы они нас с этой страны ждали, скинули бы им артефакт, получили оставшиеся деньги и гудбай. Разбежались бы, только оружием в том лагере рожиться и все. А дальше пусть научники сами с мглой разбираются. Она аж явно за артефактом, клубнем этим прется. А так что получается? «А так в лагерь мы не успеем», сказал я. «То есть не успеем до того, как она нас догонит. Пока будем пробираться через грязевое озеро мгла, накроет нас», заключил Алекс. «Что это значит?» «Что мы должны встретить ее, устроить вторую засаду. Только как?» «Есть один способ», «Что такое, по-вашему, этот песок?» Он показал на раскрытый ящик, стоящий между нами. Лизнув палец, я осторожно коснулся поверхности. Крупное зернышко прилипло к коже, бледно-желтое, усеянное крошечными белыми вкраплениями. «Никогда такого не видел, по крайней мере, не помню». Стряхнув зерно, я покачал головой. «Соляная глина», пояснил следопыт. «Это соляная глина из могильника. Она нагревается под действием аномальной энергии, а волчьи лоза как провод для этой энергии. Надо только найти аномалию, чтобы использовать ее вместо взрывателя». Кирилл, Алекс и Катя недоуменно смотрели на него. Я кинул взгляд на другой ящик, стоящий возле навеса, и сказал «Мины?» «Да, я про них», ответил болотник. «Не понимаю». Рыжая поворачивала глядя то на меня, то на следопыта. «О чем вы, кровосос, поберетолкуете?» «Эти минопетарды взрываются от удара», пояснил я не слишком уверенно, так как сам пока не очень-то понимал, что хочет сделать болотник. «И от нагрева». «Правильно, сильный удар и создаст нагрев». «Ну так как ты хочешь их использовать?» «Сделаю мину, ею взорвем мглу, чем понимание». Он кивнул. «А я все равно не могу расщухать», сказал Алекс. Болотник стал пояснять. Соляная глина нагревается, когда аномальная энергия попадает в нее. Не люблю это слово энергия, но да ладно, вам привычнее. Если ее будет много, глина накалится, даже расплавится. И если мины вставить в глину, они взорвутся. Им не помешает даже вода. Если немного добавить ее, глина станет вязкой, мины можно закрепить в ней и прилепить к чему-нибудь. «Ну так и что?» начал Алекс, но я перебил. А волчья лоза пропускает аномальную энергию. Видел, что было возле оврага, когда мы швырнули шишки? Две два вида энергии столкнулись. Вступили в реакцию два ее различных агрегатных состояния, пояснил болотник. Главное найти в нужном месте аномалию. На плоту не добраться до противоположного берега грязевого озера. Оно потому и грязевое, там дальше настоящее болото, лабиринт островков, и слишком мелкое, и еще там лежбище болотных мутантов. Двигаться придется очень медленно, может несколько суток. Мгла догонит нас, значит мы пристанем на южном берегу озера. Там есть небольшой залив, на берегах много аномалий, но перед мглой аномалии погаснут, во всяком случае большинство. Поставим ловушку из мин на пути мглы, между ней и какой-нибудь аномалией помощнее, которая целиком не рассосется с ее приближением. В глину должен быть погружен один конец лозы, второй у нас. Отойдем, когда мгла подойдет вплотную, второй конец бросим в аномалию. Энергия пойдет по лозе, глина раскалится, мины взорвутся, подхватил Алекс. Правильно! Молодец, дядя! Вдруг он смолк, наморщив лоб, и тут же Кирилл сказал, погодите, а если петарды не сработают возле мглы? Сами видели, какое от нее излучение. У меня пистолет не стрелял, когда кабаны появились. Да к тому же аномалии перед ней гаснут, добавила Катя. Хотя и не все, но все равно мы можем вообще ни одной не найти, чтобы использовать как запал. Другого способа не вижу, сказал болотник. В минах нет движущихся частей, никакой механики. Почему они должны не сработать? Если можете придумать что-то получше, предлагайте. Катя отвернулась, Кирилл покачал головой, Алекс развел руками. Со стороны берега донесся треск, и мы вскочили. Из густых зарослей зайчьей колючки вывалился кабан, здоровенный косматый мутант с клыками как сабли. Таких громадин я еще не видел, холка мне по грудь, тулово как бочка, копыта размером с голову. Бугристая уродливая башка наклонилась, кабан взрыл мордой землю, задрал розово-черный пятак к небесам и всхрапнул протяжно, иступленно. И только теперь я понял, что этот могучий, злобный и непроходимо тупой владыка леса смертельно напуган. На спину ему из кустов прыгнула тощая псевдособака. Кабан рванулся дальше, но кусты росли на самой границе ровного участка, за ними был короткий отвесный склон и река. Собака вонзила когти в толстую шкуру, припала к холке кабана воя. Взметнулись комья земли и сикач рухнул, как валун с вершины утеса, врезавшись башкой в воду. А следом, ломая заросли, неслись другие, поменьше. Между косматыми тушами прыгали псевдопсы, звякали панцирные чешуйки, огнем горели глаза, лязгали зубы. Вот жратвы сколько, удивился хохолок. Чего это зверье поперло? Гон, сказал болотник, как тогда у леса. Только сильнее, добавил Кирилл. Плеск воды заглушил все остальные звуки. Мелкую рябь сменили волны, они докатывались даже до плота, тот качался. Под берегом выросла стена водяной пыли, все новые звери выбегали из прореженных кустов. Я заметил среди большого пятнистого тушкана. Он свалился в воду, попытался вынырнуть, но не смог, упавший следом кабан сломал ему хребет. Множество голов приближались к нам, фыркая, хрюкая и подвывая. Течение несло нас дальше, но и звери из-за него плыли не прямо к противоположному берегу, а наискось. Все, кроме анчара и болотника, встали на краю качающегося плота. Командор неподвижно лежал под навесом, следопыт присел рядом с ним. Кирилл с хохолком подняли пистолеты, здоровяк дважды выстрелил в башку кабана, и я крикнул «Экономь патроны!» Клацнуло огниво, болотник выпрямился, сжимая свернутую в жгут горящую ткань. Подбежав к самому длинному факелу, разжег его и поспешил к тому, что стоял на углу с нашей стороны. Отблески огня легли на волны, вода вокруг окрасилась красным и буром, большое мигающее пятно поползло по реке вместе с плотом. Болотник поднял из-под навеса два шеста, один дал хохолку, второй Кириллу. «Отталкивайте, если подплывут», сказал он. «Чего?» возмутился наемник, потрясая секирой. «Чеши грудь! Кабанчик ежели подберется, я его обухом по морде сюда затащу. Костер сделаем, мяса зажарим». «Костер посреди плота не сделаешь», перебил я, и наемник осекся, приоткрыв рот. «Железный жаровний здесь нет, одно дерево». «А, псевдоплотью те по башке!» взгирился хохолок, подхватывая шест. Течение как раз несло мимо плота крупного псевдопса. Палка описала дугу, конец с глухим стуком врезался в мокрую черную голову. Дерево треснуло, мутант ушел под воду, по ней растеклось темное пятно, казавшееся маслянистым в свете факелов. Ни один зверь не догнал нас, да они и не стремились забраться на плот. Гон закончился, новые мутанты больше не появлялись, истоптанные заросли остались позади, нас несло дальше. Река впереди плавно изгибалась. Болотник сказал из-под навеса, посмотрите на другой берег. Мы обернулись. Сначала я не понял, о чем он. Берег как берег, песчаная коса на повороте, дальше болотистая земля, холм, заросли, редкие деревца. И тут увидел, холм движется. «Ох ты, протянул Алекс, это же этот ползучий холм, кажется, так их называют. Они ж вроде только в могильнике живут». «Мы приближаемся к грязевому озеру», пояснил болотник, «а значит, к могильнику». Ползучий вдоль берега холм, с крутыми мшистыми склонами и покатой вершиной, где росло одинокое деревце, достигал размеров трехэтажного дома. Такие холмы, как и, к примеру, перекати еж, не являются аномалиями в обычном понимании. Земляной горб двигался неторопливо и бесшумно, подминая заросли, ломая толстые стволы, оставляя за собой полосу гладкой земли, где пузырились островки ядовитой слизи. «Всегда думал, что ползучие холмы живые», тихо сказал Кирилл. Алекс хмыкнул. «Как это?» «По-моему, это какие-то мутанты-животные, вступившие в симбиоз с растительностью, которая пустила корни в их шкуру». Наемник оглядел нас. Ну, что-то вроде таких огромных медлительных черепах. В брюхе какая-то железа выделяет слизь, и та разъедает зелень, палые листья, траву. Может, там где-то внизу и рот есть, такая большая круглая присоска. Она затягивает получившуюся кашицу. Брат рассказывал, если человек заснет и холм наползет на него, останутся только гладкие кости, тихо сказала Катя. Алекс живо повернулся к ней и спросил, «У тебя и брат есть? Тоже сталкер?» Рыжая не ответила, отвернулась и шагнула прочь от него. Когда холм достиг высокого дерева, морда его вмялась, будто губа. Ствол наклонился, затрещал, холм замедлил ход и рывком сдвинулся дальше. Дерево упало, крона задрожала, когда нижняя часть, вместе с вывороченными корнями, оказалась под землянистым горбом. «Глядите, он там впереди», сказал Алекс. «Это там случай мне...» На земле перед холмом темнело пятно шириной шагов десять. «О чем вы?» спросил Кирилл, и я пояснил. «Похоже на аномалию огненная лужа». И холм ее не замечает, уже совсем близко подполз. В этот момент ползучий холм добрался до пятна. Основанием шистого земляного горба наползло на темный круг. Холм вздрогнул, будто в последний миг ощутил что-то и начал останавливаться, но не мог сделать это быстро и по инерции полз дальше. Круглое пятно стало темнее. «Сейчас полыхнет», сказал болотник. Крошечные сине-зеленые язычки пламени вырвались из земли. Вспузырилось, захлюпала болотная жижа, холм колыхнулся, как желе на тарелке, дерево на вершине затряслось. Огонь стал красным, загудел и рванулся кверху, облизывая мохнатые бока. И тут холм подскочил. Я не поверил своим глазам, здоровенный горб подпрыгнул на полметра и тяжело упал. Вершина вмялась, бока колыхнулись, будто это был мех с водой. Аномалия под названием огненная лужа заработала в полную силу, фонтан пламени ударил в небо. Если бы холм угодил на ее середину, прожгло бы насквозь, но он каким-то образом смог понять, что происходит, и подался в бок. Завеса пламени встала вокруг аномалии, раскаленный воздух колебался, волна жара поползла во все стороны, даже мы ощутили ее. Деревце на вершине вспыхнуло, как факел. Содрогаясь, холм полз вглубь берега, а аномалия жгла его. Мох выгорел, бока украсились темными подпалинами. Скорость его уменьшилась, должно быть, жар повредил что-то внутри. Обгоревшие склоны казались лысыми, темная земля натянутой и сухой, будто кожа больного человека. Черные комья сыпались с нее, она трескалась, тяжело вздымалась и опадала, холм дышал. Огненная лужа погасла, языки пламени исчезли, раскаленный фонтан втянулся в землю. Плот быстро плыл дальше, а холм тащился прочь от реки. Вдруг целый пласт земли на его боку шелестом сполз, обнажив лиловую плоть, мутно-прозрачную, влажную, похожую на огромного моллюска. — Это что такое? — спросил я. — Болотник! — Вижу, — откликнулся он. — Понятия не имею, что там у них внутри. Я так и не смог разглядеть, что скрывается под земляной коркой. Нас вынесло на стремнину. Плот закачался, мы присели, а затем поворот берега скрыл аномалию и ползучий холм. Лишь вершина с догорающим деревом еще некоторое время маячила вдалеке. Когда я вернулся к навесу, анчар неподвижно лежал на боку, вперев взгляд в окаймляющие реку заросли. Хохолок устроился между ящиков и хрустел сухарями. Катя села у бочонка, баюкая сломанную руку. Кирилл с Алексом встали на передке, а Болотник принялся разматывать волчью лозу. — Болотник, сколько нам еще плыть? — спросил я. — В грязевое озеро попадем поздно ночью, — ответил он. Небо потемнело, стало холоднее. Анчар вновь улегся на спину, закрыл глаза и, кажется, заснул. Подойдя ко мне, Алекс негромко сказал, — Слышь, напарнчик, давай назад отойдем, хочу тебе кое-чего показать. Кое-чего оказалось свертком листьев зеленухи, которые он достал из кармана на бедре. Мы сели по-турецки. Алекс положил сверток между нами и развернул. Я нагнулся, разглядывая круглую зеленоватую штуку, похожую на шляпку гриба, с розоватой бородавкой в центре. Перевел взгляд на Алекса, спросил, — Ну, и что это? — Артефакт, — думаю. — Никаких воспоминаний у тебя не возникает? Я прищурился, осторожно коснулся гриба, скользнул пальцами по гладкому боку. Вызывает, но... Нет, точно раньше я это видел где-то. Кажется, даже в руках держал. Откуда ты его взял? Когда мы в той комнате в себя пришли, этот сверток на полу валялся. А у меня молния на кармане была вырвана с мясом почти. Так я и решил. Рыжая ведь говорила, мы дергались, как припадочные. Вот я за что-то зацепил ее, порвал. Артефакт выпал. А теперь, думаю, помнишь, там контейнер небольшой в углу лежал? Может, артефакт не у меня из кармана, а из того контейнера выпал? Но у кого из нас контейнер был? Я еще раз осмотрел артефакт, осторожно завернул в листья, поднял, взвесил на ладони, прикрыв глаза, и сказал, по-моему, держал я эту штуку уже. Что-то такое в голове. В голове и вправду будто клубилось что-то. Смутные обрывочные воспоминания, очень большое помещение, серое, я почему-то вижу его сверху, внизу бродят фигуры, а вокруг паутина. Нет, не та, о которой плюются болотные ведьмы, а сине-зеленая воздушная паутина. Это было мучительно, я даже оскалился, пытаясь вспомнить что-то более подробно. Я к тебе прикосила, братишка, посочувствовал Алекс. Ладно, возьми пока артефакт себе, вдруг еще чего припомнишь. Только я еще одно хочу сказать. Помнишь, как в овраге болотник нам те таблетки раздал, чтобы в голове поменьше мутилось? Так вот, когда я ее взял, так мне почудилось, будто дернулся. Задрожал как бы, навроде почувствовал что-то. Ну, таблетка ведь из артефактов была сделана. Вот он вроде как на что-то в ней отреагировал. Так, я потом уже решил, когда припомнил все это. Ой, ладно, поспать надо. Он встал, я тоже поднялся. У меня на бедре был такой же, как у Алекса, карман, только с целой молнией, и я положил артефакт туда. Мы вернулись к навесу. Запустив руку в ящик с сухарями, я сказал, будем по очереди караулить. Болотник, слышь, один дежурит, остальные спят. Хохолок буркнул. Первый послежу, чтоб все тихо. Ладно, согласился я, потом Кирилла разбудишь. Кирилл, за тобой Болотник, потом Катя. Спать не буду, сказал следопыт. Почти не сплю, да и мину надо сделать. Кирилл, разбудишь женщину после себя. Сухари оказались твердыми, как галька. Кое-как, разжевав пару штук, я запил их водой и первым влез под навес. Лежащий на спине анчар не шевельнулся, когда я лег рядом. Мне даже показалось, что командор умер, но нет, грудь едва заметно вздымалась. То ли спит, то ли в забытии. Что все-таки с ним происходит? Встав на колени, я осторожно обхватил пальцами механический глаз и замер. Анчар лежал не шевелясь. Я сдвинул одно из серебристых колец, в глазу тихо щелкнуло, потом другое. Механизм едва слышно застрекотал и смолк. Правый глаз командора был закрыт, сиплое дыхание врывалось из груди. Я сдвинул пальцы ниже, ухватил цилиндрик у самого основания, там, где его окружала каемка припухшей розоватой кожи, еще раз посмотрел на застывшее лицо анчара и потянул. Цилиндрик приподнялся, нижний край его частично вышел из глазницы. Изнутри потянулись красно-белые жилки, уходящие в череп. А еще полился тусклый свет, неискусственный, как от лампочки или диода, казалось, что там мерцает какая-то плесень. Я наклонился к лицу анчара, почти приник лбом к его лбу, заглядывая под объектив. В глазнице находилась сборка, крошечная, скрепленная волокнами лозы и розовыми жилками. Я заметил черное зернышко, уходящие вглубь черепа тончайшие веточки дерева кукловода и что-то еще незнакомое. Осторожно вернул цилиндр на место и кивнул сам себе. Значит, именно эту штуку и ощущал болотник. Но зачем она? Сборка сидела глубоко в глазнице, наверняка соединенная с мозгом анчара. Следовало позвать болотника, показать ему, возможно, он понял бы, что к чему. Но под навес уже забирался Кирилл, и я пока не хотел говорить о своем открытии никому, кроме следопыта. Я улегся возле анчара, подложил руку под голову. Кирилл почти сразу заснул, вскоре рядом с ним улеглась Катя, поворочилась немного, глянула на командора, на меня. Почти не болит, с легким удивлением пробормотала она, кладя на живот сломанную руку. Хорошо, что с нами следопыт, а то бы... И умолкла, закрыв глаза. Анчар вдруг вскинулся, бессмысленно посмотрел по сторонам. Кирилл уже спал, а мы с Рыжей уставились на него. Где? напряженно спросил командор. Где мы? Свет факелов проникал под навес, превращая его лицо в багровую маску. Глаз блестел, лоб и скулы избороздили морщины. Он выглядел постаревшим, осунувшимся, больным. Ты... Он посмотрел на меня, с трудом узнавая. Марат, а? Где мы? Плывем по-быстрянке, сказал я. Это речка, впадающая в грязевое озеро. Приближаемся к могильнику. Он ненадолго задумался. Могильник. Да, помню. А мгла? Идет вдоль берега, скорее всего. Мы хотим устроить еще одну засаду, а иначе она догонит нас посреди озера. Оружия почти нет, патронов всего несколько штук. Но болотник придумал поставить ловушку из мин петард. Мины? Хорошо, хорошо. Казалось, он едва понимает мои слова. Мины это дело. Взрыв. Смерть. Много крови. Утопить зону в крови и вот что по-настоящему необходимо нам. Я мечтал об этом, но не только мечтал. Я старался, приближал этот миг, а они предали меня. Голос звучал все тише, неразборчивее. Последние слова слились в гнусавое бормотание, и голова анчара опустилась на бревно. Мы с Катей переглянулись, она скривилась, постучала себя пальцем по лбу и закрыла глаза. Анчар больше не шевелился. Хохолок наконец перестал хрустить сухарями и утопал напередок плота. Он погасил три из пяти факелов, оставив лишь по одному спереди и сзади, где устроился болотник. вода плескалась, плод качался, тихо шелестели деревья на берегу. Я заснул быстро. Ящерицы! Я подскочил, ткнувшись головой в навес, огляделся. Марат сюда позвал болотник. Кроме меня под навесом никого не было. Рядом лежала фляга. Я открыл ее, плеснул в лицо воды и сделал пару глотков. Захватив топор, полез наружу. Стояла глухая беззвездная ночь, луна едва просвечивала сквозь черную пелену. Холодный ветер налетал порывами, полок качался на кольях и хлопал. Горели все пять факелов, в свете их было видно, как медленно теперь плывет плод, река стала болотом. Покачивая топором, я шагнул к присевшему на краю болотнику. Рядом Кирилл налегал на шест, толкая плод. На другой стороне маячила фигура хохолка, анчар занял позицию впереди, Катя сзади вместе с Алексом. Течение ослабло, глубина стала совсем небольшой. Мы плыли мимо коряк и островков болотной травы. Теперь осторожнее, предупредил командор, и смотрите по левому борту. Он уже нормальный? Тихо спросил Кирилл, вынимая и опуская шест, также тихо произнес. Нет, все равно чудной, но ходит, разговаривает и вроде помнит, где мы и для чего. Ну и где мы? Следопыт сказал, недалеко от цели. Здесь быстрянка впадает в озеро, поэтому пока можно плыть, вода разбавляет грязь. Дальше свернем на запад, чтобы не завязнуть, вдоль берега доплывем до залива. Мы успеваем? Кажется, да. Будем на месте часа за два до мглы, если она движется в том же темпе вдоль берега. Рядом плеснулось. Кирилл быстро вытащил шест из воды и занес для удара. Этим ящера не проймешь, сказал я, поднимая топор. Его и пулей ты не очень испугаешь, наверное. Мы перепроверили все оружие, пока ты спал, тихо сказал Кирилл. Осталось два пистолета, у меня пять патронов, у него три, еще нож у Кати, два топора, у болотника четыре костяных ножа и разряженный маузер. И все. Длинная туша, похожая на крокодилью, появилась в шагах в десяти от плота. В свете факелов тускло блестели глаза, шкура ящера напоминала бугристую, морщинистую кору старого дерева, на спине, сразу за головой, начинались треугольные выросты, они тянулись до самого хвоста, длинного и мощного. Взмахом такого хвоста чудище могло не то, что сбросить кого-то из нас с плота, снести всех, включая хохолка, да еще и навес с факелами в придачу. Что там у вас, позвала Катя с кормы. Тише, сказал я, не шуми. Хохолок, Кирилл, не суйте шесты в воду. Течение медленно тащило плот дальше, ящер оставался на прежнем месте. Он, конечно, заметил нас. Толстое тело изгибалось, голова поворачивалась вслед. Что делать, если нападет, прошептал Алекс, подходя к нам. Тебе ничего, отрезал я, а я возьму факел и попробую выжечь ему глаза, а если не... Мина, сказал болотник, и я мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Кирилл, тащи, только тихо, а не топай. Принеси две, нет, лучше три. Он передал мне шест и стал пятиться, пока не исчез из поля зрения. Мы с болотником и Алексом наблюдали за чудовищем. Хвост дернулся, пустив волну, закачался травяной остров рядом, вода заплескалась оплот. Я осторожно наклонился, положил шест, а когда выпрямлялся, далеко в глубине болота вспух пузырь гнилостного мертвенного света. Аномалия под названием Купол поднялась над кривыми деревцами, высветив их черные уродливые силуэты, огромной полусферой нависла над округой, замерцала и погасла. Ух, выдохнул я пораженно, такие аномалии могут возникать только здесь, на севере, возле могильника. Тусклый свет купола на несколько мгновений сказил все вокруг, смешал тени, озарил грязь мертвенным сиянием. Когда я вновь стал видеть отчетливо, ящер плыл к нам. Он врезался в остров густой травы, пробороздил его и вырвался на свободную воду. «Кирилл!» заорал я, хватая факел. «Сейчас!» донеслось сзади. Хвост извивался, качались треугольные наросты. Распахнулась, блеснув клыками пасть, зев туннеля, ведущего в недра чудовищного тела. «Кирилл, сюда!» Плот закачался, к нам бежал хохолок. Бросив топор на бревна, я обеими руками схватил факел. Болотник прыгнул навстречу Кириллу, выхватил у него мину. Пасть раскрылась, вода клокотала, пенными струями завивалась вокруг клыков шириной с мое запястье. «Назад!» прокричал следопыт. Здоровяк, едва не свалившись в воду, остановился на самом краю и замахнулся секирой. Вынырнувший из-под него болотник ударил тупым концом мины по обуху и швырнул взрывчатку в глотку чудовища. С криком «Ложись!» я ничком бросился на бревна. Взрыв прозвучал глухо, как из-под земли. Что-то забарабанило вокруг, сипло-охнул хохолок и все смолкло. Но ненадолго наемник выругался, харкнул на все болото, возмущенно забармотал. Я встал на колени, оглядываясь. Рядом лежали болотник с Алексом и Кириллом, возле него валялись две мины. Тушу ящера медленно относило от плота. Голова напоминала расколотое бревно, в рыхлых недрах поблескивали осколки раздробленных взрывом клыков. Все вокруг усеивали влажные ошметки и темные брызги. Я пощупал затылок, мокрый, как и шея со спиной. Несмотря на мое предупреждение, тугодум хохолок не успел лечь и его облепило с ног до головы. Хрипло, ругаясь, наемник спрыгнул в воду рядом с плотом, глубина оказалась по пояс, постоял, поливая грудь и плечи и нырнул с головой. Плот закачался. Подошедшая катер оставила ноги пошире, чтоб не упасть, остальные встали, я через голову стянул грязную рубаху. Хохолок вынырнул фыркая, полез обратно. Молодец, сказал я, умный парень, теперь на тебе куча пиявок сидит. Плот качнулся сильнее, наткнувшись на что-то. Течение стало неторопливо разворачивать его. По-прежнему стоящий напередки анчар сказал, мы в грязевом озере. Облака поредели, теперь луна ярче освещала окрестности. Плот продвигался вперед. Вокруг булькало и хлюпало, что-то монотонно стучало, будто один из местных обитателей бил по грязи плоским хвостом или ластом. В темноте раздавались приглушенные чириканье, кваканье, шорохи. Еще немного сказал я, и застрянем. Мы достигли залива. Берега его постепенно сближались и далеко впереди сходились под острым углом. Вокруг тянулась пустошь, дальше рос лес, где-то там в нашу сторону ползла мгла. Отсюда было хорошо видно, что идти на север не имеет смысла, она быстро догонит нас, и посреди грязевых топий, населенных местными тварями, сладить с ней мы не сможем. Лабиринт грязи, долины и протоки между плоскими островками, поросшими чахлой растительностью, поблескивали в свете факелов. Вокруг торчали стволы и коряги, шелестело на ветру осока. — Слышите? — спросил Кирилл. Они с хохолком шестами толкали плод. — Это лягушки? Из темноты доносились кто-то скоблил ножом жестяное корыто. — Их называют угольными жабами, пояснил болотник, присев на корточке. — Этих тварей здесь полно должно быть. Они не опасны, но воняют, как помойка. Осторожно! Не вмажьтесь в нее! Из озера грязи между двумя островками земли торчала аномалия под названием свеча. Осклизлая длинная штуковина, напоминающая волнистый столб жира. Она неторопливо вращалась, закручивая густую черную жижу ленивым грязеворотом. Плот потянуло вперед, хохолок с Кириллом уперлись шестами в дно тормозя. — Что будет, если попадем в нее? — спросил Кирилл напряженным голосом. — Воздух нас поднимет, пояснил я, вместе с плотом. И что? Зашвырнет повыше, как цветок. Упадем или разобьемся, или захлебнемся в грязи. Свеча кружилась, тихо хлюпая, плот тянуло к ней, невзирая на старания двух сильных мужчин. Следопыт, возьми шест у наемника, раздалось над ухом, и я оглянулся. Анчар вновь стал прежним. В голос вернулась была и уверенность, движения стали четкими, исчезла болезненная вялость. Хотя левая нога не сгибалась в колени, и он шагал как на костыле. Возьми шест, повторил командор, встав на краю между болотником и Катей. Хохолок, вниз, будем толкать его, Алекс, ты тоже. И он полез в грязь. Передав мне шест, хохолок прыгнул с плота, за ним последовал Алекс. Здоровяку жижа оказалась по пояс, анчару по грудь. До свечи оставалось всего несколько шагов, и они попали на край грязеворота. Кружился тот слишком медленно, чтобы сразу утащить, но их повлекло к аномалии, все трое стали съезжать. Я навалился на шест, вогнал его в грязь на пару локтей, пока конец не уперся в дно. Повернувшись спиной к свече, хохолок командор и Алекс налегли на плот. Анчар скрипнул зубами, позади здоровяка вдруг вспучился пузырь, лопнул, за ним высыпали множество мелких. Опа, сказал наемник, осклабившись. Нас все еще тянуло к аномалии, но заднюю часть плота повело в сторону, и он опасно накренился. Катя схватилась за мой шест, болотник вцепился в тот, что держал Кирилл. Несколько мгновений плот качался на краю грязеворота, потом рывком провернулся и поплыл вдоль него. Анчар поскользнулся, хохолок схватил его за шиворот, вытащил. Теперь все мы оказались на корме и нажали на шесты, проталкивая плот дальше мимо свечи. Вскоре аномалия осталась позади. Наемники еще некоторое время брели следом, толкая плот, потом залезли на него черные с головы до ног. Катя хмыкнув, ушла за навес, а они быстро разделись, пока грязь не засохла. Кирилл двигал плот дальше. Хохолок принялся сдирать пиявок. Анчар клинком его секиры щищал размокшую жижу. Алекс ругался и хлопало бревна потяжелевшей рубахой, разбрызгивая черные капли. Эй, позвала Катя, залив уже близко. И что-то происходит в лесу за ним. Не останавливайся, сказал я Кириллу. Хохолок, помоги ему. Мы прошли вперед. Вон, видите? Рыжая подняла факел высоко над головой. Блестит. Да это же поганки! Три световых смерча на тонких ножках ползли через пустынный берег. Они двигались бесшумно и величаво, иногда разбрызгивая вокруг едва заметные огненные капли, то есть артефакты под названием уголек. Сразу после отделения от родительской аномалии угольки смертельны, врезаясь в тело, прожигают его, оставляя раны с запекшимися краями. Упав на землю, артефакты постепенно остывают и через некоторое время их можно брать голой рукой. Теплые угольки отлично залечивают раны, но обладают этим свойством лишь пару часов, пока совсем не охладятся, тогда они превращаются в оплавленные черные камешки и становятся бесполезны. Некоторое время все молча глядели на аномалии. Непривычно большие, как и недавно вспучившиеся над озером купол, такие поганки могли возникнуть лишь в глубине зоны, за ЧАЭС. «Мы не сможем пройти мимо них», сказала наконец Катя. «Нам надо встретить мглу на краю леса, но эти поганки ползают как раз возле него». Я вопросительно глянул на болотника. Поганки перемещаются быстро и ощущают движение не хуже змеиного клубка. Они изрешетят нас угольками, никто не способен пройти мимо старой, разросшейся поганки ближе, чем в паре сотен шагов. Но следопыт смотрел не в сторону берега, а на лес и к чему-то прислушивался. «Опять гон», сказал он. «Кирилл, хохолок, быстрее!» крикнул я, уловив пока еще далекий треск ветвей. «Мгла снова гонит перед собой зверье! Алекс, помоги им!» Шум в лесу становился все громче, и Катя сказала, «Но это значит, что мгла ближе, чем мы думали! Болотник, мы же пару часов!» «Выходит, оно прибавило ходу после того, как мы поплыли по реке», сказал я. До места, где берега залива сходились, оставалось несколько сотен шагов. Дальше раскинулась каменистая пустошь, по которой ползли три световых смерча, за нею стеной стоял лес. В глубине его горело ярко-белое пятно света, очень мощный слизистый пузырь. Я увидел неподалеку какое-то мельтешение в грязи и показал туда. «Это что?» Болотник пояснил, «лежбище молодых ящеров. Они не такие большие, но очень агрессивные, разве что тушкан крюкозуб более злобный, если заметят нас». И тут первые звери выскочили из леса. В темноте трудно было разобрать подробности, но мне показалось, что там нет псевдособак, лишь кабаны и какие-то необычные силуэты между ними. Похоже на тушканов, но не они. Животные вломились в залив, подняв черный вал жижи. Я крикнул, «Эй, там, быстрее давайте!» Хохолок сунул свой шест Алексу. Далеко отставив раненую ногу, тот принялся толкать плод вместе с Кириллом, а здоровяк вновь скинул штаны с жилеткой, представ перед нами во всей своей варварской красе. Он завязал жилетку на бедрах, попятился и шагнул с края плота. Наемник ухватился за бревна, оттолкнулся от дна, сильно качнув плод, вытянулся горизонтально и забил ногами по грязи. Кирилл с Алексом и командором еще несколько раз ткнули шестами, но вскоре стало понятно, что это не имеет смысла, они просто не успевали проворачивать в грязи длинные палки, плод теперь плыл быстрее. Шесты полетели на бревна, и мы поспешили на передок. «Они дерутся!» крикнула Катя. Грязь вскипела, когда первые звери достигли лежбища. Засновали гибкие тела, виск и рычания зазвучали над заливом. В темноте метались тени, новые беглецы валили из леса, напирая, втаптывая в дно трупы и раненых. Ящеры щелкали зубами, хвосты с острыми треугольными наростами молотили грязь и тела зверей. Плод быстро плыл мимо, приближаясь к берегу. «Глядите!» Катя показала вперед. «Они гаснут!» Кружащиеся поганки мигали, то наливаясь ярким сиянием, то почти исчезая из виду. Вдруг одна, ползущая ближе других к лесу, вспыхнула, разрослась и лопнула, брызнув угольками. Артефакты огненными градинами заскакали по земле. Вслед за первым лопнул второй световой смерч, а спустя секунду и третий. Теперь мы увидели то, что раньше скрывало их сияние. Пусто ж за поганками усеивали аномалии. Змеиные клубки и электры, слизистые пузыри, свечи, холодцы. Посреди всего этого зловещего великолепия горел огромный, как солнце, купол. Одна за другой аномалии гасли, словно кто-то тушил огни в домах далекого города. Густая тень ползла от леса, накрывая пустошь. Мгла, сказал болотник, она уже здесь. До берега оставалось совсем немного, когда от кипящего лежбища ящеров к плоту длинными прыжками устремился какой-то зверь. Несколько мгновений я не мог сообразить, что за существо способно так передвигаться по грязи, а когда понял, схватился за топор и подскочил к краю плота навстречу звонким шлепкам и плеску. Задние лапы со ступнями ластами отталкивались от грязи, посылая вперед чешуйчатое тело. Верхние лапы прижаты к груди, они короткие и слабые, но опасны из-за кривых когтей, пасть разинута, оттуда торчат клыки крючья. Крайние бревна заляпала грязь, подошвы соскользнули, ноги ушли вперед, и я прокинулся на спину, успев скинуть над собой топор. Взмахнул им, ударил по задней лапе крюкозуба, мелькнувшего надо мной. Руку дернуло, топор вывернулся из пальцев. Крики, плеск и глухие удары звучали со всех сторон. Я вскочил. Кирилл Санчаром и Алексом торопились с кормы, Катя исчезла. Болотник лежал на спине, суча ногами. Сидящий на его животе крюкозуб резко подался вперед, будто дятел долбанул клювом дерева. Я опять поскользнулся, упал, поднялся и побежал. Катя вынырнула из грязи, куда мутант столкнул ее в прыжке. Забравшись на бревна, она взмахнула ножом, клинок вошел в спину крюкозуба почти целиком. Девушка выдернула нож, ударила еще раз и стала проворачивать, налегая, будто размешивала густое тесто в катке. Я с разбега пнул крюкозубов вбок, мутант кубарем полетел с болотника. Дергая лапами, тварь упала на краю плота. Катя вновь занесла нож, казавшийся лохматом от крови обрывков спинных мышц, намотавшихся на клинок. Ласта хлопнула по бревну, крюкозуб изогнулся, щелкнув челюстями и свалился в грязь. Хохолок все еще толкал плод вперед, концы бревен надвигались на мутанта, подмяли, и он исчез из виду. Вчетвером мы склонились над следопытом. Между клочьями ткани виднелась развороченная плоть, торчали какие-то жилки, лоскуты мяса и кожи, что-то булькало, вспухали и лопались пузырьки крови. Болотник умирал. Глава четырнадцатая явление мглы. Уголек прохрепел следопыт, и я услышал тонкий свист. Не сразу сообразив, о чем он, я склонился ниже, разглядывая рану и пытаясь понять, добрался ли крюкозуб до легких. Если раненый может говорить, значит, они еще целы. Но что тогда свистит, будто воздух выходит сквозь очень узкое отверстие. Глина, грязь, уголек. И опять свист, сопровождавший каждое слово. Катя прокричала. Хохолок, болотник ранен, нам нужны артефакты, греби быстрее. Плот качнулся, две густые черные дуги поднялись позади него. Угольки еще слишком горячие, сказал я, остынут не раньше, чем через час. Болотник хотел ответить, раскрыл рот и засипел. Вновь свист. Где-то там, в развороченной груди, пряталась дырочка, пробитая зубом крюком. Сквозь нее воздух выходил наружу. Следопыт задыхался, тряс головой, пытаясь что-то сказать. Лицо наливалось синевой. Мы склонились над ним, не зная, что делать. Рука умирающего дергалась, скребла его пояс. Рванула. Болотник показал мне склянку с чем-то белым. Толченые артефакты под названием наст. Я выхватил ее из судорожно сжатых пальцев, сорвал крышку и перевернул над грудью раненого. Белая жидкость, будто дымок или невесомый порошок, потекла вниз, расплываясь в воздухе, и когда коснулось плоти, грудь следопыта вскипела. Он выгнулся от невыносимой боли. «Что ты делаешь?» — крикнула Катя, пытаясь вырвать у меня пузырек, но я оттолкнул ее с такой силой, что рыжая покатилась по бревнам. Вещество растекалось по груди. Смешиваясь с кровью, оно заклокотало, выстреливая светлыми язычками, и стало застывать, белесой коркой стянув грудь. От болотника разошелся холодный воздух. Он опять дернулся и вдруг вздохнул надрывно, с хрипом. Катя сумела остановиться на краю плота, лицом к нам. Одной рукой ухватилась за бревно, чтобы не свалиться в грязь, другую вытянула перед собой. В ней был пластиковый нож. Бешеными глазами она уставилась на меня. «Ты что, не знаешь, что это?» заорал я. Рыжая облизнула губы и приподнялась. Толченые артефакты купола. Если у тебя брат сталкер, то должна знать. Он рассказывал про наст, ответила она, опуская нож. Просто я не поняла. Болотник часто и тяжело дышал. Белесая корка на груди вздымалась и опускалась. В ней посверкивали морозные искры. Я гляделся. Плод миновал лежбище, бегущие в панике звери растерзали ящеров, втоптали их в дно. Большинство животных остались там же, но некоторые прорвались и плыли дальше. А из леса появлялись новые, впрочем, их было немного, гон почти закончился. Паганки исчезли, берег впереди был пуст и темен. Нет, тусклые искорки поблескивают между камнями. Аномалии, исчезнувшие с приближением мглы, оставили свои артефакты. Каменистая пустошь, лес, нигде никого, тишина, покой. Марат, просипел слабый голос, и я нагнулся к болотнику. От боли зрачки его сузились и стали как черные точки. Глина, там еще осталась соляная глина. Осталась, сказал я, возьмите ее, смешайте с грязью, один к одному, быстрее. Я поднял голову. Кирилл с Алексом присели рядом. Анчар стоял спиной к нам и рассматривал берег. Катя, отойдя от командора, со странным выражением поглядывала на него, то ли удивленно, то ли угрожающе. Катя, позвал я, быстро принеси бочонок с глиной. Хмуро покосившись на меня, она ушла к навесу. Как я могу помочь? спросил Кирилл. Возьми пустой ящик, набери в него грязи и тащи сюда. Он вскочил и убежал. Слабые пальцы вцепились в рубаху на плече, потянули. Мы с Алексом переглянулись, и я вновь склонился над болотником. Сколько до берега? спросил он. Недалеко. Мгла близко. Чую ее. На краю леса. Надо ставить ловушку. Ты умираешь, сказал я. Рана плохая, но могу выжить. Если угольки, они делают чудеса. Главное успеть поставить ловушку, пока все готово. Надо только прилепить мины. Мы могли попасть под гон, подошедшая Катя опустила на бревна бочонок. На берегу дохлое зверье. Они бежали через пустошь и попадали в аномалии до того, как те гасли. А теперь тут безопасно, аномалии почти нет. Звери ушли дальше. Мы между ними и мглой. Но она вот-вот будет здесь, сказал я, и может опять послать вперед такой же импульс, как тогда. Нет, прошептал болотник, она ослабла. Я ощущаю по ее излучению. Мгле нужно время, чтобы собраться с силами. Подошел Кирилл с ящиком в черных от грязи руках. Когда нагнулся, чтобы поставить его, плод сильно качнулся. Наемник упал грудью на ящик и сломал его. Растерянно выругавшись, вскочил. Болван! рявкнула Катя. Передняя часть плота приподнялась. Мы достигли берега. Я окрикнул Хохолок! Здесь! Ноги забухали по палубе и наемник встал над нами с секирой в руках. Грязь облепила его с ног до головы. На черном лице сверкали глаза. Хохолок следопыт ранен. Его могут спасти угольки, артефакты поганок. Видел, которые на берегу были? Сейчас вы с Кириллом и Алексом поднимите его. Только осторожно. Очень осторожно! Лицом кверху, прошептал Болотник. Что? Я глянул на него, понял и стал объяснять дальше. Несите так, чтобы лицо было кверху, иначе кровь прильет, и эта корка может отвалиться. Поднимайте! Катя, анчар, вы впереди! Вдруг там какие-то звери остались? Нет, стойте! Болотник, где ловушка? В ящике, сказал он. Ящик от петард под навесом. Куски лозы смотаны, не запутайте! Катя, возьми красный ящик! Марат, прошептал старик, и я склонился над ним. Склянка! Где склянка? Она стояла между бревнами, над горлышком струился белый дымок. Я поднял ее, нашел пробку, закрыл и показал ему. Что-то осталось? Да, немного. Возьми с собой. Не разбей. Хорошо. Я стал зачерпывать грязь из сломанного ящика и закидывать в бочонок. Катя приволокла петарды, неловко держа ножу одной рукой. Лучше я помогу Хохолку, сказала она, передавая ящик Алексу. Рыжая, Кирилл и Хохолок осторожно понесли болотника. Я перемешал грязь и соляную глину в бочонке, прижал его к груди и поспешил следом, на ходу выдернув факел из щели между бревнами. На пустоши, лежащей между лесом и заливом, осталась лишь пара аномалий, не исчезнувших вместе с остальными. В глубине среди деревьев тускло поблескивало пятно белого света. Я вонзил факел в землю и присел на корточке, разглядывая уголек, похожий на короткий клык. Раскаленная сердцевина светилась, озаряя кружок обугленной земли. В десятки шагов от леса мы положили следопыты на землю. Алекс поставил ящик рядом с принесенным мною бочонком. — Возьмите мины, — прошептал болотник, — их пятнадцать. Прилепите к веткам к стволам, положите на землю, растяните насколько позволят лоза, там длинные куски, развесьте их полумесяцем. — Чего? — спросил хохолок. — Дугой, — пояснил я, выгнутый так, чтобы мгла вошла в нее. — Катя, Марат, соберите угольки, — продолжал старик, — дюжину, больше не надо. После трех поганок их должно быть много. — Вот один, я показал на артефакт под ногами. — Что с ними делать? — Бросайте в бочонок, снимите свои повязки. Марат, когда наберется полтора десятка, вылей толченые насты склянки. Угольки охладятся, смесь будет застывать. Надо успеть намазать раны, потом она схватится. Давайте. Под растущим неподалеку кустом олела пятнышко света. Катя побежала к нему. Хохолок недоуменно сказал, — Э, погодь, а как их брать-то, они ж горячие. Рыжая на ходу повернулась, показала доску, отломанную от ящика с минами, и вдруг упала. Сказав наемнику, ища угольки, я бросился к ней. Катя лежала на боку, постановая, пытаясь встать. Что? Я опустился на колени рядом. Рука разболелась еще на плоту, когда подплывали. Теперь совсем плохо. Я поднял ее и отнес назад. Анчар стоял на том же месте, Кирилл рыскал вокруг, вооружившись обломком доски. Посадив Катю возле следопыта, я побежал обратно к кусту. Мы нашли четырнадцать угольков, и, когда бросили их в бочонок, смесь сленой глины и грязи зашипела. Артефакты просвечивали сквозь нее, похожие на огненный янтарь. Я вылил остатки толченого насты из склянки, от бочонка пошел холодный воздух, угольки начали гаснуть. Палкой я стал мешать вязкую массу, не позволяя ей застыть. Рядом вскрикнула Катя, хохолок держал ее за плечи, Кирилл срезал лубок с руки. Анчар все это время стоявший неподвижно повернулся и сказал «Шум в лесу, кто-то приближается, там дальше я вижу слизистый пузырь». Когда я отбросил палку, болотник прошептал «Рукой, маш рукой». «Поверх этой корки?» «Да, смесь ее растворит, потом опять схватится. Смотри, чтобы на рану попало несколько угольков». Содержимое бочонка казалось ледяным, от одного прикосновения к нему пробрала дрожь. На долю следопыта пришлось четыре или пять артефактов. К тому времени, как я закончил, масса на его груди уже застывала, да и та, что находилась в бочонке, стала гуще. Я потряс заиндивевшей кистью, подул на нее и повернулся к Кате. Кирилл с хохолком растерянно сидели рядом, женщина лежала на спине, зрачки ее закатились, потеряла сознание от боли. Я намазал сломанную руку, использовав четыре уголька, и позвал «Анчар!» Разорвав штанину, кое-как стянув с себя ботинок, обделил ступню смесью с тремя угольками, вновь нацепил его, пока мазь не застыла. По ноге пошел сильный холод, мышцы задрожали сами собой, и боль ушла. «А у меня нет ран», объявил Алекс, невесело улыбаясь, «только царапины да снеги да в коленки тянет, а так цел я, счастливчик твою мать!» Болотник вдруг сел. «Тебе нельзя», начал я, но он вцепился в плечо Алекса и приподнялся. «Теперь в порядке, мгла близко, надо идти». «Здесь рядом остался слизистый пузырь, анчар говорит, его видно отсюда». «Хохолок, Алекс, давайте к нему», велел следопыт, «возьмите ящик». «Командор, надо намазать твою ногу», сказал я, «пока еще есть время, осталась пара угольков». Раздалось тяжелое дыхание, я поднял голову, он стоял надо мной, лицо подергивалось, подбородок дрожал. «Я не нуждаюсь в аномальной отраве», хрипло произнес анчар. «Это еще что за чушь?» удивился я, «ты ранен, еле ходишь, сейчас не чувствуешь боли, потому что болотник обработал рану, но еще немного и ногу придется отнимать, это угольки и толченый наст, они помогут». «Будь проклята, ваша зона», рявкнул он, наклоняясь, лицо его исказилось, и я схватился за топор. Казалось, лишь неимоверное усилие воли помогло командору не вцепиться мне в глотку. Он выпрямился и развернулся как на плацу, зашагал к лесу. Хохолок, сжимая подмышкой ящик с миной, уже вел туда болотника, с другой стороны следопыта поддерживал Алекс. «Что с ним?» спросил Кирилл растерянно. «У него в глазу сборка», сказал я. «Что?» «В глазнице анчара сборка, конструкция из артефактов». «У тебя рана на ноге?» «Давай, осталась пара угольков». Он задрал штанину и ножом срезал засохшую повязку. «Наемник, Катя пришла в себя и приподнялась, глядя на меня». «Что ты сказал про сборку?» Намазывая рану Кирилла, я кивнул на анчара, который вслед за остальными входил в лес. У командора она вместо левого глаза, спрятана под объективом. «Зачем?» «Наверное, с ее помощью механический глаз соединен с мозгом. Я не знаю точно, в одном уверен, из-за сборки у него и разжижаются мозги». Катя оглядела руку, покрытую застывшей смесью от локтя до запястья. «Почти не болит», сказала она, покачав головой. «Но ощущения не такие, как раньше, когда болотник, потому что это другое». Закончив с Кириллом, я вскочил, заглянул в бочонок и ногой отшвырнул его. «Наст только убирает боль, а угольки лечит». «Твоя кость срастется за неделю. Идем». Хохолок развешивал взрывчатку при помощи соляной глины. По земле велась лоза, на одном конце большая черная шишка, другой завязан толстым узлом, от него отходят во все стороны куски покороче, каждый заканчивался миной. Ближе к опушке, возле кряжистого дуба, белел слизистый пузырь. Длины лозы как раз хватило, чтобы забросить в него шишку. Я оглядел аномалию, совсем небольшая и тусклая. Наверняка раньше она была очень мощной, и хотя с приближением мглы начала рассасываться вместе с остальными, накопленной энергии хватило, чтобы не исчезнуть полностью. Смешанная с грязью соляная глина липла хорошо. Кирилл и Алекс присоединились к хохолку, они повесили несколько мин на ветвях, другие положили на землю, растянув между деревьями веер из лозы. Уходите, сказал болотник, я сяду возле дуба, и когда увижу, что она приближается, брошу конец в аномалию. А если что-то не выйдет? Я оглянулся, мы всего на пару десятков лес, но деревья скрыли пустошь и залив. Светать еще не начало, хотя ночь подходила к концу. Катя, Хохолок и Алекс встали рядом со мной. Кирилл, прилепив последнюю мину к стволу березы так далеко, насколько позволяла лоза, возвращался к нам. Стоящий неподалеку командор упал. Чего с ним? спросил Хохолок. Катя шагнула кончару, тот вскочил, выхватив из сапога нож. Повернулся, окидывая лес безумным взглядом. Что с тобой начал я и смолк, увидев направленный мне в грудь клинок. Вы, взревел анчар, скались, сталкер, наемник и следопыт, откуда вы здесь? Где я? Он дико огляделся. Куда вы завели меня? Эта тварь мне в голову хочет забраться. Я ее не пущу. Анчар бросился на нас, подняв нож. Раздался шелест. Пролетев между веток, в его бок вонзился зазубренный крюк. Анчар страшно ощерился, зубы блеснули в свете факела, скрипнули сучья, и в кроне дерева мелькнула фигура. Подняв топор, я шагнул вперед. Анчар выдернул из себя крюк, широко размахнулся и метнул в Карима, появившегося между стволами. Выше с ветки на ветку перемахнул Аслан, обхватив сук ногами и повис вниз головой. «Мгла контролирует их!» крикнул Кирилл. «Она гнала синхронов перед собой!» Бросок был не слишком силен. Карим взмахом руки отбил крюк и побежал дальше, сжимая другой. Аслан качнулся, сел на ветки верхом, привстал и на четвереньках побежал по ней. Позади них между деревьями ползла серая мгла. Огонь факела затрепетал, угасая. Командор взревел нечеловечески иступленно и схватился за механический глаз. «Кто ты? Откуда взялся? Что от меня хочешь? Уйди! Ненавижу всех вас! Ненавижу зону!» Эти интонации показались мне знакомыми. Я уже слышал что-то похожее, вернее, видел человека, который говорил в подобном тоне. Мгла лилась между деревьями, как дым сотен костров. Аслан с конца ветки прыгнул на голову хохолка. Карим бежал к кончару. «Я перекрою тебе путь!» запрокинув голову командор крепче обхватил цилиндрик, рванул и выдрал из глазницы вместе с артефактной сборкой. За нею потянулась толстая красная жила. Синхронно скачил на анчара, взмахнул крюком, они упали и покатились по земле. Туман скрыл все вокруг. Я шагнул к болотнику, а из клубящейся мути спиной назад вылетел Аслан, отброшенный ударом хохолка. Синхрон наткнулся на меня, я взмахнул топором, но он проскользнул под лезвием, выпрямившись, занес крюк. Тот блеснул, опускаясь мне на голову. Сбоку пригнувшись, выбежал Кирилл, с криком он врезался головой в грудь синхрона, зазубренная сталь хищно метнулась вниз, и Кирилл заверещал, будто свинья на бойне. Я бросился к ним с топором на изготовку, но Кирилл с Асланом уже исчезли, растворились в тумане. Алекса тоже не было видно, факел погас, вокруг сновали призрачные тени, мгла текла между деревьев, как темная вода. Кто-то закричал, послышался звук удара, опять крик. Я метнулся туда, но споткнулся о корень и упал на валежник. С сиплым стоном кто-то повалился рядом со мной. Я отпрянул, замахиваясь, и узнал Кирилла. Крюк разворотил левое плечо и часть грудной клетки. Наемник дергался, зрачки его плавали. Синхрон стесал часть кожи с головы, светлые волосы на затылке слиплись от крови, темя превратилось в лоснящееся пятно. Кирилл позвал я. Он замер, неподвижно глядя вверх. Решив, что наемник умер, я приподнялся. Ничего не понять, вокруг что-то двигается, качается, извиваются смутные тени. Капли застучали по листве. Где север, где юг? Откуда идет мгла, с какой стороны остались пустошь и залив? Я выпрямился, пытаясь сориентироваться. Кажется, край леса справа от меня. Значит, мина и слизистый пузырь тоже где-то там. Возникло уже знакомое ощущение, словно невидимый великан положил на меня ладонь и придавил. Жав зубы, я втянул носом влажный лесной воздух. Неподалеку за деревьями тени собрались в приземистый широкий кокон. Он медленно приближался. «Болотник!» закричал я. «Болотник!» Она здесь! «Взрывай ее!» Что-то сухо треснуло, и я разглядел неподалеку петарду, прикрепленную к стволу молодого дерева. Из нее посыпались искры и сразу погасли. Волна треска прокатилась вокруг. Глина пузырила, стекла, треснувшая мина медленно сползала по стволу. «Наша ловушка не сработала!» Кокон мглы приблизился, ноги подогнулись, и я упал. Великан навалился, вдавливая в землю. Я стал отползать, едва двигая руками и ногами. Тени, клубящиеся вокруг, высасывали жизненные силы. И вдруг Кирилл, все это время лежавший неподвижно, встал на колени. Из раздробленного плеча торчал осколок кости. Волосы на голове слиплись от крови, она стекала по лицу. Наемник сунул руку за пояс и достал пистолет. Что-то прохрепев, он с усилием распрямил ноги, встал. «Нет, стой!» выдавил я, едва ворочая языком. Он пошел вглубь леса, кренясь, будто тащил на плечах тяжелый груз, выставив перед собой пистолет. Мгла вокруг черного кокона плеснулась, заклубилась и скрыла его фигуру. И тут же давление немного ослабло. Я быстрее пополз от мглы, оставив топор в траве, загребая валежник скрюченными пальцами, волоча ноги. Деревья в темноте напоминали колонны из пепла. Сзади раздался крик Кирилла. И спустя миг великан навалился на меня с удвоенной силой. Сознание погружалось в черное озеро. Я тонул в нем, захлебывался. Пальцы протянутой вперед руки нащупали нежную молодую кору, тонкий ствол. Ухватившись из-за тела вперед, понимая бессмысленности этого. Мгла сзади совсем близко. От нее не уйти. Макушка уперлась в ствол. Я обхватил дерево другой рукой. Воздух с хрипом вырвался из легких и вдохнуть я уже не смог. На лицо легли тусклые отблески. С другой стороны к стволу прилипла гроздь белых улиток, артефактов слизистого пузыря. Толстые и мягкие они слиплись в большой комок. Тот подрагивал на стволе. В середине его мерцало пятно света. Когда свет коснулся лица, давление исчезло, и я сумел вдохнуть. Голова дернулась, накатила и смолкла волна звона. Я все еще ощущал давление, темную силу мглы, но теперь она не могла добраться до меня. Я сел, держась за ствол. Улитки как-то противостоят ментальным импульсам. Они жгут, будто крапива, а еще лечат головную боль, но больше я про них ничего не знаю. Можно взять их и напасть на мглу, пока влияние артефактов не позволяет ей свести меня с ума и подчинить себе, но топора нет, никакого оружия не осталось. Давление усилилось, и начали плавиться. Комок светящейся субстанции подрагивал, исходя сизым дымком. По мере того, как он съеживался, озаренная им полянка посреди теней становилась все меньше. Что-то шевельнулось у моей ноги. Я дернул ею, решив, что это змея, выпалшая из травы. Нет, ничего такого. Опять дрожь. И в такт ему мигнул свет, излучаемый улитками. Я расстегнул молнию на бедре, достал сверток листьев зеленухи, развернул. Розовая бородавка в центре артефакта, напоминавшего шляпку большого гриба, светилась. Я выпрямился во весь рост, и только теперь осознал, что дождь уже льет вовсю. Лес полон хлюпанья, шелестят листья, дрожат ветки. Крошечный островок света окружал океан тьмы, населенный какими-то смертельно опасными существами из иных миров. Островок быстро уменьшался, оставаться здесь нельзя. Глубоко вздохнув, я вонзил пальцы в комок сросшихся артефактов. Они вспыхнули, руку обожгло, словно я схватился за куст крапивы. Гриб на ладони вновь шевельнулся, бородавка мигнула, как маленькая лампочка. Густая холодная масса улиток, напоминающая плоть моллюска, пискнула, разрываясь. Оторвав примерно треть, я поднес его к другой руке. Между грибом и улитками что-то происходило, артефакты испугались и пытались отстраниться друг от друга. Шляпка гриба поползла по ладони, я словно пытался соединить два магнита. А еще они начали нагреваться. Гроздь улиток замерцала алом, повисшее в воздухе напряжение усилилось. Я вздрогнул, кое-что осознав. Не знаю, что произойдет между артефактами, когда они соединятся, но мне и не нужно это знать. Я это просто чувствую, потому что на самом деле я спец по артефактам. Я интуитивно ощущаю их действия и то, каким оно будет, если соединять разные артефакты в сборке. Это почти мистический дар. Он в зоне есть не у многих, у доктора лесника, Манкевича и у меня. Кто я? С этой мыслью я столкнул артефакты, уже понимая, что выйдет в итоге. Ведь созданный зыбью артефакт гриб это усилитель. Он во множество раз, в десятки, сотни, а иногда и в тысячи усиливает воздействие остальных артефактов и аномалий. Они слиплись, бородавка полыхнула огнем, ком в моих руках задрожал, но прежде, чем воздействие улиток усилилось, я швырнул сборку в сторону, откуда ползли тени. Она пролетела по длинной дуге, высветила очертания уродливой жирной фигуры, отблески скользнули по стволам и земле. Тени дрогнули, мгла отшатнулась от меня. Еще несколько мгновений я оторопело смотрел в ту сторону, где разглядел массивную фигуру, затем пригнулся и побежал в противоположном направлении. А сзади полыхнул ядовито-кислотный взрыв. Вспышка аномальной энергии лизнула стволы, будто зеленая бурая звезда загорелась и погасла между деревьями. Густые черные тени стволов протянулись во все стороны. На бегу я оглянулся. По лесу ковыляла жирная кривоногая фигура, похожая на человеческую, с морщинистой безволосой башкой, сидящей прямо на покатых плечах, отвисшими грудями и толстыми, как бревна бедрами. Понятно, почему она не могла догнать отряд. Эти самки годами сидят на одном месте, как муравьиные матки, питаются энергией возникающих вокруг аномалий и отпугивают врагов своим излучением, страхом. Чернобыль, холм, старая водокачка, волна катящегося на нас ужаса, и мы с напарником со всех ног бегущие прочь. Нет, я так и не понял, кто я, но теперь был гораздо ближе к тому, чтобы наконец вспомнить. Сборка, ударившись о самку мутанта, полыхнула кислотным светом и лопнула, залив волосатое жирное тело пузырящейся слизью. Самка остановилась, качнувшись, упала на колени. Нарастающая волна страха покатилась во все стороны, и теперь я понял, излучение просто защитная реакция. Самка этого вида сама боится, панически боится чужих и транслирует им свой ужас. Это действенная защита, но почти вся ее жизнь проходит в кошмаре. Расползшиеся слизью улитки проедали жирное тело, кожа связала лоскутами. Мутант тяжело завалился на бок, уперся в землю короткими ручками и снова встал на колени. С крюченными пальцами самка стала щищать с волосатого тела слизь. Волна страха катилась от нее по лесу, и я побежал. Постановая от ужаса, я перескочил через вонзенную в земляной горб секиру хохолка и лишь тогда понял, что это не горб, а лежащий на спине аслан, вбитый ударом в валежник. Дождь лил вовсю. На мокрых стволах замерцали отблески слизистого пузыря. На моих глазах тот уменьшался, самка набиралась сил, высасывая энергию аномалий. Сбоку из теней выбрил анчар. Он шел, неловко согнувшись, шаря перед собой одной рукой, другую прижимая крани на животе. Что-то сизое, пузырящиеся вывалилось оттуда и качалось при каждом шаге. Не замечая меня, командор скрылся в тумане между деревьев. Я поскользнулся на мокрой земле, но устоял и, наконец, выскочил из леса. Впереди на четвереньках полз хохолок, на спине лежала Катя, ноги свисали с одной стороны, голова с другой. Рядом, покачиваясь, шли болотник и мой напарник. Увидев широкую спину последнего, я вздрогнул. Имя этого человека встало в голове огромными буквами. Никита! Его зовут Никита, а не Алекс. И еще у него есть кличка. Нет, пока не вспомнить, как и свою. Дождь не утихал, струйки воды бежали по лицу, земля превратилась в грязь. Я нагнал их, когда хохолок, сбросив Катю, встал на колени. Не оборачиваясь, наемник вскинул руку, схватил меня за ногу и чуть не опрокинул. А, это ты, рыкнул он, живой. Никита подхватил Катю подмышки, приподнял. Что там, Марат? Сипло спросил он. Она умирает, ответил я. А может и нет, но все равно она очень боится смерти и в этот момент вторая волна ужаса накрыла нас. Заорав, Никита рванулся вперед, волоча девушку. Мы с болотником тоже побежали. Хохолок, ревя во всю глотку, тяжело затопал следом. Он обогнал нас. Зацепив меня плечом, я толкнул болотника. Оба чуть не упали, но я успел подхватить следопыта. Волна накатила, погрузив нас в пучину первобытного черного ужаса и схлынула. Не останавливайтесь, крикнул я. Катя упала. Напарник поднял ее на руки и побрел дальше, шатаясь. Хохолок первым добежал до берега и начал сталкивать плод в грязь. Когда остальные добрались до нас, опять накатило. В этот раз меня почему-то проняло сильнее других. Я растянулся на плоту и почти минуту не мог ничего делать, лишь катался на мокрых досках и кричал от ужаса. Очнулся из-за того, что стало тяжело дышать. Увидел сидящего на груди напарника, который держал меня за руки. Придурок! крикнул он мне в лицо. Ты себе глаза собирался вырвать? Отпусти, Никита, прохрепел я. Уже нормально, прошло. Как ты меня назвал? удивился он. Плод дернулся и поплыл, когда хохолок оттолкнулся с шестом от берега. Страх подгонял наемника. Шест вонзался в грязь, ударял по дну, толкая нас вперед, вылетал из грязи и опять нырял в нее. Никита? повторил напарник раздумчиво, выпрямляясь. Ё-моё! А ведь таки Никита! Так меня зовут! Но больше пока ничего не помню. Я сел. Болотник лежал на спине, повернув голову, глядел на меня с напарником. Дальше Катя присела на курточке, глядя в сторону берега. Она повернулась и спросила у меня. Ты сказал она. Так кто гнался за нами? Самка контролера, сказал я. Все уставились на меня. Уверен? спросил Никита. Да, никогда раньше их не видел, но это она. Ты убил ее? Не знаю. В любом случае надолго остановил. Я посмотрел на Катю Орлову. Сейчас доберемся до какого-нибудь острова в грязевом озере. И тогда ты все расскажешь. Эпилог хохолок наполовину вытащил плод на берег большого пологого острова, поросшего чахлой травой. В центре росло одинокое деревце, уродливый мутант с закрученной спиралью кроной и зеленоватой корой. Под деревом наполовину вдавленной в мягкую землю лежал скелет крюкозуба. Все выбрались на сушу, хохолок принес ящик сухарями и принялся громко хрустеть. Мы с Никитой сняли брезентовый навес, расстелили на берегу. Болотник улегся на спину и прикрыл глаза. Угольки и толченый наст, смешанный с глиной, сделали свое дело. Он уже не умирал, хотя получил рану, вряд ли совместимую с жизнью. Затянется нескоро, сказал он в ответ на мой вопрос. Если не найти еще угольков, быстро загноиться. Но с угольками выживу. Найдем, найдем угольки, заверил его напарник. Вон я отсюда поганку вижу. Мы осмотрелись. Утренний туман исчез. Видно было далеко. Позади я даже разглядел изогнутый берег залива, полускрытый серой дымкой. Поля грязи лежали вокруг, лабиринт пологих островков, кочек, маслянисто-черных грязевых речек и озер. Грязь жирно поблескивала в тусклом осеннем свете. В паре десятков метров от нас по заливу грязи ползла небольшая поганка, белесый дымный конус лениво вращался, иногда из него искрой вылетал уголек, с шипением падал в топь. За поганкой на изогнутом длинном острове я заметил странную постройку. Она напоминала пень высотой в полтора человеческих роста. Кто-то выдолбил его изнутри и проделал в коре круглые окошки, а в основании кривую дверь, завешанную тряпкой. Болотный дом обгорел, крыша провалилась, вряд ли там остались жильцы. Узловатые корни местами торчали из земли, некоторые уходили в грязь, и между ними лежала маленькая плоскодонка, в которой я мог бы поместиться только с поджатыми ногами. «Это кто ж там мог жить?» тихо спросил Никита, но ему никто не ответил. Катя встала возле дерева, взявшись за него, уставилась вглубь грязевого озера. В ту сторону лабиринт длился, казалось, до бесконечности. «Мы уже в могильнике», сказал болотник, «южный берег озера, его граница». Катя шагнула к нам. Мы с напарником молча смотрели на нее, и она сказала, «Тебя зовут Андрей, тебя Никита, у одного прозвище химик, у другого пригоршня». Я вздрогнул, услышав это, «Химик, химик, ну, конечно, я химик, так меня называют, и я...» Нет, остального было пока не вспомнить, хотя я решил, что теперь сделать это станет легче. «Вы сталкеры, напарники», продолжала Рыжая, «бродите по зоне уже давно. Раньше у вас был бронированный вездеход, но в том городе я вас встретила без него». «В каком городе?» спросил Никита. Он негромко хлопал себя по лбу, будто хотел вбить информацию поглубже. «Не знаю, городок Зачиэс, наверняка бывший ящик. Там на краю база, где связанные». «И как мы там оказались?» спросил я. «Связанные». «Вы попали под выброс. Мы были в здании городского вокзала. Я пыталась уговорить вас, чтобы вы помогли мне дойти до отряда». Она кивнула на хохолка с болотником. «Вы не соглашались, вернее, требовали пояснений. Тут на нас напали снорки. Я успела спрятаться в подвале и запереться, а вы нет». «Мы не успели, потому что ты заперла люк». Она развела руками. «Меня преследовал снорк, а они ведь не самые глупые мутанты». «Хочешь сказать, если бы не заперлась, снорк открыл бы люк и спустился за тобой?» «Да, это так», повысила она голос, увидев наши недоверчивые лица. «Я заперлась не для того, чтобы оставить вас под выбросом. Если не веришь, подумай, какой мне в этом был смысл. Не могла же я предугадать, что выброс делает с вами? Вы могли потерять память, а могли и погибнуть. Ведь я не могла спланировать это. «Как я устала врать!» вдруг сказала она, садясь на краю брезента. Катя вырвала из рук хохолка флягу, сделала несколько глотков, склонила голову и замерла, уставившись на свои колени. «Хохолок, хватит жрать!» сказал я наемнику. «Чеши грудь!» неразборчиво пробубнил он в ответ хрустя сухарями, и тогда пригоршня забрал у него бочонок. «Ты здесь не один маленький!» прикрикнул он. «А когда жратву еще сможем раздобыть неизвестно». «Да ладно!» протянул хохолок и улегся на спину, подложив руки под голову. «Постреляем кого? Зверей каких болотных? Мяса нажарим! Проживем, короче!» «Назад нам нельзя возвращаться!» сказал я. «Не уверен, что убил самку контролера. Если она жива, то оклемается и опять за нами потащится». Ага, вот и последний вопрос. Пригоршня повернулся к Кате. «Почему самка эта за вами тащилась через всю тебе пора все рассказать?» сказал болотник. Катя кивнула. Еще некоторое время она сидела, молча потупившись, потом заговорила. «Глеб и Апанас напарники, как и вы двое. Глеб мой брат, Апанас ну жених, можно сказать. Мы и вправду собирались пожениться этим летом уже два года вместе. Они устроили большую экспедицию в зону, дошли до северного могильника. Но не тем путем, каким идем мы, западнее. Как-то смогли обойти грязевое озеро, по самому берегу двигались, собрали много артефактов, уже пора было возвращаться, и вдруг наткнулись на странную аномалию, водяную. Водяную болотник приподнял голову. Они мне потом рассказывали, она находилась посреди озерца, не грязевого, обычного. По описанию, напоминает ту, возле которой у нас перестало действовать оружие. Мы наткнулись на такое еще на болотах возле кордона, пояснила Катя нам с пригоршней. А та в озере была как слизистый цветок, растущий из дна. Вокруг него расходилось излучение, очень странное. Они мне говорили, было такое чувство, будто все теряет смысл, понимаете? Вроде, ну, вроде из мира исчезает взаимосвязь всех явлений, событий, предметов. Глеб рассказывал, когда они приблизились к этой аномалии, им казалось, что структура мира исчезает, растворяется, и он превращается во что-то такое аморфное, но не с виду, а на уровне сема... семан... семан... и напарник хмыкнув глянул на меня. Да, вроде того. Озерную аномалию охранял кровосос. Кровосос? поразился Никита. Да, будто кто-то его туда поставил специально. Жил в камнях рядом, питался непонятно чем. Когда они попробовали войти в озеро, он напал, они его убили. С большим трудом. Глеб был ранен, а на торчащем из дна стебля этой аномалии был такой вроде лист, изогнутый, похожий на гнездо из слизи. И в этом гнезде лежал артефакт. Катя ткнула пальцем в контейнер, висящий на ремне. Клубень, как они его называли. Клубень, как они его назвали. Забрали его. Всю дорогу чувствовали себя очень нервно, будто кто-то смотрел им в спину. Причем казалось, что этого кого-то интересует именно клубень. Но Глеб с Апанасом наверное лучшие сталкеры во всей зоне. По крайней мере лучшие из сталкеров разведчиков, как их называют, то есть тех, кто постоянно ходит в дальние экспедиции. Поэтому они смогли добраться до периметра, даже несмотря на то, что под конец мутанты стали проявлять к ним повышенный интерес. «Это как?» не понял пригоршня. Катя вяло пожала плечами, расстегнув верхнюю пуговицу рубахи, ухватилась за висящий на шее медальон, сжала его. Они мне так сказали. В какой-то момент мутанты со всех сторон стали наседать, будто им приказывал кто-то. Глеб с Апанасом смекнули, что к чему, по дороге завернули в сундук, там борода им сделал особый контейнер, вот этот. Сначала измерил клубень приборами своими, определил всякие излучения, которые от него идут, ну и склепал контейнер. И этот кто-то, который в спину смотрел, в контейнере клубень не видит, что ли? уточнил пригоршня. Вроде того, он потерял их, как только они положили клубень в контейнер. Нападения мутантов прекратились. Они вернулись домой, все мне рассказали, клубень оставили. Тот потихоньку менялся, рос. Интересно было, что с ним дальше будет. Через месяц ушли в новую экспедицию, хотели добраться до крепости, то есть в центр восточного могильника. Решили побольше отряд собрать, взяли с собой еще двоих, цыпу с дирижаблем и пропали. Я взял из ящика сухарь и принялся грызть. Катя обвела нас взглядом, все смотрели на нее, даже хохолок заинтересовался рассказом. Ну, и дальше что? Спросил он. Спустя пару недель я узнала, что в одном лагере за свалкой видели цыпу. Собралась и пошла туда, поймала его, прижала. Он мне все рассказал. Когда они прошли лес мозголом на краю могильника, на них напала банда, контролер, два кровососа и два человека, причем люди были не под контролем. Как это, не понял, пригоршня? Не может такого быть. Знаю, хмуро, сказала она. Я тоже не поверила, до сих пор не верю, но цыпа божился, что так и было. Я его сильно припугнула, чуть руку не сломала, ствол к башке приставила, сказала, сейчас застрелю, он клялся, кричал контролер, только кровососами управлял, а сталкеры те двое были сами поле. Цыпа все называл их темными, темными сталкерами, хотя почему, непонятно, он не мог объяснить. Так вот, они напали, дирижабли убили, а Глеба с Апанасом забрали, не убили, ранили только и утащили куда-то. Цыпу тоже ранили, но он их не интересовал, его там бросили. А может и специально не убили, чтобы он мог мне все это рассказать. Он уполз, потом отсиживался в том лагере. Узнав все это, я припомнил рассказы Глеба и Апанаса про взгляд, который они чувствовали. Вернулась, опять пошла в зону, захватив контейнер, там его открыла и услышала его, хозяина. Я спросил, ну и кто этот он? Чего он хозяин? Не знаю, но он засел в глубине зоны, где-то за могильником. В бункере, сказал я. Рыжая уставилась на меня. Что? О чем ты, химик? Когда во враге нас вырубило из-за импульса, который самка контролера послала перед собой, у меня было... Помолчав, я щелкнул пальцами. Было видение, не знаю, как еще назвать. Глюк. Я вроде увидел всю зону и могильник, а за ним какой-то бункер с большой буквы. Огромный, открытый. Этот твой он хозяин бункера. Сидит посреди него, там его мир. Говоришь, ему нужен клубень? Да, не знаю, зачем. Апанас с Глебом у него. Живые, по крайней мере, Глеб. Мы с ним близнецы, и я... Ну, я его иногда чувствую. На меня как бы накатывают его эмоции. Страх приходят издалека. Хозяин дал мне понять, что освободит их, если я принесу клубень. Девушка устала провела рукой по лицу. И ты поверила и пошла, хмыкнул Никита. Не поверила. Я пошла, чтобы убить его, и, если получится, спасти их. Продала все, что у меня было, собрала отряд. Почему только до грязевого озера? спросил болотник. А вы пошли бы дальше? Я бы пошел, сказал он. И я, сказал хохолок, могильник я никогда не бывал. Интересно. Может, вы двое пошли бы, но мировой со своими людьми и анчар нет. Зачем им? Слишком опасно, а деньги мертвецам не нужны. Поэтому я так обозначила цель. Грязевое озеро граница могильника. А дальше решила разберусь на месте. В конце концов, многие утверждают, что в места вроде могильника лучше наоборот в одиночку. Тихо. Никита встал, прошел к корме плота, глядя на юг, откуда мы приплыли. Эй, напарничек, позвал он не оборачиваясь, так что там с этой самкой контролера все же? А что с ней откликнулся я? Такая жирная низкорослая тварюга, похожа на уродливую старуху, которая вот прямо сейчас умрет от переедания. И она выходит через всю зону за ними топала, а потом и за нами. Если артефакт нужен кому-то, кто и вправду мутантами по всей зоне командует, то он выходит ее и поднял из лежбища. Так из какого лежбища-то? Где они, эти самки? Почему их никто не видел раньше? Никита присел на бревнах лицом к острову. Теперь все смотрели на меня. Потому что их совсем мало, сказал я. Во всяком случае, я так понял. Контролеры и их самки как муравьи и муравьиные матки. Сколько приходится муравьев на одну матку? Сотни? Тысячи? Я не знаю. Так чего? У них и муравейники есть, прогудел хохолок недоверчиво. Я покачал головой. Не думаю. По-моему, на всю зону не больше десятка самок. Каждая сидит где-то в глухом месте. Как оплодотворение происходит, не знаю. Может, в нужный сезон заглядывает на огонек молодой сексапильный контролер. Или у них какой-нибудь портоногенез. Не знаю. В любом случае, передвигаются с трудом. Потому защищаются иначе. Могут рассылать ментальные импульсы, страх. Тот, кто подходит к самке, либо в панике убегает, либо с ума сходит. Самки как зеркало, пси-зеркало. Они сами боятся всех чужаков и отражают свой страх им же. Помнишь, кстати, что с анчаром происходило, напарник? Крыша у него поехала, ответил пригоршня. А что, ты же артефакты в башке, в глазу то есть? Ну, вот они как-то резонировали от излучения самки и мозг ему того буравили. Да, но тут еще одно. Он кричал, что какая-то тварь в него пролезть хочет. Гнал ее от себя, помнишь? Да. Видно, ему казалось, что самка в него и... Я покачал головой. Так-то оно так, да не так. Очень уж у него в тот момент знакомые интонации были. И еще когда он вопил про зону, про тварей, слышал я все это уже. Потом долго пытался вспомнить, где слышал, от кого. И вот сейчас вспомнил. От полковника. Никита нахмурился. Нет, не помню такого. А я с трудом, но начал вспоминать. Раньше мы с ним пару дел имели. Покупали, кажется, что-то у него. А потом зацепились по какому-то поводу. И вроде он нас преследовал. Но подробности не могу пока вспомнить. Главное другое. Полковник фанатиком был. Зону ненавидел мутантов. И разговаривал специфически. Так вот, анчар перед смертью так же говорить стал. Будто это он не самку ощущал, не из-за нее у него крыша съехало. А будто сознание полковника в него пыталось вселиться. О, бред, сказал Никита. И эти слова напомнили мне что-то. Будто я раньше уже слышал их от него. Может, это была его любимая присказка. Ну, ладно, полковник там, самка то-се. Что дальше делать будем? Он шагнул с плота на берег. Назад пойдем, напарничек. Но там ведь самка это, говоришь, выжить могла. Пригоршня поглядел на Катю, которая, подняв голову, окинула нас всех взглядом. Помогите мне добраться до него, тихо попросила она. Помогите, если не спасти брата с Эпанасом, то хотя бы убить его, этого, хозяина мутантов, кто бы он ни был. Я с тобой, вдруг объявил хохолок, приподнявшись, и хлопнул Катю по плечу так, что она чуть не упала на бок. Я ж тебе обещал, что охранять буду, э? Главное теперь чего? Все, кто померли, они остаток своих денег не получат. Ты их, значит, между нами четырьмя разделишь, так? У меня не очень много денег, сказала она. Хохолок махнул рукой, встал и с деловым видом направился к растущему в центре островка деревцу, бормоча что-то про добрую дубинку. Катя перевела взгляд на болотника. Тот ответил, достаньте еще угольков и нас-то, тогда я быстрее поправлюсь. Достанем, сказала Катя, выпрямляясь. А вы двое, химик, пригоршня, что вы решили? Сам бы я еще долго сомневался и обдумывал ситуацию, прикидывая и так, и эдак, что менее опасно идти без оружия в глубину могильника или возвращаться навстречу возможно до сих пор живой самки-контролера, но я видел, что напарник уже все решил. Он смотрел на рыжую такими глазами. Нет, это была не любовь, но что-то очень близкое к ней. А возвращаться в одиночку было уж точно равносильно самоубийству, и поэтому я молча пожал плечами. Пригоршня, наблюдавший за мной, ухмыльнулся и кивнул Кате. Болотник попытался сесть, и напарник вдруг сказал «Замри». Все уставились на него, болотник лежал неподвижно. «Только что вспомнил», сказал Никита удивленно. «Братан, я тебя видел где-то, недавно совсем. Ты в такой же позе лежал и тоже сесть пытался, кажется, на песке, на склоне песчаном. Вот я увидел и вспомнил, но ты же... Ё-моё! Что? спросил болотник глухо. «Братан, ты же умер тогда», прошептал Никита. «Ведь я помню, точно ты погиб. Меня сейчас как водой окатило. Погиб, можно сказать, у нас на руках. Химик, ты помнишь? Нет», сказал я, «Хотя мне тоже кажется, что раньше я его знал. Несколько секунд болотник глядел на нас, потом с трудом сел. «Нет», сказал он, «вы потеряли память, я нет, и я никогда в жизни не видел вас двоих, хотя видел кое-что другое, и это наверняка как-то связано... Что?» спросила Катя, «я расскажу позже, сейчас трудно говорить, помогите мне дойти до плота, пора плыть». «Хохолок», позвал я, «мы отплываем, давай сюда». «Помоги болотнику», добавила Катя. «Здоровяк пошел к нам, на ходу срывая ветки с выломанного дерева». Проходя мимо, он ухмыльнулся, по-свойски подмигнул Кате, толкнул меня в бок локтем и посоветовал Алексу почаще чесать грудь. Солнце поднималось все выше, время шло к полудню. В грязевом озере на границе большого северного могильника стояла тишина. Лишь из глубин его доносились едва слышные ухающие звуки и мерный гул, будто там был водопад или, может, грязепад. Когда Катя с хохолком помогали болотнику подняться на ноги, тот сказал, не так давно в зоне интересные дела стали происходить. Раньше те, кто попадал под выбросы, погибали, либо память теряли, или их паралич разбивал. А теперь их можно скопировать, сдублировать, понимаете? Потом их двойники появляются где-то в другом месте зоны. Поддерживаемый с двух сторон, он шагнул на плод. Никита как раз нагнулся, чтобы поднять брезент, услышав болотника, он выпрямился и уставился на меня. Ух ты! протянул напарник. Химик слышал? А что если и нас скопировало? Я молчал. Мне нечего было сказать на это. «Музыка»? «Музыка»? «Музыка»?» «Музыка»?» Жappelle «Музыка»?»